Эх, господи, ты боже мой, спаси, сохрани. Для тех, кто в записи смотрит, это 10-я часть трансляции XCOM and we within. 9-я была очень классно, если не смотрели до этого части, хотя бы 9-ю посмотрите, тем более, что здесь продолжение предыдущего трая. Быстро введу в курс дела. Часику пламенный, привет. Мы находимся на первой миссии Прощи. Ой, что-то громко, я слишком сейчас, подожди, я сделаю потише. Старая знакомая миссия Прощи, она пройдена где-то наполовину. Мы уже потеряли одного лемминга. У нас есть два классных офицера, это два снайпера. Женечка по прозвищу Шахмат с меткостью 106. 106? И Соколик с меткостью 101. Один. Шикарные товарищи. И второй оставшийся, ну как лемминг, штурмовик, возможно, это перспективный товарищ, потому что штурмашу точность не так сильно важна. Вот он как раз должен будет полить. Ну и вип есть еще, которого надо доставить до точки. Мы убили сейчас двух тингменов, которые были не скриптовыми, а отображались, соответственно, здесь. Следующим паком будет мутон плюс тингмен. И это, конечно, будет самое-самое сложное и ответственное. Я хочу дождаться перезарядиться, когда у меня откатится крит. Перезаряжаю снайперами. И будем потихонечку леммингом двигаться. Очень многое зависит от этого лемминга. Очень. Вижен вроде у снайпов есть и будет. Штурмом только к мутону не едим. Да-да-да, надо пулить очень аккуратно. Может быть даже сверху. Правильно, надо сверху вообще вести. А Вижен тогда для снайперов не будет. Надо потихонечку с угла, вот с этого. Сокол у нас приспособленец еще, кроме всего прочего. То есть он не штрафуется на овервочем. С богом. Да, это оно уже. Первый мутон. Он ход пропустит. Сейчас вот этого фингмена надо выносить. Желательно двумя снайпами на овервочем. А снайпы-то не видят. А, нет, есть ответный огонь один. Снайпер может ответный будет? У них Вижен-то есть. Но они не стреляют, капец. Так, у двух снайперов есть Вижен, хорошо. У кого больше? У Женьки больше шанс попасть. Поехали, раз. С критом сразу же. Блин, русская рулетка. Понеслась, короче. Соколик, прошу тебя, попади и убей его. 81. Ёпресс, это я сейчас могу лейминга потерять. Если не убью, то скорее всего... Еее! Фух, так, хорошо. Пол-дело сделано. Мутона я под фулл-кавер. И... Не, вот так вот даже. Нафиг нужно. Мутон подходит. Я его не вижу, но он есть. Смотрим, где он. Нет его. Так, ханкер или овер? Ханкер или овер? Надо вообще отойти. Боеготовность тут не поможет, я его не увижу сейчас. Ну, где же ты, Мутон? Вот он. Хорошо не в укрытии стоит, но это повезло мне. Нет подходящих целей, только один снайпер его видит. Капец. 98 меткость, но я его не убью, дамага не хватит. Устрашение. 50 меткость, но здесь стопроцентный крит, но вот мне не нравится, что снайпер не работает. Это жесть. Либо его оставлять на овере. Он фланганет этого товарища в следующий ход. Да, если ханкер, то гренка полетит просто. А так он фланганет меня. Ну, значит, сокола мы оставляем на овере, а этим стреляем. Ты можешь попасть, а ты даже можешь убить. Маловероятно, но возможно. 50-70% крит, давай. Один хит, один хит. Давай, шагни, шагни, шагни. Давай, сокол, 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 сокол. Где ты, сокол? Блин, нет. Почему сокол не стрелял? Нет, нет, нет. Сокол, надо запомнить эту точку. Сокол уже часто видит он его, да, блин. Меткость 61 у Женьки, меткость 58. Капец. Фулл кавер, могут и не попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попади, прошу, попади, попади. 61, попади. Ес. Ой, ладно, хорошо, Леминг сдох. Короче, Жан будет идти на разведку. Стабилизировать я того товарища уже не смогу никак. Перезаряжаемся, блин. Ну вот соколик, я на него рассчитывал, но здесь, видимо, какая-то беда с Виженом. Надо было его ставить вот сюда вот, скорее всего. Капец. Good game, good emotions. Так, теперь у нас еще впереди три противника, да? Снайпов надо вести вот сюда вот. простреливать этого, простреливать того. Блин. Мне вообще не нравится эта ситуация. Ладно, я знаю, что он не сагрится даже вот до этой точки. На эту точку снайпера хорошо обсадит, потому что он прострелит Тиммэна, а вот сектойда, наверное, лучше простреливать откуда-то отсюда. Так, подходим по половинке, но на всякий случай. Про пистолеты не забудем. Пере... 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 Можно еще попробовать забить на эту троицу. Подвести еще Джанго, скажем, вот сюда вот. А, нет, нет смысла. Надо сначала этих двух убить. Ой, е-м-е-м. Два снайпера уже с ловы лапом, кстати, на этой миссии. Аккуратненько. Випа не стоит с собой вести. Что если по морали провалятся, а это вероятно. Мало, но вероятно. Так, и я отсюда. А я же отсюда буду стрелять уже. Слушайте, может не стоит сюда подходить. Я вот с этого угла буду простреливать Тиммэна. Не буду видеть сектойда. Так, давай чередовать сейчас Overwatch с этим... С винтовкой, Overwatch с пистолетом на следующем. Так. Не сагрили же, да? Не сагрили. Хорошо, ты с Overwatch с винтовкой. Ты подходишь сюда, Overwatch с пистолетом. Вроде не должен и сейчас сагрить. Говорил, месяц обманул народ. Так это же был сарказм. Прям там интонация была такая, что... Короче, теперь этот на Overwatch с... Так. Да, випом надо пулить. У меня было больше Overwatch. Очень. Хорошее место. Великолепнее место. Главное попасть, ё-моё. Подходи, вип. А здесь Overwatch на винтовочку, да? А, уже идут. Как? Скоро у вас будут гости. Ничего себе, на крыше, что ли? What? Что это за скрипт? Я такого не помню. Женечка из пистолета. Соколь. О, хорош. Я этот пак сто лет не агрил. Сто лет просто не пулил его. Так, что у нас? 74. Фигово вам. Нет! 87, прошу тебя. Прошу тебя, 87 с критом. Прошу, попади. Прошу, 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 прошу. Убей его! Нет! Блин! Твою мать! Ну как так? Сейчас снайпера будут мочить. Откуда этот пак? Как я вообще его сагрил? Я ни разу вообще его в жизни не агрил. Ходил по этим точкам. Никогда эти двое не появлялись. Появлялся дальний, дальний. И вот здесь один на крыше. 85% точности у противника. 100% крит по Соколику. И... Не убей, не убей, не убей. Промахнись, промахнись, промахнись. Промахнись, промахнись! Промахнись! Критическое состояние. Срочно нужно бежать випом. Бежать випом просто, чтобы... Ой, твою ж мать. 87 стреляем. Три хода у нас есть. Убилин. Так, пробегать випом сейчас или не пробегать? Пробегать, чтобы в один ход. Отсюда добежишь? Добежишь. Там овервочи будут. Я за один ход туда добегу. Сниму только одного. Или подождать один ход. Так, как только я пробегу сюда, скорее всего, появится Тэнгмен здесь. Если кто и там. Три хода. Три хода. Думай. Можно подождать один ход. Тогда у нас будет овервоч. Женька может снять одного. Тогда, когда он упадет. И тогда у меня будет больше вероятности... Я могу випа, в принципе, за полное укрытие. Но это все равно один ход. Да, нужно ждать хода, пацаны. Сокол, держись. Так, все. Ждем ход овервоч. Побежали вперед. Сейчас овервоч Женьке. Она должна попадать. Блин. По данным разведки, к вам движется противник. А, один? Если один, то хорошо. Главное, чтобы эти не упали еще. Где овервоч у тебя? А, вот овервоч. Один ход, сокол, истечет кровью. 96 меткость. Ну, это все в твоих руках. Давай. Слава тебе, Господи. Побежали, побежали. Добежим. Добежим. Не через дым, может. Там с запасом. Соколика спасли. Капец миссия как обернулась. Блин, они мажут. Этот флангует. Эти вообще двое появились. Вообще непонятно как. Получили этого. Потеряли двух леммингов. Ранение серьезнейшее у сокола. Женька возвращается. Два левелапа. 30 дней. Он может к поезду не прийти. Хотя и целительный мед. Лед. Мед. Мьет. Господи. 98. 7 меткости дали Женьке. Шикарный снайд. Ой, это соколу. Блин. Сокол. 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 А Женечке 96. 104. О, шикардос. Шестерочку дали. Может сапресс вообще взять? А наша сапрессить может тоже издалека. То есть она любого человека может... Ну, парализатор я редкий, но и он еще есть. Надо подавление попробовать. Сапресс хорошо зайдет. Сапресс на сами перечушь. Отлично. Далее двух ученых. Далее двух инжеев. У нас 7 дней Дмитрия Михайлов. Джанго. Берем 70-75. О, тут особые штуки есть. Ракета. Может мастер ближнего боя взять Хэвику. Но он всегда впереди. Мимо него могут пробегать. А у него меткость хорошая. Все равно мне армор не поможет. Да, мастер ближнего боя. Осколочная. И все-таки... А, нет. Низкий силуэт, скорее всего. Хотя палач тоже хорошо. Особенно с мастером ближнего боя. Да, эти низкий. Жесть. Короче, смотрим. Школа офицеров. Два дня. Надо купить новых леммингов. Точно. Мне нужны сейчас бойцы как никогда вообще новые рекорды. Беру шесть человек. Да, и против крисолидов тоже хорошо. У нас четыре страны вышли. Три страны на подходе. Но будет террор еще в этом месяце. Может попадем террором в Индию, Мексику или Бразилию. Ну, главное террор не завалить. Все очень плохо. Сейчас школа офицеров доделается. Так, а что по модулям спутниковый? Надо модуль спутниковый ставить. Мастерская же мне не нужна уже. Восемь инжей. Ну, как сказать. Тебе нужны инжи. А ты успеешь вообще? Десять инжей-то надо дыбать. Не могут инжей дать из-за миссии. В конце месяца могут дать. Но это может не хватить. Ох, мне нужно сейчас мастерскую пытаться-пытаться сфоставить. Но я не могу из-за электростанции. Может лабы снести? Лабы надо сносить. Потому что я не могу не успеть просто. Ну, смотрите. Мастерская строится... Во-первых, энергии не хватает. Я неделю сейчас теряю. Блин. У меня там лучевое, конечно, делается. Но у ученых и так много. Короче, сношу я лабу. И строю мастерскую. На 20 дней, кажется, строится. Да. 20 дней. Успею ли? Модуль еще 20-ку. Могу не успеть уже. Не успеваю, скорее всего. Если мне не дадут NJ на миссии, то все. Хотя какая разница? Я же могу купить сколько угодно, запускать-то мне не нужно все сразу. Да, лаба рип. Зря я ее так. Мастерская мне, получается, не нужна. Потому что модуль спутниковой связи второй мне тоже особо не нужен. Именно вот. Да. Взял с нее слабо. Ладно, ждем школу офицеров. Новобранцев. Так, школа офицеров у нас со скидкой. Сразу расширяем размер отряда до 5. Целительный йод, чтоб сокол. Еще размер отряда до 6. И бонусную экспу хочу. Опытный убийца. Ох, какой сейчас баф идет. Личный пример, потому что дешево. Класс. Теперь осталось бойцов прокачать. Сейчас террор будет. Дмитрий Михайлов не успеет прийти. Я пойду на террор с двумя офицерами, четырьмя леммингами. Капец. А соколик как был 29 дней, так и остался. Потому что перка нет. Террор до леммингов. Австралия еще. Австралия, я могу Индию спасти. Если спасу больше половины народу, тогда выйдет только две страны. Это очень хорошо. Блин, один снайпер, один хэвик, четыре лемминга. Это ж капец. Ай, твою ж налево. Причем в лемминге там все посредственные. Чуть-чуть с леммингами не успел. Один день. Выбираем четырех лучших из этих красавцев. 57, 55. Что это такое? 41, 55. Капец. Такое дно. 59, 65. Неплохо. Точно это выберу. 33, 60. 53, 55. Ой. Такие донные вообще люди у меня. 39, 60. Все ниже среднего. Все. Все. 57, 60. Это последний, да? А, нет, 35, 65 еще есть. Отличный способ прокачать четырех леммингов. Никчемных причем. Абсолютно никчемных. Ну за что? За что снайпер там? За что? Бобер не успеет выйти. Мне придется поезд проходить с одним снайпером. И с леммингами. Это такой провал. Так, у нас там будут кресолиды. У нас там будут летуны. Это первый террор. Три пака. Скорее всего пак кресолидов. Два пака летунов. Немного. Может быть действительно гренками заспамить и все. Еще шесть леммингов непомеченных. Да ладно. Что, пришли что ли? Ой, лемминги еще есть. Слушай, тут есть толковые. Ну, в смысле не толковые, а... 55, 60. Да. Есть, есть, есть. Анастасия Соловьева. Анастасия Соловьева. И Занг, конечно, будут один-двумя ракетами. Другая не промахивается. У Женечки точность классная уже. Как вы видите, 114 со скоупом. 68, 104. 68, 168. 104. 114 со скоупом. Ё-моё. Занга тоже меняем. Делаем его желтеньким. Это увеличивает точность попадания ракет, как мы знаем. Примерно на 5%. И... Ну, выбираем. Нам на самом деле нужны 65, 60 с нормальной моралью. И все, наверное, с гранатами. Что с теми же самыми кресолидами с такой точностью не справятся. И они должны вперед бежать. Просто для того, чтобы и снайперу вижен давать, и хэвику на рокет подсвечивать. Поэтому гренки, гренки, гренки. Ну что ж, террор. Еще раз. Террор у нас в Австралии. В Австралии у нас 3 региона, да, получая? 4 региона. Но Китай уже вышел. Мы... Если мы миссию выполним, хотя бы одного спасем, то мы не потеряем Австралию, уже хорошо не проиграем. Если мы спасем больше половины, то мы спасем Индию в этом месяце. И это очень было бы здорово. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что против 3 паков, зависит от карты, конечно, но только с 2 офицерами и 4 леммингами, будет крайне непросто. Штрафбат. Да-да-да. Сколько на терроре волн? Да здесь это первый террор, здесь 3 кресолида и 2 пака по 3 летунов. То есть в теории как бы 2 ракеты, половины уже нет. Ну и снайпер там постреливает. Плюс лемминги. Числом должны взять. Полетели. Сейчас пойдут бонусы по экспе. Увольняем, ну в смысле убираем непроверенных леммингов и начинаем ставить. Начиная с топа. 59-65. 45-60. Ладно, 35-65. Не хочу я брать 55. Все равно мораль увеличивается сильно. Короче, беру 33-60. Ну чушь вообще, чушь! 39-60. Лучше нет? Лучше нет. А, нет, в строю. 55-60. Час богом. Так, у Хэвика что еще раз? Мастер ближнего, 2 ракеты, силуэт. У Женьки кажется фигня, да? Сапресс я взял, который типа не работает. Ну у нее уже 7 очков здоровья, молодец какая. Сила воли. Красавица. Вике написано, террор не может быть странен с уровнем паники 5. Сам я тоже не встречал, так что проигрыш террору это гуф. Я понял. Может все-таки в лонгвор поиграешь, шанс пройти те же, но лонгвор хотя бы интереснее. Лонгвор я точно не пройду тупо по времени, потому что в него надо играть, ну, месяц. А у нас XCOM 2 в пятницу следующую выходит. Этот не пройден, как бы и не факт, что я успею его пройти. Еще в Tomb Raider купленный, хочу поиграть, потому что красивая вроде с высокими оценками игра. Поэтому, слушайте, а Хэвику-то можно взять и Скоуп тогда. Бонусов по ракете у него нет. А есть мастер ближнего, и он сам по себе стреляет неплохо. Он все равно рокеты-то будет закидывать. Четыре гранаты есть на страховку. С Богом. Так, где мой блокнот? Каждому леммингу по килцу записать это обязательно надо. Ну, конечно, задача минимум просто... Есть несколько задач. Первая задача минимум это спасти одного мирного, как бы и так не проиграем. Вторая задача это спасти больше половины мирных. Тогда мы страну еще одну спасем. Задача третья при всем при этом, ну, как бы это параллельный челлендж. Это всех четырех леммингов дать как минимум один киллз. Тогда у меня, по крайней мере, будет выбор. Может, там толковый штурмовик. Пофиг на точность, но у него там будет, например, много коходов или высокая мораль изначально. С Богом. Я не помню эту карту. Ёперес, это я сразу спулинг пак. Так, я предлагаю туда рокет закинуть сразу. Я вижу одного, но он там не один, скорее всего. Давай пересмотримся. Это пак летунов первый. Надо хотя бы по силу этому видеть. Снайпер же. Если снайпер, то двое других разбегутся. Но они по одному не ходят. Давайте выстрел из РПГ. И понеслась. Они должны быть все более-менее виженем. Только на первый ярус. Постарайся попасть туда. Вот так вот. Минус один, а двоих не спулил. Ну, в смысле, спулил, но не достало. Капец. Рокет профукан. Ну, снайпер с общим видом, понятное дело, видит. И, скорее всего, убьет и должен убивать. Раз. Женечка, давай. Молодец. Лемминги идут. Черт, сейчас еще один пак. Если с пулю будет трэш. Снайпер сходил, этот сходил. Забивать ход намеренных или не забивать? Одного надо все равно подвести, потому что тут жесть. Спулил пак Ресолидов. Капец. Это жесть. Правда, один далеко, второй на крыше не успеет. Один только близко. Надо гренками сейчас закидывать. Лемминговскими. Твою мать. Ну, как так-то вообще? Ну, я же стрик... Ну, там за... А-а-а! Тут либо три гренки, либо мы... Три гренки на одного Кресолида тратить. У нас четыре лемминга, так что мы можем... И проверить, и кинуть гренку. Гренки закидываем как бы сверху. Блин, снайперы могут гуфнуть. Ну, вообще, есть более приоритетная, конечно, цель. Так этот страхует, да? Ладно, вы кидаете две гранаты. Не надо было стенку убирать. Сейчас еще третий пак увижу, блин. Это еще одна ошибка. Соберись! Два. Третий стреляем. Если не попадаем, не убиваем, то... То еще одной гранатой накрываем. 69. Давай, Соловьева, Соловьева, прошу тебя, давай. Ну! Я молодец. Соловьева киллс. Соловьева плюс. Ох, тебя можешь подставить. Под летуна. Да надо подставлять лемминга. Снайпера терять. Это глупо. Надо. О, хорошо. Так, один кресолит сверху, убил мирного раз. Второй далеко справа убежал. Он точно не добежит. Убивает второго мирного два. Летун подходит. Что? Что-что-что-что-что-что-что-что? Нет, не стреляет. Отлично. Это под снайпера. И он еще сел. Это изи. Ну, как изи. Без крита, но... Но попадаем Женькой. Четыре хита. Так, Хэвик, пока жди. Лемминги, ты видишь, да? Тебе тоже надо убивать его. Может быть, имеет смысл подойти к кресолит сверху. Мне это расстраивает. Но там есть еще один мир, но он привлечет внимание. Не, надо сначала этого попробовать отстрелить. Не пули, а следующий пак из Летунок. Это фейл. Да, не то слово. Ой, сюда опасно уже подходить. Ну, что опасно? Там мирный есть. Может, надо убивать. Соловьева пытается еще одного убить. Умница. Повышение. Так, кресолит сверху. Это был последний Летун из этого пака. Пулить пока не буду, потому что снайпер отстрелялся. Тихо, тихо, тихо. Два кресолида. Пак Летунок еще не забываем. Надо подходить направо. Кресолидов убивать было. А вот он. Овервотч Занг. Мимо. Не должен добежать. Но если добежит, то до Лемминга. Еще Овервотч от Лемминга. А может, это добежит? Не, не добежит уже, понятно. Хорошо. Оф, да блин! Это плохо. Тут зомбарь. Стоят. О, уже зомбарь здесь. И здесь зомбарь. Слева пак Летунов. Так, теперь внимательно. Во-первых, могу ли я шедером накрыть этих двоих? Могу. Скорее всего, так и надо сейчас сделать. Зомбарь не дойдет, но по кресолиду мы там нормально не постреляем, насколько я понимаю. Хотя, 100-100. Постреляем. А если что, мы туда гренку закинем? Вряд ли, конечно. Не, закинем. Так, давай по последовательности. Кто кого видит? Видит снайпер, видит хэвик. 85 плюс крит. 75. Крита нет, но гренка... Давайте гренку одну кинем. Леммингом просто. Тот, кто не видит, как раз отстреляется. Хорошо. Кидаем гренку, снимаем укрытие у кресолида, дэмэджем и того, и второго. Спасаем, получается, мирно. Увеличим вероятность попадания хэвиком. Давай. Оп. Молодцы. Зомбарь менее приоритетен. Хэвик лучше на овер, как, в общем-то, и снайпер. Поэтому желательно пытаться снять... А, ты видишь только этого, да? А ты видишь и кресолида тоже, но меткость хреновая. Так, тебе имеет смысл? Может, еще одну гренку закинем, а? Особо не поможет. Вообще поможет. Она все равно не видит никого. Кидаем гренку. Так, теперь пробуем леммингом добить кресолида для начала, да? 55. Митчелл. Ему тоже киллс нужен. Красавчик. Пробуем. Пробить вторым. Тоже кресолида, а не зомбаря. Да вашу же дивизию, ну... Придется стрелять снайпером. Сто процентов кресолида в первую очередь. Молодец. Хэвиком надо мочить этого. Ну, 85, как бы, стопроцентный крит. Стреляем. Два хита. Но этот не дойдет. Ну, что там дальше? Ну, что там дальше? Там еще один кресолит и пак летунов. Одна ракета есть еще? Нет, у меня одной ракеты. Нет, есть ракета же. Так, зомбарь идет. У него четыре клетки. Раз, упал. И сейчас подойдет еще. Вот на нем мы сейчас прокачаем одного из леймингов. Стоять, стоять, стоять! Фух. И кресолит, да? Нет, еще зомбарь. Блин, надо мирных спасать. Что-то у нас там мирным-то, а? Еще зомбарь. Капец, я уже, кажется, мирных-то насливал всех. Нет, всего четырех убили. Не так плохо. Но надо пулить. Надо пулить дальше. Несмотря на то, что здесь типа народу много. Надо пулить кресолида. Брайант стреляет. Раз. Брайант получает киллз. Запишу. Бриант. Снайперу бы еще перезарядиться. Да и хэвику тоже, блин, перезарядиться. И рокет у меня есть. Надо увидеть кресолидом. Подходить сюда, блин, опасно под зомбарей, а? Ну, они не дойдут. Но я, если подходить буду, это рискованный ход. Да мирный-то понятно, это сейчас не до него. С этим тоже все понятно. Обзор хреновый у хэвика. А давайте хэвика подведем. Потому что, во-первых, надо пулить. Во-вторых, ему нужен рокет. О, видит третьего. Кресолида увидел. Отлично. Снайпер видит кресолида? Видит, кажись. Шикардо. С критом, давай, 100%. Давай, убей его просто с одного. Два хита. Русская рулетка. Твою ж налево. Так, а сам что, по кресолиду как? 75. Этот до тебя дойдет? Блин, может ведь дойти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, не дойдет. Так, зомбарь дальний, пофиг. Зомбарь ближний, возможно, не пофиг. Учитывая то, что я леммингами вижу только... Только ближнего я и буду стрелять по-ближнему. Такие криты несерьезные, капец. Вот и думай, в кого, блин, стрелять? В кресолидах, эвиком или в зомбаря? Кресолид-то не добежит. А этот опасно. Мне лучше этого добить, наверное. Но кресолид может просто убежать. Он, у зомби, что, 4 плюс 4? Он никак не добегает. Лол, подойди, убей крысы. Лол, там может быть пак летунов. Лол. Тут бы ход еще на перезарядку, капец. Но если он доходит, он убивает меня. Стрелять кресолиды уже. Ну хорошо, давайте. 75 кресолид. 4 хита, неплохо. Но главное, мы его и подспулили немножко. Он сейчас сюда побежит. Скотина. Надо было по зомбарю стрелять. А, он не туда пошел вообще. Тогда забиваем. Надо за этой крысой бегать с леммингом. Чтобы снайпер его увидел, снял. О, летун и там, оказывается. Я понял. Так, снайпер пока не перезаряжается. Погоди. Кайтануть, может быть, а? Дальний слишком уже серьезно подошел. Хэвик тоже ж пустой. Капец. Так, надо всеми от этого отступать и отстреливаться. Но так, чтобы точность не снижалась. Здесь на пару клеток отходим. Раз. Стреляем по ближнему, естественно. Снайп может пистолет, если что, добить. Отступаем 2. Новаку нужен kills. Хороший, Новак плюс. Новак плюс. Здесь отступим, скорее всего, перезарядкой или на раз... Нет, перезарядкой. Тут точно перезарядкой. Тут точно перезарядкой. Тут отступаем и перезарядкой. А потом пойдем по правой части искать крисолиды и пак летунов. Леймингом только обязательно. Отравлением. Это еще один крисолид. Они мирных валят. Блин, эту крысу надо было ловить, конечно, вторую. Один хит пистолетом добивать. Но мне сейчас как раз важнее, чтобы снайпер был фуловый. Я не знаю, что там ждать дальше. Так, ну тут крит понятно. Тут фланг тоже понятно. Ну, понятно-то понятно, надо убивать. Блин, их 18 человек надо спасти. Не больше трех надо отдавать. Короче, надо бежать сейчас леймингом вперед. Бежать леймингом вперед. Легко сказать, да? А, слушайте, я могу поменять местами, так чтобы хэвик дошел сюда и очень много урона с крита нанес. Так, лейминг бежит вперед. И спулили по клетану. Может подрокет двоих? Рокет по двоим достанем. Не, погоди, погоди, погоди. У тебя зомбарь под боком. И не факт, что ты его убьешь. Снайпер никого не может, поэтому бьет зомбаря 100%. Хорошо, крит на 6, правда, только хэвик может отойти вот так вот. И очень много урона нанести. Но тогда он в следующий ход... Да, он так безопасен для хэвика. В том плане, что его не фланганут летуны. Ну и у него пушка, конечно, серьезная. Так, теперь подходим леймингами к летунам. Я вот не знаю, как здесь лучше действовать. Возможно, этого даже увести. Так, больше леймингов, богу леймингов. Обойти могут с фланга. Так, ну точно надо двигаться вправо, потому что слева врагов уже нет. Нет, справа остались зомби плюс кресолид, неубитый из первого пака и пак из летунов. По факту летуны меня не должны обойти, например, даже вот здесь вот. То есть никаким макаром. И я лейминга одного, даже может двух. Главное, чтобы здесь за углом кресолида не было, но я же заглядываю за него. Здесь можно сделать ханкер или тупо перезарядиться. Можно второго лейминга завести еще сюда. То есть смысл в том, чтобы в следующий ход у меня тут было много вижена, и я мог что-то сделать с... Короче, немного рискую, но ладно. Ханкер или уводим его тоже? Ну или перезарядка? Ну перезарядка Брайанту не нужна. Ханкер давай. Или подставить его просто под остальных. Давай ханкер. С богом. Так, так, так. Там дальше кресолит. Блин, надо больше половины спасти. Ох, времени нет. Здесь вроде поубивали они мирных. То есть здесь же кресолит все почистил. Есть, подходит. Тихо, 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 тихо. Есть, не выстрелил. Это первый. С боку, с фланга. И второй, давай под рокет. Вроде встал под шеддер. Ееееее. Сейчас взорвем двоих. Снайпер, правда, видит одного, но видит того, кого надо видеть. Этот флангует, в принципе, и флангует с меткостью 85. Овервотча я не наблюдал, в общем-то, и думаю, что надо найти где-нибудь гренку. Ни у кого гренки нет. Что делаем? Шеддер, фланг. Здесь тоже фланг. Снайпером снимаем верхнего. Да, шеддер, рокет, кажется, лучше всего здесь зайдет. Да, давай так. Только по этому не попасть. Ну, хотя он так гарантированно убьет одного летуна. Ну и чего? Не, лучше, чтобы шеддер и... А, машину взорвет. Точно, да. Это же ракета, а не граната. Мы сейчас сразу двоих убьем. Главное, попади. Красавчик. Да, рокеты же взрывают машину. Шикарно. Сейчас я, наверное, не буду испытывать... Хотя, кто у нас там остался из Леммингов? Соловьева плюс. Митчелл не получил киллс. Но он при всем желании, на самом деле, не получит. Так что не будем выпендриваться. Снайпером с повышенным критом 96% пытаемся снять. Хорош! Остался Крисолит. Мы за ним потихонечку пойдем. Потихонечку ли. Да не, не потихонечку. Побежали. Надо мирных спасать. Где он? Ёпар, СТ на крыше. Ничего, он не успеет дойти. Ну, я предлагаю Леммингов... Вообще, можно пострелять Леммингами. Тем более, спасти рядового можно Райана. Тем более, у него кавера нет. Сколько у нас траев? Раз, два, три, четыре, скорее всего, даже. Побежали Лемминги в бой! Ой. А, это зомби. Все, забей. Это остатки. У нас четыре попытки по 50%. Это практически 100%. Так, я вам скажу. Так. Митчеллу нужно стрелять, да? Ну, попробуй. Попробуй 55. Давай. Тебе... Дурында, ты тупая. Пятьдесят. Брайант. Блин. Пятьдесят. Ну, убейте его! Да вашу ж мать! Извините меня. Последний остался. Пятьдесят пять. Ну, ребята! Еее! И повышение! Ааа! Так, кажется, это последний вообще зомбарь. И мы, кажется... Тихо! 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 Не надо рано радоваться. Это женщина-зомби. Ой. Так, снайпер не видит. Хэвик не видит. Но Хэвик может подойти и увидеть на язычах. Занга подвожу раз. Тут... Да, просто релот. А чё снайпер-то не видит? Подойдем. Перезарядимся. Тоже перезарядку. Вот так. Чуть назад. Стреляем. Сто процентный крит. Молодец! Хэвик 85. Стопроцентный крит. Да, давай лучше вот так вот. Соловьева получила повышение, но здесь лучше стрелять. Умница. И Хэвик добивает, скорее всего. Молодцы. Так, кто-то еще? Еее! Спасли 12! Сейчас паника. Мы спасли целую страну сейчас этой операции. И никого не потеряли. Ни одного ранения. Все... Ммм... Ммм... Ваааааа! И Женечка апнулась, снайпер. Ооо... Плюс 8 меткости. Опять мне военврач рекомендует брать. 122 меткости так саппорт штурм тяж саппорт окей соловьёва плюс 5 плюс 5 до 4 аптечка у него же еще дополнительный слот и как раз коп можно умер а сперта поддержал и гасима сумма 11900 рублей ничего не сказал при этом еще странным эксперта спасибо тебе за саппорт это уже третий саппорт за серию трансляции x-ком мы кстати сегодня двери поставили приобрели двери поставили ну а чего там 15000 за эту дверь и двухстворчатую как бы две трансляции по x-ком и все хорошо все отлично поэтому спасибо за саппорт бобер хату улучшает так хэвик отлично саппорт ладно бог с ними ну хотя бы кто-то появился австралия успокаивается на на 3 и уровень паники снизился спасли спасли индию смотрите спасли блин это шанс реально хороший трой так не за фейли миша миша не за фейли лучевое сейчас подвезут через недельку начала следующего месяца подтверждаются наши худшие подозрения чужие не только похищают людей им нужно что то еще так но я думаю что надо ставить эту электростанцию вторую на всякий случай потому что сейчас это вопрос 120 эта фигня но может понадобится резко на что там не знаю на что правда но я лучше построю электростанцию но на модуль спутниковый нужен понятное дело там будет лучше так сделаем а теперь вспомни как продала бы это стыд чертов стыд выдаем медали одну медаль никогда не паникуют если ранят женечка давайте тяжем это основа нашей наших войск китайцу далее скоро вернется с него нет не скоро вернется сокол сокол к нам не вернется блин 28 дней скоро вернется дмитрий михайлов мне нужен снайпера второго не будет ни на поезде нигде это очень серьезная проблема новобранцы сейчас придут один день так новобранцы давайте талантливые толковые ну 80 43 75 раз 3770 тоже так неплохо дайте 80 очка нет больше не дали 70 75 их надо проверить рутоны поддержал ваш канал на сумму 100 рублей шкаф то выкинул половину шкафа но уже все этот мы разбираем еще кусочек и уносим туда картину скорее всего русбрейновскую вешаем на видное место до избавляемся потихонечку от лишнего хлама который тут от прошлых хозяев остался лучевое 6 дней сообщение от совета может быть кстати еще хотя нет сейчас в этом месяце миссии кажется не будет уже лист готов дмитрий михайлов вернулся ой красавчик дмитрий михайлов циклоп такой он шикарный посмотрите 30 киллсов но даже не важно что у него сила воли 90 не важно что у него там 87 точность не важно что у него там киллсов как у половины команды но не половина я утрирую как треть всех киллсов главное вспомните какие подвиги он совершал как он выживал какая воля у него была вообще к жизни как он одной гранатой четверых убивал это было все очень круто сейчас у него ракеты дополнительные гренки опасная зона ракеты прям будут мочить очень круто и они на пару с китайцем короче зангом будут составлять основу тяжелой артиллерии экскома так генератор готов так но мне соответственно нужно в следующих миссиях понимать что ну во первых смириться с тем что на поезде у меня будет только один снайпер и играть два тяжа снайпер и кто-то из новичков проверить двух новичков на ближайшей же миссии лучевое оружие но это как раз новичкам можно будет винтовочки пораздавать здесь я наверное все-таки возьму и быстро сделаю материалы пришельцев для того чтобы хотя бы армор быстрее подготовить там толковый комментарий был от товарища к записи и я во многом с ним согласен что с такой связкой когда у тебя два тяжа два снайпера и пара на саппорт тебе лучевое оружие так быстро не нужно просто потому что основная ну во первых тебе винтовки снайперы сразу не возьмут снайперские хэвики дэмэджет ракетами ну лемминги из винтовок попадают не точно но к этому же моменту можно все ходить броню вот поэтому логика абсолютно правильная то есть после скопа если будет когда будет следующий трой я после скопа сразу буду в вармор сообщение с советом минус две страны один инженер к сожалению вышла из состава совета крайне неудобное положение да ты что я не могу винтовка сделать тупо из-за отсутствия инжей капец сделал лазерное оружие ничего с этим не сделать сейчас будет конечно миссия на возможный инжей я их могу взять и не забывайте по алекснр спрашивает миш как затащил террор по красоте просто по красоте спас 12 из 18 человек с четырьмя леммингами ну женька и тяж тащит так денег мало но это проблема решаемая две страны выйдут будет гуф но именно в этом месяце будет поезд будет дредноут и будет соответственно запуск спутников закупка что самое главное и запуск этих самых спутников мне нужно построить желательно модуль спутниковой связи следующий вот здесь вот но я не могу его построить что бабло нет сплавов много трупы пока бесхозные блин или один модуль оставить ниже двух спутников то хватит а я могу сколько угодно спутников закупить давить вне зависимости от модуля спутниковой связи вопрос только модуль спутниковой это назад на запуск влияет правильно спутники строится 10 дней проверяли уже модуль спутниковой 20 дней за последнее время мы несколько закупать сколько угодно тогда не обязательно пока модуль строится 28 дней и речо поддержал ваш канал на сумму 135 рублей сижу на работе ям филе топор чини пью шапокомань смотрел стрим хорошо быть шеф-поваром иногда все таки пека ох поздравляете у тебя там пиршество просто и и вкуса и развлекухи завидуем шеф-повар прикольно будет в гости сходить как-нибудь он точно не плюнет мне блюдо 28 же модуль еще раз повторю модуль мне реально 2 не нужен скорее всего хотя может быть и нужен я этого не знаю и знать не могу потому что это зависит от того куда пойдет короче надо строить модуль насколько он там 250 прям горит гуфает без спутников не будет денег в чем здесь нужен тебе одного спутника не хватит модуль не построишь нужно 10 инжей блин же это нет это оборудование придется отдать ученым чагов что ли то не сейчас секундочку потому что это у меня дропы для дропов нет бомби поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сижу в труселях и зря на ты ем печеньку и чем хорошо смотреть стрим выходной века тека тека тоже счастлив человек чего все отлично короче одного инжа не хватает на модуль и это беда я могу из-за этого проиграть дайте мне инжей не успею уже 18 дней сокол на дредноут успеет на поезд нет а вот и инжи значит великобритания аргентина или нигерия точно великобритания потому что паникая на эти можно вообще забить потому что мы там террор подавили так теперь сверх внимательно ты должен взять двух новых леммингов раз ты должен взять старого второго тяжа не второго тяжа а дмитрия михайлова причем не просто его взять а поставить главным главным командиром этого отряда женщина снайпер здесь два хэвика есть далее у нас идет идут два перспективных лемминга а чё хочу от них получить я хочу тех же самых саппортов штурмовиков пофиг главное чтобы них точность была повышен и выберем с наибольшим количеством киллсов из уже прокачанных товарищей значит либо новак два киллса два киллса соловьёва 1 0 0 0 0 значит новый кликс или соловьёва для начала саппорт или штурм вообще полезнее мне ну по стилю саппорт они штурм плюс она по морали чуть получше плюс у нее хп больше я ей уже дам блин у кого медикит убили что ли медикит похоже что убили медикит тихо 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 нам говорят что я в долгах как в шелках и если что-то с этим не сделаем то следующий месяц гуф я и так знаю что я могу быстрее гуфнется значительно еще у снайпера вы помните меткость такая что может быть имеет смысл ей тоже взять аптеку вот посмотрите у женечки меткость 102 112 плюс 10 но по способностям есть соответственно военный врач и разгрузка то есть она может четыре раза лечить но эти плюс 10 дают есть стопроцентно на полу укрытие повышают где-то на треть точность по фулл каверу я бы еще подождал по крайней мере одного level up а потом ей медики дал бы на поезде штурм полезен с ранен ган полезен то полезен там всего его очень сидят ты можешь этим штурмовиком там полезен штурмовик с ранен ганы молниеносными рефлексами вот с этим я спорить не буду а так там сильно не побегаешь если будут люди стоять ладно пока оставлю скобу женьким соловьёвой вроде как нужно продолжать же качаться и по идее сейчас должен максимум усилий вложить прокачку леймингов поэтому аптечка этому не способствует даже обычная гренка она полезнее бывает ну из или скоб соответственно поэтому нет 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 ее качать не будет пусть она будет с аптечкой потому что мне три лейминга то может быть саппорт более более классный я имя комплект а вот трем другим ли двум другим леймингом гренки до дмитрий михайлов с гранатами потому что баф по этим занк с скоупом потому что у него тоже две ракеты он мастер ближнего боя лейминг 43 75 лейминг 3770 покелсу боссу и макхубе штурмовика убираем ставим соловьёва почему и не брайанта взял из-за одного келса тут плюс 10 этого были брайанта надо брать сейчас еще ребят тут как бы лучше лучше не торопиться лазер келеминга dng нет какие лазерки после этой миссии лазер гели так у нас 3 х и к счастью нет извините брайанта до брайант лучше ну вот и мы и возьмем медикит да и скоби 3 михайлов не перк на over макс репост так у него перка на гренке есть а он на овере в общем-то и не мажет ну то есть чего там хотя разница между 87 и 97 и конечно фатальная то есть он принципе мазать не будет плюс него опасная зона а что еще за миссии то будет у нас нас третий месяц ох третий месяц третий месяц да это то же самое на самом деле то есть те же летуны и те же стимены мутонов еще рано пока до мутонов да не пусть лучше будет так тут и гранат больше и сила воли 90 до дмитрий михайлов вообще причем он столько ранее на получал он так тащил девятой части предыдущие это просто жесть и так есть три офицера есть подкачавшийся первое звание получившийся саппорт два типа перспективных лемминга но лучших из того что у меня есть к сожалению с гренками импо келсу импо келсу тянуть ли дальше брайанта саппортом принципе его характеристики меня устраивает наверно брайанта нужно дальше тянуть но остальные все на страховку о по 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 сейчас посмотрю по званию проще всего китайца сейчас прокачать а потом уже дмитрий михайлова на следующего звания жене уже точность особо не нужна вот она как раз на страховку должна работать кибердиски не нет кибердиски вроде нет перекачать третьего хэвика да нет у хэвиков я думаю вполне вполне хватит так дима михайлов только элементы брони меняем чтобы защита увеличилась без сокола не то конечно хорошо что он в принципе выжил так чрезвычайная до 4 пока мобов чем бы лемминга в танками не заменить да я думаю о мобильности и о поезде сейчас там хэвики хэвиков 2 вполне достаточно там как раз нужно брать чем-то мобильным дымами может быть даже раном ганом все-таки 2 хэвика там перекрывают в направлении нормально тем более я не смогу леммингом я смогу лазерные винтовочки по надавать особенно точным со скоупами могут тоже зарешать поехали зачем метка здесь чтобы укрытие простреливать гарантированным полуукрытие гарантированное и увеличить на треть вероятность прострела full cover поехали всем добрый вечер у нас продолжить 10 части xcom и ними в дым максимальный уровень сложности максимальные галки это хорошая карта для снайпа хорошая карта для хэвиков все ну только экшен начнется сразу же скорее всего да это по эту карту я помню самая хреновая что вот здесь вот есть такой для снайпера что есть такой эскаватор который будет частично вижен перекрывать туда конечно вот к нему нужно поставить хэвиков но вот куда уводить снайпера для того чтобы он нормально стрелял скорее всего куда-то сюда или оставлять его просто на месте тогда он будет видеть все что прямо с неплохим углом но правую часть не будет закрывать и так лемминги потихоньку подходит вперед там 4 пока народу много карта очень маленькая сейчас подходит только лемминги с богом хэвики отсюда простреливают половину карт вообще там дальше если меня к этой штуке пустят я никого не спулю так надо хэвика подвести вот так вот началом 2 как 2 туда же что делать не торопимся сейчас мы леммингом к углу проверяем 1 вторым леммингом к правому углу проверяем 2 можно конечно и тяжем сразу на случай если мы сагрим и можно хэвиком накрыть да давай точно никого это очень хорошо так может тогда снайпа подвести сюда но это сильно лучше не будет на самом деле подвожу второго хэвика но так чтобы не спулить никого лемминги далеко не отходят ты будешь слева до короче один хэвик налево 2 хэвик направо снайпера так чтобы сектоиды летуны по звукам сектоиды справа и слышал слышал летуны сектоиды так давай-ка мы вот так вот станем лучше спулил три сектоида хорошее начало два справа с медом один по центру но вижена нет снайпера тоже кстати стоит ли уходить леммингом направо наверное стоит даже если с полю справа не спулил еще так овер или ханкер ханкер или over вообще можно с оверами тут по не сюда не хочу давайте нет дымить тоже не хочу тратить и леммингов тоже не хочу отсюда подводить есть лучше ханкер сделать есть определенный риск овервочем для дмитрия михайлова в частности поэтому я лучше по ханкерю потому что так и вообще не рискуем только вот леммингом который там не очень но он по крайней мере для снайпера подсвечивает сейчас посмотрим кто кого бафает три сектои да это изи на 66 человек два хэвика рокет могут кинуть ага бафы центральный это очень хорошо то есть меня справа будет обходить да вот он подходит overwatch женечка умничка и макхуба макхуба попадает и женщина смотрите бам бам и все а потому что скоп есть потому что уверен что даже несмотря на штраф по овервочем двадцатку у нее шансы на попадание 102 процента блин почти как шансы единой россии на победу короче здесь товарища можно а вот я не уверен что можно я вот не уверен что можно в хочу вообще хочу я леммингом его увидеть либо одним либо вторым для этого просто стреляем 2 лемминг не увидит чё убьешь факт к может гренка подравняем пистолетом снайпер не хочу уравнять потому что ладно давай так я хочу расточительно конечно гренка но пофиг так я хотя бы с хорошей вероятностью фраг получаю леммингом и здесь где где он не разрушил ковр ладно не убьет брайан-то качаем пытаемся 55 но это так попал молодец а дальше два овервоча хэвиком и главный овервоч снайпом то есть там 3 остался 4 хита у него он должен высовываться подходит на овервоч дмитрий михайлов почти что без штрафов стреляет убивает нормально так не забывай не расслабляйся надо прокачать 2 леммингов ты пока ни одному ни другому не дал нормальные киллы следующее что хочу сделать это поменять позицию снайпа потому что из-за того что вот здесь находится повторяюсь этот эскаватор снайп не может стрелять должным образом поэтому я просто этот ход потрачу на подведение снайпера и на перезарядку частичную перезарядку другими людьми частичную чтобы если они высунуться хотя бы немножко встретить слева летуны и кажется они звука нет это сикеры потому что летуны сейчас был летун но я не уверен что это именно ней что леммингами подходим давай никого ок одного лемминга я сюда буду заводить одного справа тут карта в принципе вся такая достаточно открытая кажется сикеры там смотрим за угол тоже можем спалить никого опасные бегу хэвика одного подведу хорошее укрытие здесь подождем не высовывается ладно пулем не пулицем пуля-пуля не пулицем да у джана перк низкий силуэт забывая об этом ему-то как раз пофиг он может подходить под такие укрытия так я бы подвел хэвиков поближе потому что мне кажется тут да низкий силуэт хорошая штука женька стоит хорошо просто рокетами чем дальше продвигаются меньше вероятность что я рокетом достану а рокеты это все-таки достаточно универсальное средство борьбы надо их справа пулить леммингом чтобы они не заходили направо заходили налево так перезарядись пока есть возможность это было снайпером тоже перезарядиться там просто полу укрытием чаще 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 да все мы слышим смотрим до ее красоты как я их не вижу это вообще давай вот так вот пройдем до того же конец вот они два сикера скану мне нет поэтому постепенно сдвигаемся помним про то что они флангуют и стреляют еще лемминга слева надо тоже потянуть сюда ну первый ход они не подойдут конечно же вот сейчас сейчас мы можем их увидеть ну гренки есть все есть все нормально а вот они рядом с дмитрием михайловым но и смысле рядом с леммингом так давай тогда сразу это ультимативно прокачаем то есть гренка и гренка дмитрий михайлов только помню что машина загорятся и будет взрываться это даже лучше на самом деле потому что лучше эту машину взорвать чем потом от литонов страдать еще один лемминг ренко и двоих добьет это второй пак главное аккуратненько не торопимся сейчас повышение все дела бонус по xp обзрыв машины это контролируемое разрушение все в порядке готовность нам буду глядеть в оба ясно начинаю наблюдения бы тыщ возвращаюсь центр на этот растяжем лемминг на разведку на второй тяж тоже помогать подождем перезарядить еще два пака летуны и скорее всего еще пак сикеров летуны конечно как видите опаснее смотрим раз подходим до вас что может хэвик вообще сюда поставить вот сюда вот там фулл кавер отличный я буду достаточно близком ну понятно в общем правильно что дмитрий михайлов подвожу и второго тяжа сюда бы тоже давай может с поле теоретическим но нет отлично теперь леммингом подходим надо кстати каким леммингом мы получили два киллса да вот этой девочкой которой нет гранаты а где тот который вот макхуба макхуба не алё его нужно тоже подводить снайпер может не помочь мне здесь из-за машины может вывести левее скажем вот сюда даже да это будет полезнее дима вроде не сможет оттуда стрелять кстати да он не сможет выходить и кидать рокет вы правы поэтому его надо поставить вот на этот угол ну не его а второго тяжа а димку самого ну не знаю блин блин ладно вернись так хорошо здесь на позиции на позиции на позиции на позиции на позиции слишком много этот скачковался слишком слишком народу много но они там да из нормальных укрытий еще нет лемминг или сап лемминг поехали оп оп да как да вижу три летуна просто они меня не заметили ну снайперы видят я думаю что или подождать овера не я его вижу пак с пулицем надо стрелять снайпером пока есть такая возможность так а хэвик там пока они не спулились сможет выстрелить такой вопрос кажется он не достанет нифига так и есть на жаль ну давай женщин снайпер то можно грузовиком там и до него могут уже дойти минус один хорошее начало пак спулин поближе под рокет прям идут по крайней мере один то тут да два по по рокетам но мне же нужно попробовать леммингами пострелять правильно так босс девочка она уже получала левел ап но она может пострелять так чтобы снять хп типа и помочь леммингу второму ну и саппорта тоже можно прокачать ясно иду отдавать сейчас пацанов такая ошибка кстати если рокет промажет то это будет жопа извините извините блин реально они же не попадут ни хрена так давай ты хотя бы на дым оставишь себя так попасть рокетом попасть рокетом попасть рокетом в двоих изи молодец хорош и повышение замк как в общем то тоже и планировал потому что он отстает все вы ждите неудачники остался последний пак ориентировочно сикеров а нет летунов еще летуны так давай-ка занга сюда потому что у него низкий силуэт есть ему пофиг дмитрий михайлова пожалуй сюда лемминги пусть улыбаются работаем мне нужны келс и леммингом 2 одному по крайней мере нужны 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 как мне это лучше сделать пробежать за фуру о и 3 овервочи босс брайант и женечка 2 лемминга мажут а жене не пром а нет она может проводить на хит русская рулетка макумба ведь этот ответный огонь что ведет что не ведет так один овервочи двое там да шедер рокет достанет максимум по одному максимум женечка видит только одного меткость сто процентов бежать леммингами вперед и значит нарваться на овервоч до сюда хоть добежит кто-нибудь не добежит а нет из-за вот этих вот ящиков может добежать давай тогда сделаем следующим образом кто у нас самый да вот макуба который хотел вот беги овервочи не сработал уже хорошо мы заметили вторую цель далее в теории пробежать сюда мы не можем это будет овер хэвики достреливают ли по двоим достреливают по двоим убирают укрытие у третьего но убирая укрытие у третьего ты не уберешь у него овервочи где-то его просто убьешь так значит хэвик решает уже все проблемы если попадает вопрос только в следующем сможет ли как-то лемминг получить леви ляп ладно ты подходи тебе на увере не словит ты подходи тоже на увере тебя не словит так еще раз проверяем хэвик задевает ли дальнего они только укрытием задевает я видел дальнего до снайпер видит троих и так брайан 46 46 46 печально вообще вероятность попробуем довести пострелять чтобы босс следующий стреляет поэтому как лемминга вкачать только грянками вот я грянками прокачал а дальше смысла нет но макуба в любом случае не убьет либо оставить макубу женькой выстрелить она это же не убьет не факт что убьет и тогда классный урон ну 50 на 50 мыши убьешь неблагодарны это делом короче все решаем вопрос пробуем решить вопрос хэвиком главное не промахнись опять же я не понимаю по хьюстон у нас проблемы так тут full тут полу хэвика подводить не надо они сами подойдут прочего веру очень ребят надо было дым оставить сейчас будет леммингов убивать один хит окей это под рокет это еще по одному леммингу брает мой саппорт умирает блин девчонку которую качал типа так попытка номер два ракеты снять ну зато мы можем вот эту вот мамбу прокачать коля любит мамбу серёжа тоже хорош хоть одно звание получили снайпером добиваем не ну а чё рокет мажет 90 процентов и все возвращаемся смотрим на лавы лапы скорбим по усопшим ох ты ну саппорта нового этот капитан хэвик джан делаем ему конечно же ауе как дмитрия михайлову а снайпер макхуба снайпером стал который 70 к 74 но блин а босс саппорт очень точный 6 меткости дали еще ранение на пять дней медали обломки инжи африка паника ничего такого можем сделать короче смотрите во первых у нас появился не мы можем мы от помощи не откажемся мы можем либо купить пару-тройку винтовок лазерных либо построить модуль спутниковой связи который если строится 28 дней меня все равно не спасет по панике пока все хорошо ни одна из стран не алё но будет еще одна миссия которая может привести к трагичным последствиям запас есть в одну страну хотя если дредноут то нет там он не влияет на паник он просто мне типа даст бабла и возможно запустить спутник короче хрень получается пытаться ли делать модуль спутниковые люди не пытаться если он действительно строится 28 дней то рыпаться не стоит ладно в любом случае надо продавать пока трупом миссия совета только скорее всего поезд в этом будет что перестарался же также хватает 28 дней я не мог раньше построить из-за отсутствующих инжей ладно строим в любом случае да на будущее если она будет у меня так материала пришельцев скоро следует сам принципе можно что нас по бойцам ребят тяж тяж снайпер сокол 17 саппорт отдыхает и есть четыре новичка ну как новичка не со званиями надо брать штурма саппорта следующую миссию и скорее всего второго саппорта они тяжи давать им винтовочки возможно броньки делать сейчас будет миссия по панике медаль забыл выдать медали 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 две медали медали за городские к защите конечно же тяжу даем и крест боевого братства к меткости к меткости лучше дать одному из тяжей кто у нас с ответным огнем с ответным огнем у нас кажется занк я лучше перепроверю этот момент там мелочь конечно но приятно что не вижу я он мастер ближнего нет дмитрий михайлов видимо с ответным до приспособленец вот он да да почему снайп обкачать не хочешь на потому что у меня есть прокачанный снайпер который это момент когда я 2 ну две миссии фактически я с этим снайпером но получу я пару званий максимум и то если очень сильно постараюсь а соколик выйдет он выйдет вот вот такой вот 98 меткость без скоупа и вот с такими способностями сразу же я тебе общий вид и приспособленец и парализатор характеристики да можно обновить значит выдаем медаль дмитрию михайловым они подождите давайте соколику выданим он все-таки снайп да 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 пусть может вылечиться быстрее обновим характеристики и поехали дальше и также ничка 70 112 70 на двоечку и 112 на восьмерочку нефанда тащит дмитрий михайлов 64 80 90 87 давно не мне не обновлял 90 87 сила воли топовые да и точность для тяжа топовая зангу я кажется не могу изменить к сожалению а у этих были ли вообще апы после повышения собственно были 42 68 я беспокоюсь по поводу предстоящих миссий просто сейчас уже начинаю волноваться за будущее соловьёва 50 65 не точно не точно там босс довольно точный но по панике 32 81 это перспективный саппорт конечно пять дней то здесь я беру штурмаша получается рассчитываю на сапа здесь и выбирая между вторым сапом третьим снайпером или третьим хэвиком 3 хэвик стабильней но если например 2 сапа то лазерные винтовки будут работать тоже надо подумать митрий михайлов не просто жив он такой короче если вы смотрели вчерашнюю трансляцию это просто бомба там дмитрий михайлов в лучших традициях все пережил всех спас действовал как настоящий герой новосиба гордость просто гордость так ну 4 мая это месяц может быть последним поезд в середине месяца и дредноут в конце но до этого будет еще несколько миссий материалы пришельцев сейчас броньку будем до комплект надо брони можем делать главное это панцирная броня 48 дней 15 ученых будут пилить броньку в принципе можно дать особенно хэвику особенно дмитрию михайлову в отличие от занга у него хп маловато но у него тогда не будет гренок но тогда здоровье будет получше ладно давайте лучше до миссии там будет видно с богом о комплект 3 нжа дадут отлично 2 комплекта на броню на 3 нж где же не раньше с этими запросами то были капец на 3 нж какая халява и вот их уже 16 а было 8 начале месяца саппорт в строю средний нло средний нло средний нло сейчас в саппорта будем этого пытаться докачивать главное сбить сейчас этого с но вероятность не такая высокая попадай пять раз раз попал два попал три мимо 4 ой мимо 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 еще надо было короче он три раза попал я могу не сбить и он там много денег там экспо нужно не улетай не улетай нет нет улетает уже второй раз я пропускаю среднего и дала такой фейл сейчас поезд мы получили шифрованные сообщения царика ну что пацаны вторая попытка так хочется пересмотреть как там где они падают блин ну ладно плохо что у меня один снайпер к сожалению ой блин с тремя леммингами ти капец тремя леммингами этого снайпера даже брать нельзя сюда ладно достаточно точный саппорт которому дадим сейчас лазерную винтовку берем на новака штурмовика так давай-ка я лучше все сразу отсюда буду делать так я беру 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 соколик шесть дней а я беру саппорта раз винтовка штурмовику тоже лазерную винтовку дам вместо дробаша хотя крит у него хороший я подчеркивание к срауу я хорошим ваш канал на сумму 500 рублей миша все давай по новой шары пека до скеры пека блин так надо правильные правильных пацанов набрать то есть понятно что трое у нас идут клёвые женечка прыгает на крышу два хэвика начинают мочить ракетами налево и направо но каждому из хэвиков нужно как минимум по человеку но будет плюс один из-за отсутствующего второго снайпера соответственно маст хэв у нас сапп на 81 точность скорее всего дам я ему скоп и лазерную винтовку чтобы 91 стреляла бегала и стреляла вы в марк поддержал вашу на сумму 100 рублей миша вместе с женой желаем тебе успешно пройти поезд спасибо большое привет жене как читая волнуюсь ладно хорошо значит что мы помним мы помним что в поезде 10 ходов мы помним что транспондеры надо включать только тогда как ну то есть на одном ходу на полу ходит так скажем мы помним что падает мутон по скрипту как только минуешь центр пер все остальное это паки сингменов которые поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша дай бог тебе здоровья и здоровья твоей команде как не хочется связывать свое здоровье со здоровья команды если вы понимаете о чем я короче они падают по двое точнее мы они не падают мы их пулем по двое два слева два справа они находятся в более менее предсказуемых местах то есть я их помню в принципе эти места с нормальной более менее точностью на какую сторону ставить женьку налево или на правую с какой стороны больше справа просто сложнее убивать кажется их одинаково с левой быстрее появляются то есть overwatch быстрее сработает на втором ходу короче ребята я пойду справлю извините меня пожалуйста чё-то перед операцией надо подготовиться фотос поддержал ваш канал на сумму 100 рублей удачи миша поверь в себя очень страшный пека фотос поддержал ваш нам хорошо фотос поддержал вас и мы Продолжение следует... 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 Без медикитов? Блин, а зачем есть такой меткостью винтовка? Может, реально лучше штурмовику? Он, по крайней мере, да в тыл, если он забежит, он и так с дробаша попадет. Ладно, не жопся. Будем... Итак, едет у нас на миссию. Давайте уже на миссию определим. Поезд, поезд, поезд. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Значит, так. Санкт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Купил вчера в стиме с бешеной скидкой. Да-да-да, экскон. Там 300 рублей, что ли. Понял, что не хочу потеть. Лучше посмотрю, как это делаешь ты. Удачи. Да-да, есть такое дело. Короче, смотрите, план какой. Один тяж минимум. Жанк. Ну, китаец, короче. Идет по центру. Он плотный. У него 12 хитов. У него низкий силуэт. Он дофига на себя агрит. Но, с другой стороны, у него всегда есть возможность либо туда, либо туда кинуть рокет. Возможно, Дмитрий Михайлов будет идти тоже по центру, только чуть-чуть поодаль. Для того, чтобы и рокетом поддержать, но и при этом сильно не рисковать. Значительная часть пацанов пойдет по правой части. То есть, Женька выходит на крышу. Может, тогда ее на правую часть поставить? Там есть два угла, левый и правый. Если ты идешь налево, и ты просматриваешь всю часть слева, плюс еще одну клетку внутри НЛО-шки. Кажется. Если ты идешь по... Ну, слева лучше, Вижн. Не, она слева будет. Окей, Женька слева. Тогда и желательно кого-то в саппорт. Например, меткого вот этого с лазерными. А Соловьевы и Штурмаж пойдут справа. Там как раз укрытие, Штурмевыку там самое местное. Фух, блин. Блин, блин, блин. Чего ж так волнуюсь? Я знаю, почему я волнуюсь. Я просто помню прошлую миссию. Я помню вот эти вот часы успешного Трая, которые закончились на одной миссии. Саппы у нас будут... Саппы у нас будут ярко-розовенькими, скорее всего. Шляпах. Один снайпер ведет налево. Два тяжа. Идут по этому, по поезду. Пулят на себя. Сапп слева, сапп справа. Может на них накидывать дым. Но их могут травить. Их могут травить. Надо держаться на дистанции... Но не стоять вблизи. Третьего тяжа я брать не хочу, потому что у него... А, маленькая точность. Он на ход не сможет кинуть ракету. А это ты по маневренней будет, поточнее. Плюс еще пушка у него покруче будет. Но он стрелять может ход и выстрел. Нет, третий тяж мне не нравится. Он не маневренный. Тут нельзя такого... Ну, то есть это очень опасно. Чисто в теории можно штурмовику заменить дроб... Нет, у него точность хреновая. Пусть он с дробовиком, пусть он с гранатой. Второй сап с гранатой. Левый сап... В смысле сап со скоупом пойдет с левой части. В общем, как-то так. Это все? Это все. Приходим на полный ход сначала. Идем. Блин. Поехали. Поезд. Садимся. Летим в Китай. Там сейчас неспокойно. Так хочется записаться. Нельзя. Ой, господи. Как же все-таки сильны вот эти вот якоря психологические. Ты видишь и уже сразу боишься. Женька побежала раз. Первый ход на фул. Но единственный способ быстро доставить эти устройства на место. Воспользоваться пассажирской железной дорогой, которая проходит через весь город. Бэм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. При прохождении миссии с поездом, мне заспавнились три мутана, когда шел внутри поезда. Возможно пригодится. Не-не-не. Это ты просто нажимал на передатчики. Я не уверен, что сюда можно мне идти. Что они не спулятся. Хочется, конечно. Но учитывая то, что я снайпера уже поставил, я лезть туда не хочу. Поэтому я подхожу сначала. Я не нажимал, говорит Бим. Беда. Так, это у нас идет сюда. Эти сюда. Знаете, Жан низкий силуэт, я в курсе. Рискую уже. Не спой, не спой, не спой, не спой. Я понял про транспондеры. Какого хрена ты тут разговариваешь? Господи, ты сидишь, боишься, что там сигнал пойдет от эллинов, и тебе придурок в рацию орет про транспондеры. Иди к черту вообще. Бесит. Так, первый ход прошел без пула. Первый ход. Я на бумажке буду ходы записывать, и мне вот эти вот правый верхний угол. Я лучше после каждого хода буду писать единицу. Один. Так. Ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, главное, не забывай. Есть нулевой ход, и ты все успеешь пека-пека-пека, и даму тонны не страшно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас я спулю уже с правом. Ну, спулишь и спулишь, ты должен pulить, Вась. Сразу два пека. Один внутри, другой слева. Один на крыш. Блин, я слишком много на себя взял. Хотя эти подроки-то встали. Я, кажется, даже до них достану. По одному достану, по второму, кажется, тоже достаем. Как же они там встали? Кажется, он здесь. Но овервочи там нет, я же могу проверить. Более того, я должен проверять. Сапом пока на фулкавер. Видим? Одного видим. Плохо. Бежим или не бежим? Нет, не торопись. Миша, Миша, Миша. Ходов мало, но времени много. Подумай, оцени, посчитай клетки. Прикинь вероятность. Бла-бла-бла. Так, Женечка в последнюю очередь. Ей бы на овер. Один на крыше. Вот это опасно. Соловьевой, конечно, можно тоже подойти. Но она... Или все-таки эту дурочку подводить. Да, Вижен даст под второго. Я оценю правильно. Хотя она сама и пострелять уже с этой позиции может. Так, что я могу? Я могу подойти Хэвиком без низкого силуэта. Отличная идея. Он все равно должен Хэвиком подходить. Но не этим. Это же Димка Михайлов. Подходим. Смотрим, где второй. Второй вроде рядышком. Закроем, кажется. Закрываем. Отлично. Попади, попади. Занг, попади. Попади точно. Вот надо попадать. Все ракеты надо попадать. Хорошо. Записываю противников. Два. Осталось еще два. Один на крыше, другой внутри. Женька при визжении снимет, скорее всего, того, кто на крыше. Проходим, проходим. Вперед сапом раз. Пока думай. Дмитрий Михайлов. Может подойти и сделать ханкер, но могут потравить. Может быть, даже имеет смысл подойти и сделать... Подходить надо. Подходить точно надо. Вопрос только куда? Сюда. Женька, скорее всего, Overwatch. Тебе бы подальше подойти. Можно дым на штурмаша кинуть, чтобы по нему могут стрелять в следующий раз. И изнутри, и так. Да, дым мне вряд ли пригодится в ближайшее время. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Так, здесь Overwatch, здесь Overwatch. И все, да? Маловато, чтобы бить двух тингменов. Overwatch, е-мое. Тебя на овер смысл ставить нет. То есть, это выбор, либо ты подходишь, непонятно зачем. Ну, чтобы в следующий ход, типа, побыстрее пройти. Нет, дым. Дым. Они видели этого, они могут на него выйти. Можешь подбежать, Женька, и вдруг увидит на крыше. Так, подчеркивание, арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. С богом, пацаны, с богом, с богом, с богом, с богом. Давай, Overwatch. Чтобы не случилось, не оборачивайся. Оп, Overwatch. Женечка стреляет. И Дмитрий Михайлов, блин. Дмитрий Михайлов убивает, и Женечка еще контрольный. Одного хоть и убили, но верхний-то будет подходить по крыше. Это опасно. Особенно для штурмаша справа. Нет, Overwatch. Отлично. Ну как отлично? Это рискованно, но можно двигаться дальше. Нужно двигаться дальше. Так. Во-первых, у меня снайпер, который может выстрелить. Это раз. Там Thing Man на Overwatch, где-то вот в этом районе находится. На крыше. В теории, я могу его увидеть, подойдя к углу. Но к этому углу я лучше подведу Сапа. Потому что штурм может добежать и дальше. Правильно, правильно, правильно. Давай. Есть. Отлично. Он сидит на овере внизу. Не на крыше, стало быть. Спустился, да? Сидит на овере. Снайпер не поможет. Тут можно закинуть грянку. Кто-то сподержал ваш канал на сумму 100 рублей. Иногда ты проходишь миссию. А иногда миссия проходит... Что же будет сегодня? Короче. Короче. Он сидит за транспондером, я все равно не уничтожу это укрытие. Это первое утверждение. Рокет тратить на одного Thing-мена возможно. Возможно, это и правильно. Потому что... У меня все равно еще два останется. Я... Ну, Шредер Рокет, например. И грянку закинуть штурмашом. И подойти, соответственно, штурмашом. Рокет на Мутона. Ну, вот Рокет на Мутона, это как раз сомнительное решение. Потому что по Мутону точно будет снайп стрелять. Потому что там на крыше падает. И там люди вокруг тоже по нему могут пострелять. Поэтому... Ну, и останется два Рокета на Мутона. Но в чем я точно уверен? Подходить сейчас... Это риск. Флангануть... Я его, в принципе, смогу штурмашом, если до сюда добегу. Но я не добегу штурмашом дотуда, к сожалению. Ну, либо не кину гренку. Так, а у Сапа справа есть же граната. Была, но она не сможет кинуть. Я могу подойти вот сюда, вот, в принципе. Нафига? Так, значит, еще надо внимательно следить за этими транспондерами, блин. Первый раз. Так, второй ход же пошел. Надо два написать. И здесь один плюсик поставить. Так, это первый транспондер, да? Женька до него не добежит в один ход. Второй, третий рядышком. Один может его включить. Третий, четвертый. И в конце... У нас впереди еще много фигменов. Надо этого гада убивать. И при этом еще хэвиков подводить по максимуму. Короче, я тогда подбегаю джангом. Хэвиком кидаю рокет. Вопрос только какой? Обычный или шреддерд? Скорее всего, обычный. Да потому что... Опа. Есть. Просто попади. Попади, попади. Четыре рокета можно. Попади, просто попади. Это скотина на овере. Она нас ждет. Хорош. И это второй плюсик. У меня руки дрожат сейчас. Далее. Прежде чем подводить хэвика, я хочу подвести штурма. Но здесь, кажется, как раз вот тот момент, когда я в прошлый раз тормозил. Здесь никого нет, а я тормозил. То есть я по факту именно вот здесь вот испулил первых четырех людей, а потом долго шел. А по факту следующий пак появляется... Ну, один, кажется, вот здесь вот будет все-таки, а следующие два пака появляются совсем далеко. Поэтому в данный момент, может быть, имеет смысл пройти еще на фулл ход. Я точно подбегаю здесь с саппортом на полу хода. Убеждаю, что и здесь все тихо. Здесь фулл кавер симпатичный, может быть. И снайпер может прикрыть. Давай. Да, никого. Хорошо. Значит, я могу подвести нашего хэвика на максимум. Желательно, конечно, чтобы кавер был. Ну, вот эти вот три клетки, я думаю, не решат. Тем более он тут целый вагон пробегает. Нет, может ты сначала штурмашом проверишь? Проверим штурмашом? Ну, давай. Блин, боюсь. Я понимаю, но надо. Никого, отлично. Так, хорошо. Значит, дзанк у нас идет по полностью, получается. Он никого не спылит даже без укрытия. Надеюсь. Хорошо. Осталась Женечка. В теории Женечку, кстати, сейчас можно подвести поближе. Вот скажем сюда. Для чего? Чтобы углы обзора, в частности вот по этим дальним, были более френдли. Да, и к транспондеру я таким образом буду ближе. Ну, плюс еще кавер появляется. Ну, так, условная вещь. Так, следующий ход, третий. Так, Дмитрий Михайлов. Где-то на задворках вообще находится. Хэвик у меня не в укрытии. Это очень плохо. Ну, а сейчас с пулем. Здесь пак раз. Здесь пак два. Мутон сверху упадет на следующий ход. Три. Но правый пак я могу еще не спулить, потому что мешаю. Мешаю этому паку. Так, если я подхожу сюда. Ну, Хэвик даже может прострелить. Подходим раз, точно. Никого. Сапом подбегаем. Так, сап же у нас маневренный. Более-менее, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток. Семь клеток сап. Возможно, сапа уже имеет смысл оставлять по два транспондера. Потому что между ними как раз раз, два. Сейчас посчитаю точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин. Хреново. Ты в прошлый раз как раз, как раз так же шел. Нет, в прошлый раз совсем не так шел. Совсем не так шел в прошлый раз. Так, ну что, слева пулем пак, да? Да, пулем. Не в этот, так в следующий. Фулл кавер я точно спулю его отсюда. Какие плюсы? Какие плюсы? Плюсы в том, что я не спулю правой. Плюсы в том, что я стреляю снайпом. Стой. Погоди, не торопись. Ходы есть. Думай. Женечку надо было сюда поставить. Не за укрытие, а сюда. Потому что она может сейчас не увидеть тупо пацанов из-за угла. Блин. Так, сапа подводим, не подводим, подводим, не подводим. Дыма нет, граната есть. Она там может помочь штурмовику, кстати, с гранаткой-то своей. Очень сильно может помочь. Сначала говорит Overwatch, потом пульпак. Да, вы правы. Абсолютно правы. Ну что, пулем. С богом. Точный саппорт идет, пулит левый пак. Нету его. Дима Михайлов. Тупо подходит ближе. Слушайте, от Джанго я же могу тоже подвести поближе. Укрытия нет нормальных. Но его нужно подводить. Иначе как я ракету потом буду кидать? Может, имеет смысл сдвинуться сейчас в одном из направлений? Чтобы он, по крайней мере, работал по... Но тут все простреливается. Практически все простреливается и так. Укрытия нет, понимаете? Укрытия нет. Смотрите. И тут еще яд. Оставшийся. Тут флангуют. Все сбито. Низкий силуэт. Да какая разница, низкий силуэт или не низкий силуэт? Я не хочу без Overwatch его оставлять. У чего? Здесь, во-первых, плюс одна клетка. В теории я пак сейчас смогу спулить. Какой? Причем здесь низкий силуэт? Короче, я сейчас могу спулить пак штурмовиком. Если так добегу, то, скорее всего, это будет левый пак. Как я его могу прикрыть? А ты беги просто. У тебя же хэвик не ходил. Пуль. Не пулит. Ну что ж. Соловьева подбегает на фул. Дмитрий Михайлов. Ой, Джанк, точнее. Я хочу его поближе подвести. Но на полходика и так, чтобы он не потравился. А так он может потравиться. Ну, вроде нет. Чертова изометрия. Орион Стрем поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, расслабься. Я был в будущем и с уверенностью заявляю, что ты пройдешь эту миссию. Верь в себя и береги патроны. В чем я не сомневаюсь. В том, что надо Дмитрия Михайлова сюда на фул тащить. Это уже последний вагон, пацаны. Вот уже кабина. Они вот реально здесь стоят. Здесь и здесь. Два пака. Плюс мутон. Может, Хэвика реально одного вывезти, чтобы он на овере словил? Мне же одного Хэвика там одного всем хватит. Да. Так иди тогда сюда просто и все. И не спулишь, и полезным будешь. Так, следующий ход. Четвертый. Корабли полетели. Мутон. 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 Здоровенный. Здоровенный. Мутон. Мутон моей мечты. Овервотч. Занга, который я специально поставил под 4 хита. Отлично. Снайпер с большей вероятностью его убьет. Не рычи. Так. А мутон и двое, да? Снайпер с общим видом пока не должен. У мутона боеготовность. Я бы по мутону пострелял вот этими вот точными пацанами с лазерными винтовками. Потому что толку от них нет. Только правым. Правым сапом. Он не такой точный, кажется. Да, 55. Нет, левым сапом. А кто разведку делать будешь? Да какая нафиг разведка хэвиком? Подходишь и стреляешь. Хэвиком не хочу. Снайперам ход тратить не хочу. Балтиер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо. Слушай сюда. Землянская швабра. Это я. Сектоид. Во второй части у меня появился рот. Теперь-то тебе точно меня не одолеть. На грани фывы, да? Так, бежать я не могу. Там овервотч. Надежный, конечно, типа взять, попробовать снять его снайпом с критом. И потом уже пулить этим сапом сюда. Первый пак рокетом закидывать. И пулить там спокойно дальше. Поэтому я так и сделал. Ну, у меня шедер рокет. Даже если я его с пули, я его могу не убить в один ход. Более того, я его не убью в один ход. Хэвиком ход тратить нельзя. Вот эта вот дурочка вроде как бесполезная. Так кажется. Она в следующий ход подходит и кидает гренку на пацанов. Короче, надо стрелять снайпом, пацаны. Надо стрелять снайпом, скритом, стопроцентным. Поехали. Убиваем вот она. Умница. Теперь пулем. Это раз. Блин. Это два. Вот они. Далеко я ракеты не достану, скорее всего. Хотя они рядышком. Как там хэвик-то вообще? Хэвик очень далеко. Хэвик не достает. Вот тебе и... Это Занг. У него полный силуэт. Он должен подходить в любом случае. Он может вообще со своей меткостью 76... Да, Зангам нужно сюда. И он не стреляет еще. Капец. Так, пацаны. Пулем ли мы второй пак? Не, погоди, погоди. Какой второй пак? Шесть ходов. Еще... Блин, половина игры. Это последние два пака. Чего ты... Чего ты торопишься-то? Ёпресе-те! Не знаю, не знаю, не знаю. Так, второго хэвика направо, пожалуй, но нужны уже укрытия. Так, ну они будут стрелять по левым. То есть я штурмовиком могу подойти вот так вот. Чтобы не спалить левых постараться. Да. И сюда же сапом добежать. Я понимаю, что их типа могут фланговать, но их, во-первых, не видят. Будут подходить, будет овервотч. Точновер. Точновер, а что же делать-то еще? Так, Дмитрий Михайлов должен уже думать о втором паке. О втором паке думать, причем безопасно думать о нем. Не добегая там до безопасного думания. Тут уже можно спулить кого-то. Маловероятно. Надо будет одного вернуть. Сапа после того, как он гренку кинет. Может, еще один овер? Дмитрий Михайлов уже вообще без штрафа. Да он не увидит, Вась. Все, не спунил, хорошо. Точно овервотч? Да точно, фулл кавер будет стрелять по той. Нот, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, привет тебе из теплой и солнечной ворку, ты? Ха-ха-ха. Нот, привет воркусинцам. Столице мира. Нашим. Так, сапам, наверное, стоит подойти и так. Хотя она на овервотч... Она на овервотч все равно никого не убьет. Не-не-не, лучше овервотч. С богом. Главное, чтобы сильно не наубивали здесь. Максимум, конечно, что они могут сделать это... Подбегает. Овер-овер-овер-овер-овер-овер-овер! Занк стреляет, но овер у него не очень точный. Попадает, но не убивает. Два хита оставляет. Ну, кто-нибудь, ребята, там есть еще. Там пистолетики, ну! Нет, никто не стреляет. Овервотч. Хорошо сидим. Овервотч, овервотч. Смотри, как сел хорошо твой друг. Блин, гад. Фланг. Минус-штурм. Нормально, не паникуем. Никто его в команде не любил все равно. Здесь точно ракеты. Вообще плевать. Плев... Пфу, плевать на них. Рокет пошел. Сейчас совсем разберемся. Не промахнись. Раз. Так. Снайпером снимать или не снимать? Какой сидит на овервотче? Сидит на овервотче раненый. Да. Беда. Рокет тратить не хочется. Придется снимать его снайпером. Ну, я могу, конечно, этим товарищам пострелять. 89, между прочим. Это хорошая вероятность очень. Давай, убей. А, нет, убил овер, говорят. Я убил овер. Он без овера. Ну, это же хорошо. Тогда увеличиваем еще вероятность. Правильно? Да. Не подходим вплотную, чтобы яд не подействовал. Добиваем его 100%. Цельсинь тут... Правильно. Так, здесь у нас штурмовика нет, остался один саппорт, подходит потихонечку. Ну, Женька на овере стоит. Пятый ход. Это пятый ход мой. Это еще минус два. Справа еще двое. А, есть одна ракета под этих двоих. Соловьева пулит в этот ход или не пулит? Хреново пулить, потому что слева у нас... Лучше, конечно, ей подойти, не спулить, постараться. И Димку Михайлова подвезти сюда. Очень, очень сейчас было опасно. А вот сюда я смогу добежать? Сможешь, нас пулишь, скорее всего. Ну, а как же Ханкердаун? Ну, траванут. Ну, и чего траванут, траванут. Зато ты отсюда, Рокки, там точно шмальнешь следующий ход. Не, ну смотри, какая ситуация. Тебе этих четырех ходов, которые останутся после... Хватает за глаза за уши, потому что кабина уже здесь. К ней в два хода добегает САП. То есть твоя главная задача спокойно убить этих двух упырей. Да? Да. Что нужно, чтобы спокойно убить двух упырей? Ну, сюда подойти. Да нет, нет, я имею в виду, чтобы ты их не спулил сейчас. Ну, я не знаю. Они где-то вот здесь. Вот я их не должен теоретически спулить. И не спулишь, раз теория, значит, не спулишь. Ой. Так. Снайпер у нас переходит вот сюда вот. Потому что отсюда будет Вижн лучше по последнему паку. Перезарядись лучше. Итак. Все должно быть рассчитано. Снайпер у нас запускает первый транспондер за один ход. Здесь я САПом на следующем ходу трачу его и возвращаюсь к этим двум транспондерам. Но, в принципе, и под следующий, и под кабину у меня есть два отдельных человека. Поэтому все хорошо. А-а-а-а! Шестой ход. Не нагнетай, мужик! Короче. Я должен сейчас ультимативно пулить. Причем пулить так, чтобы они уходили, блин, влево. На этого, короче... Она идет сюда. Пуляем! А вот они у скамеечки, нам запомнят место. Налево, налево, ребят, налево! Кто налево? Ну, налево нормально. Может, и даже и достанем Рокетом. Давай, Димка. По одному достает. Ну, там снайпер еще, на самом деле. Овервочи нет. Снайпер видит обоих. Шикардос. Шикардос! Можно закинуть гренку, но это чушь откровенная. Скорее всего, она в этот ход уже сразу побежит. Короче, Дмитрий Михайлов первым закидывает Рокет. Снимаю значительную часть ФП. А, нет, я гренку могу закинуть, реально. Его добить. У меня Шеддерд Рокет, а не обычный. И мне Лемминга как раз качать нужно. Ой, как все чистенько получится сейчас. Фу-фу-фу, блин. Не сглазить бы. Ты оториентировочно будешь дальнего бить. Ты за полу-кавером, но убиваешь этого гренкой. Получаешь повышение. Снайпер снимает этого с фланга, с критом. Там крит откатился. Не откатился крит, ни хрена. Нанеси просто с обычным много урона. 5. Неплохо. У нас есть еще один хэвик и сап. Голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Ты разговариваешь, как будто у тебя раздвоение личности. У меня раздвоение личности. Даже голоса меняешь. Да? Это нормально? Да. Да нет. Короче, я его не убил. И вряд ли я его убью. В этот ход. Ё-моё. Поэтому, что я хочу сделать? Я могу подставить этого меткого сапа на овер, чтобы эта скотина при попытке обижать получила 65%. Мне все равно нужно его подводить. Отличный ход. Раз. Она его не видит. Он ее тоже не видит. Но в этом и смысл как раз. Занг. В теории может тоже увидеть. В теории тоже может пострелять. Но лучше ему делать это отсюда. Патронов маловато. Овер-овер и смотрим, куда. Ну, беги, давай, беги, беги, беги. Беги с фанга. Не отстреляет. Полукрытие это... Дмитрий Михайлов идет вперед. Не видит врага. Дмитрий Михайлов идет дальше. Подсвечивает снайпером. Снайпер добивает. Так. Три хода осталось. Хорошо. Считаем клетки по... По передатчикам, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, Хейвика возвращаем сюда. Потому что он два включит. Это раз. Эту сюда. На рывке. Да. Снайпера спускаем и включаем. Два хода. Так, а мне нужно... Мне нужно забежать туда или нажать? Вот это вопрос, конечно. Я не знаю. Раньше забежать надо было просто. Так, Женечка. Спускается раз. Проверяем сейчас клетки тяжа. Но там должно с запасом хватить. Просто забежать. Ну, как раньше, в общем. Здесь хватает на два. Это три. Динку вчетверон. Я, Голуба, ты с Майкером. Поехали, раз. Двадцать. Трис. Четырис. Все. Нет. Должен Битри Михайлов бежать. Вперед, Димка! Димка, давай! Димка, давай! У-ху! Отлично. Все транспондеры включены. Ааа. Теперь вам остается отправить поезд к месту назначения. Ой, два хода. Два хода в запасе. Все транспондеры установлены поездом. Капец. Ну, два лемминга минус. Но офицеры... Молодцы. И ждет неприятный сюрприз. У нас новая задача. Блин, победа! 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 Сейчас еще Соколик, если к дредноуту вернется. Это будет вообще сказка. Ну, я могу там немножко его отложить, этот дредноут. Главное, чтобы сейчас еще страны не повыходили. Фух. Всего девять человек. Какая миссия, а? Да, дело за малым. 30 человек в дредноуте. Это вообще трэш будет. Никто не получил звание. Даже рядовая босс. Медаль дали хорошую. Двух инжей. Это как плевок в лицо, на самом деле. Медаль почетная. Медаль совета. Назначить способность. Плюс к меткости и силе воли за каждую операцию без потерь личного состава. Вплоть до десяточки. Нифига себе. Плюс здесь к меткости и шансу, если боец находится... Ну, это снайперу можно дать, но им меткости так, как бы... Хотя шанс крита здесь еще. Ну, то есть, смысл в том, что даешь снайперу и получаешь ультимативную штуку. Если ты их разводишь на сим-клеток и далее. Но это на всех действует. Но накопительное. У меня лемминги долго не живут. А ситуативно лучше меткость и шанс критическое попадание. Спутники. Какие спутники? Что ты несешь? Спутники только после дредноута. Кажется. А, за каждую операцию. То есть, оно не обнуляется. Нормально, да. Кому ждать? Кому ждать? Снайперам просто нет необходимости. Я, наверное, кому-то и стяжи дам. Кто у нас... А кто у нас ведет? У кого есть тяжи? Кажется, у Занга, к сожалению. О, нет. У Занга мастер ближнего, а у Димы как раз Overwatch приспособленец. Ну, и мы как раз до соточки доведем. Дмитрия Михайлова выдаем. Честь отдать. Вольно. Я еще винтовок лазерных понадобал на этой Mi7. Короче. У нас 16 число. Вообще, ни одна из стран пока не выходит. Но будет еще одна миссия. И там как повезет. Спутник мне закупать не на что. Но спутник, типа, надо покупать в течение 4 дней. Дредноут, кажется, появится чуть ли не сразу после миссии. Можем, знаете, что... Нет, мы не можем. Мы должны лететь на дредноут до 20 числа. Да. Сокол будет не с нами. Капец. Да, воинское приветствие, конечно, какая честь. Алин.25 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Блин, такая жесть... Булгага впереди дредноут. Посмотрим, как ты с ним справишься. Капец. Это жесть. С второго снайпера нет. Нормальных пушек нет. Нормального состава тоже нет. Но выбора нет. Учитывая инфляцию. Учитывая режим игры. Террора не будет. Дредноут вообще можно скипать. И если мне повезет, и следующая миссия будет в Великобритании, Австралии, и какая-то страна на выбор... Даже если одна из этих стран, Великобритания или Австралия... Но учитывая то, что там разные континенты... Нельзя так рисковать. Так, в Аргентине быть не может. Может. В смысле скипать? Ей не нужно 500 элериума. Я боюсь... Ну, во-первых, скипать его можно бесконечно, насколько я помню. То есть ты можешь полететь, когда захочешь туда. Но смысл в том, что у меня нет денег. Дредноут реально два косаря, если там все сплавить. Даже больше. Но... Слушайте, скажите своим ребятам, что куски пришельцев это не сувениры. Их нельзя брать на память. Тебя спасет разве что похищение в Аргентине и Австралии. Да, только такое состояние спасет. Нет, нет, нельзя скипать дредноут. Скипать его нельзя. Денег нет. Ну, на трупах насобираем. Какие-нибудь лазерные винтовочки дадим. Ну, блин, там же кибердиски. Там же мутоны. Там кресолиды. Там литун. Там все вообще. Я его не помню. Я его два года назад проходил. Капец. А лететь надо. Полетели. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. Да, нельзя скипать. У меня есть точные координаты. Россия, Индия и ЮАР. Все. То есть, после этого у меня две страны выходят. Россия, Индия и ЮАР. Россия скипы выходит две страны. Индия скипы выходит одна страна. Ну, в смысле, Индия просто выходит. ЮАР выходит две страны. То есть, надо выбирать между Россией и ЮАР. Кстати, бонус по континенту-то я могу еще получить здесь? Могу. Если абстрагироваться от сложности миссии и награды, то лучше сохранить благодаря бонусу за регион Африку, чем Россию с Францией. У тебя не хватит спутников и ТГГ. Сейчас дредноут будет до 20-го числа. Скриптовый. Если я его прохожу, я запускаю один спутник и один в запасе есть. Так что мне как раз хватает одного. Я гашу панику одним спутником в одной стране. И у меня остается один запас. Ты их запустить не сможешь, Миша. Я их как столько запущу. Есть один. Сразу паника в этом регионе снизится. Чего вы их рассказываете? А, три страны выйдет. Да ладно, три страны выйдет. Да, три страны выйдет. Блин, три страны выйдет. Все. Кажется, все. Подождите, еще разок. Значит, если скипаем Индию, выходит только Индия. Если скипаем Россию, выходит две страны. Короче, да, три страны выходят. Получается, я гуф. Три страны выходят. Три страны выходят, я гуф. Сейчас все более-менее тихо. Но оно и к лучшему. Я предлагаю на Дредноут слетать. И хотя бы разведку провести. Чтобы понять, что там ждет. Стой, даже если три модуля не успеет, там есть нормально все. Надо было второй модуль раньше делать и все. Мне не хватало инжейная модуль. Может повезет с террором? Нет, террора в третьем месяце нет, кажется. Террор в каждом четном месяце проходит. Не, ну все равно до конца чего. Такая команда, нельзя сейчас ее отдавать просто так. Так, Россия или Индия? Деньги или ученые? Перспектива, конечно, лучше. Бонус лучше, конечно, Индия. Но полезнее, конечно, шесть ученых. Да и из России, в конце концов. Будет террор-инфо-соточка. Откуда? После похищения паника на континент растет на два, не на один. Так что четыре страны выйдет. На два растет? Террор каждый месяц? Так, не расслабляемся. Полетели к ученым. Ранний Дредноут простой. Там сдержанность криптовых дыхляков, мутон и кибердиск. Да ладно, там один кибердиск всего? А крисолидов там больше мутонов нет? Может быть, я Дредноут скипал? На три один растет. Ну да, там у нас опять эксперты есть в чате, которые... Так, во-первых, что я хочу? Я хочу из оставшихся двух леммингов... Так. Это у нас сложно чрезвычайное, да? За Россию, за матушку. Чрезвычайное. Москва. Медикит нужен точно. Но, скорее всего, даже какому-нибудь леммингу. Так, во-первых, давай посмотрим, что из леммингов у нас есть. Не факт, что самых лучших дали. Можно взять третьего снайпера и тяжа, и не париться. Снайпер с неплохой точностью, тяж как бы очень просто качается, и будет у нас замена для основной армии. В общем-то и все. А Женьке, например, учитывая ее точность, дать комплект медикит. И тогда она... На всякий случай сможет четыре раза лечить. Снайперу без общего вида, наверное, гренку оставлю. Тяжа оставлю тоже гренку. Крисолит один, много Thingman, порядка 15 мутон, диск и два сектоида. Отлично. Тогда это не тот дредноут, которого я ожидал. Потому что дредноут, которого я ожидал, это выходишь, у тебя сразу Thingman и летуны. Чуть дальше, может быть, даже Кибердиск в первой комнате бывает такое. Потом Крисолиды, потом сразу мутоны. Потом Кибердиск один, Кибердиск второй. Потом еще мутоны. И потом еще мутоны и Thingman в последнем здании. Это то, что было два года назад. Возможно, у них там уже произошли какие-то изменения. Итак, медикита у меня нет, кажется, потому что сдохли людям. Еще не поздно забить на медикит и оставить скоуп для снайпера. Не, ну а как же, если ранение? Ты военврач. У тебя там... Не-не-не-не-нет. Ну ты же будешь... Ну и так 112 нормально, ты чего? Да-да. Да, конечно. Сейчас попробуем накопить на медикит. Трупы поменяем на аптечку. Мы бы вместо снайпа третьего обычного лейминга без общего вели до вида лейминг пополезней. Ну ты видел, какие там лейминги остались? Более-менее толковых я и так взял. Не понял. Что, я не купил, что ли? Вот Василий. Так, медкомплект. Надо еще подумать, может хэвиком вернуть одному гренку. О, сколько там аптечек еще раз? Три-четыре аптечки там. Должно быть, в общем. Нет, три заряда, окей. Все равно неплохо. Так, у этого есть скоуп и лазерная винтовка. Там тяжу это все дело не нужно. Так, давайте еще действительно посмотрим. Может лейминги есть 65. Но выше 65 и нет. Можно взять 53-65. Надо бомжевать на одну винтовку. Не, раны винтовку. Тут винтовка стоит как 4 лейминга. Она-то столько не стоит. Нет, реально, мне снайпер второй не нужен. Потому что соколик выйдет. И с ним будет хорошо. Этого я с общим видом не смогу прокачать. Поэтому возьмем новобранца с гренкой. А хэвик тебе точно нужен? Ну, выбирая между хэвиком и снайпом, конечно, хэвик третья полезнее будет. Ну, хоть поезд прошли, да? Как его там звали? Софель Улерих? Нет. Кристина Гуи... Да, Кристина. Так, давай тяже сразу покрасим как надо. Сап розовенький снайпер этот. А ты будешь каким? Вот вообще необычным этот человек должен быть. Лейминг. Прям вот совсем бросаться в глаза. Красненький, может? Окей. Дмитрий Михайлова волям 90. Он главный. Бонус по экспе. По приоритетам по прокачке какие? Да все в леймингов. Надо босса качать. Надо митчел качать. И вот это вот... Дать хотя бы киллз. Гитер. Один киллз ей больше не надо. Короче, качать саппорта точного. Самым высоким приоритетом. А, хэвиком хотел. Возможно поставить гренки. Да, Дмитрию Михайлову я поставлю лучшее оснащение гренки, так как у него есть... Хотя две ракеты в конце концов. Две ракеты и два хэвика. Зачем? Лучше, чтобы Дмитрий Михайлов жил. Пусть будет нано. Они все равно вперед идут. Это риск. Так, дым если что есть. Аптечка есть. Это на криппинг. Это на криппинг. Поехали. За Россию. За Москву. Да, три хэвика, три хэвика. Я не считаю этого хэвиком, на самом деле, пока у хэвика нет, по крайней мере, двух ракет. Он, как бы, такой, однострел. Два кресолида, один кибердиск, один мутон, два сектоида, много дыхляков. Понятно. То есть, раз в полтора сложнее, чем вот предстоящая, например, миссия. Ну что, пора лететь в Россию. Стало известно, что участились попытки похищения людей пришельцами. Что? Кажется, не самая удачная карта для снайпов. Ну, хотя тут есть. Да, да, да. Рейнджер, ударный отряд приземляется. Ждем приказаний. А почему не самая удачная? Рейнджер, штурм один может приступать к операции. Думаю, снайперов надо сразу сюда выводить. Так, вообще, вообще, насколько я помню. Да, снайперов я хочу вывести вот сюда, вот куда-то, потому что первое утверждение. В этом здании, как правило, никого нет. Враги тусуются вот там дальше в здании, на перекрестках очень много, и могут быть справа, там за зданием или еще где-то. А, вот здесь вот они часто бывают. То есть надо увести снайпов просто вот в угол, для того, чтобы у них было все хорошо. Главное сейчас никого не спулить. И я, чтобы не спулить, подведу сапа сюда, на один ход. Хорошо, вроде. Вроде все хорошо. Сразу на фулу увожу. Сейчас лучше не торопиться дальше, не стоит сильный тим. Штурмовик пойдет сюда. Хэвики пока пусть не определяются. Слушаем. Литун. Сектоид. Неплохо. Так, кем мы будем пулить? Кем мы будем пулить? Хочу пулить все-таки хэвиками, потому что они молодцы. Дмитрий Михайлов подходит в фулл кавер раз. Джанг подходит сюда, два. Может кого-то увидеть уже. О, отлично. Скана у меня нет. И снайпер далеко, они на него могут пойти. Так, предлагаю правыми, всеми, вообще, всеми сюда, всеми овервотч, готовиться, готовиться, готовиться принимать. Блин, давай лучше за полуукрытие хотя бы, а? Хотя это тебя не спасет. А можешь посмотреть, где они? Давай. Здесь один. Уже видим. Они стрелять же могут, это же, блин, они. Давайте я лучше гренку кину леммингом. Правильно, до той клетки же достаю. Клетка за этим. За зеркалом заднего вида. Достаю. Ну, за боковым левым зеркалом. Поехали. Второго не заденем, но учитывая то, что тут все плангуются, уже неплохо. Машина взорвется еще. Тут можно и нужно пострелять. Вопрос только кем? Уходить в кавер. Вот это и вот надо отстрелять. Я пошла. Да как ты не видишь? Видишь. Потому что и киллз нужен. 82 убили, ок. Уходить ли? Нет, смысла нет. Лучше пусть этого флангуют, чем... Главное, чтобы он кого-то жрать начал, а не стрелять. Летуны, сектоиды и больше никого. Ой, фух. Отлично. Второй не проявился. Сейчас будем искать. Он, скорее всего, где-то рядом. А вот он. Нет, не он. Не рядом со снайпером. Чё-то я не пойму. Я дальнего хэвика подведу. Этого тоже поближе. Да могут, сволочь, стрелять могут. Овервочей дофига. Главное, чтобы... Вот он. Ох, там пять овервочей. Вообще... Нет. Три-три. Да, есть, убили. Молодцы. Ещё снайпер там контролечку. Так, это первый пак. Перезаряжаемся. Презаряжаемся. С частичными овервочами. Летуны, сектоиды. И, судя по всему, второй пак вот таких... Ну, или два пака там... Летунов и... Или два пака сектоидов. Снайпер стоит вроде бы хорошо. Хэвик стоит тоже пока отлично. Я предлагаю потихоньку двигаться дальше. Впереди был мэлт. Второй хэвик хреново стоит. Дима Михайлов подходит ближе. Штурмовика, скорее всего, буду постепенно подводить вот к двери. Потому что... Возможно, понадобится угол. Опа! Летон и справа. Так. Этого хэвика, значит, сюда передвигаем. Чтобы рокет можно было пульнуть. Этого хэвика, наверное, даже вот сюда вот передвигаем. Ну, потому что они справа могут сейчас выйти. А мне нужно сделать так, чтобы флангования особого не было. И я рокет еще мог пускать хорошо. Нет, флангования... Так. Есть еще опция. Перезарядиться, подождать ход. Вот убедиться в том, что не выйдут они сейчас. То есть, что они в другом направлении ушли. Сектоиды слева. Да, вот я бы с них начал, потому что позиция лучше. Да, пойдем к сектоидам. Да-да. Одного хэвика оставляем. Хэвики, конечно, классно прикрывают. Нормальным. Сектоиды, сектоиды, сектоидики. Прям за стенкой. Ну, что их выходить. Выгоднее, конечно, пулить с этой двери. По идее. Ну, потому что они тогда на снайпера могут выйти. Если ты отсюда выйдешь, они убегут, и снайпер будет локти кусать. А так есть вероятность, что ты их... Ну, и лесной попо. Справа. Телетоны. Ну, вот как раз специально оставил их там хэвика из... Ну, попадайте, ребята. Два раза мимо, а? Женечка. Умничка. Попадание 92. Не, меньше. 72. Ну, попала. Молодец. Скорее всего, две ракеты, в крайнем случае, решат вопрос. Но мы помним про то, что нужно ж прокачивать леммингов. Подлетает раз, Overwatch дальний делает. Ну, и чего мы как? Ну, я предлагаю крыть двоих. Может, троих вообще закрыть? Ну, того просто стенку снести, в крайнем случае. Да, давай замк. Сейчас со всем разберемся. Можно было леммингом рокет пустить. Убили только двоих. Но второй должен быть виден сейчас. По идее. Но как бы и нет. Вижу на то. Такой баг бывает, блин. Ну, что, еще один рокет кто-то кидать? Да давайте, я все равно киллс нужен. Мне бы побольше на один рокет киллсов. Вот в чем дело. Эти не помогут. Не, не жадничай. Тут шальные выстрелы, ей нафиг нужно. Давай. А, троих было? А это кто? Эксперты. Машина была. Три трупа. Миша, алло. Вот вы нубасы, а. Сейчас дойдет сигнал до слоупоков. Покажем еще труп летуна. И они такие... Ой, ой, ой. Давайте, давайте. Кто там? Трэк же. Кэйси Джонс. Кэт Опен Ви. Три бы было по шесть. Том 28 05 86. Ты всех убил, пишет быдло. Да ладно ее! Так. Три иконки же. Нет. Хакер. Не прав. Эта машина. Генолоид. Красавчик. Три трупа. Текерин. Тоже не прав. К. Миша. Алло. Фамильярность. На тебе предупреждение вообще. Алло. Все. Разобрались. Разобрались. Who is who? Кто эксперт? А кто нет? Мониторю сектор. Мониторю сектор. Сектойди. Не расслабляемся. Открываем. Оп. Влево, 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 ребят. Кто-нибудь влево. Есть. Один влево. Двое влево ушло. Хорошо. На крыше даже полез. Какой шустрый. Снайпер видит только одного. Особого выбора нет. Поэтому стреляем. Раз. С критом. С критом. Сокол не хватает. Не хочу я сюда подходить. Потому что еще один пак могу спулить. Я пошел. Так. Они особо сделать ничего не смогут. Если я отведу. Сделаю ханкер. Раз. Подведу. Сделаю. Ханкер на всякий случай. Два. А здесь можем вообще добежать. Вот сюда. Вот на. На следующие ходы. Ханкер. Куда торопиться в конце концов. Правильно ведь? С богом. Ну тачку-то взорвут. Да нет. Один будет баф и другой стрелять. От стрельбы тачка не взрывается сразу же. Хорош. Вижу одного. Он на овере стоит, кстати. Так. Снайпер случайно никого не видит. Видит одного. Этого, да? Не будем пока. На овере, значит, стоит. Да. Могу спулить просто пак. Что-то я не хочу. Тут овер сработает. Да можно, конечно, ракетами. Просто я хочу... Можно и снайпером пострелять. Можно и... Всякому можно. Я бы... Я хочу леммингами получить. Одну клетку в теории я пройти могу. Ну, опять же, повторюсь, это пул пака. И невозможность отступить простым способом. Этого мы можем обойти. Да, ты должен убивать этого тогда, получается. Все равно можешь спулить. Но ты так, по крайней мере, отойдешь. Ладно, давай право вот тогда... Ракеты могут обзор открыть из пуль. Да, я понимаю. У меня еще снайпер на перезарядке, что немаловажно. О, строй угловой, если попадет. Так он же не это самое, не с лазерной винтовкой. Он даже если попадет, вряд ли убьет. Короче, давайте я пытаюсь... О, это опасная штука. Если промахнусь по своим попаду, это будет жесть. Как я еще могу снять того с Overwatch'ом? По сути, этим не сможешь тоже. Это ювелирно надо делать. Грена есть у Лемминга. Да Грена-то есть, она же не убьет его. Понимаете? Хотя Грена снимет стеночку. Но тогда я увижу... Могу увидеть следующий пак. Ладно, он Лемминг, поехали. Хотя бы Хэвик его убьет. Очень рисковал, Ям. Так, ты не видишь, да? Так хочется того убить. Леммингом-то, ё-моё. Так, а Хэвик... А, вот, Хэвик тоже должен качаться. Значит, Хэвик убивает. Здесь пробуем прострелить... Этим. Только, возможно, надо взять угол поострее. Я пошла. Там... Я не знаю, насколько эффективен... О, нормально, 73. Давай. Хорош. Отлично. Сейчас надо перезарядиться. Будет. Это, получается, третий пак уже. Стался четвертый. Слушаем, кто. Кажется, летуны, да, были вторые? Не, а сектоида. Отлично. Я не знаю, где они. Я поднимаюсь на крышу, потому что могу. И потому что Леммингов проще, ну, сверху стрелять. Они, скорее всего, в соседнем здании. Возможно, стоило сразу же идти... Собственно, в это самое здание. Там дырень, кстати, внутри него. Что немаловажно. Потому что... Можем увидеть. Лучше послушать. И надо снайпа тоже подводить. Тут хоть и половина первого этажа снесено, но... Лучше, чтобы он был... Поближе. Даже вот так вот. А вот и сектоиды. Оп. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как меня вот эти вот резкие звуки вымораживают. Пробуем обойти часть бойцов с боков. Снайпера выводим так, чтобы он стрелял... ...в дырень. Четыре аптечки есть. Мониторю сектор. Обходим. Выполняю. Так. Ну, здесь слишком много народу, чтобы идти прямо в дверь. Один точно пойдёт. А, скорее всего, двое даже пойдут. А, у меня же ещё крыша есть. Крыша — это хорошо. Да, леммингов, скорее всего, на крышу отправим. Чтобы они могли спрыгнуть и гуфнуть, если что. Сейчас попробуем закинуть парочку... Ладно, чтобы на крыше не было, а то нехорошо получится. Да, окей. Всё, значит, заводим двух, а то и трёх леммингов на крышу. Ну, хэвика. Того же самого, да, Митчелла, которого тоже вроде как надо... Он, скорее, на подстраховку, но если убивать кем-то, то лучше убивать. Здесь, в общем-то, снайпер поможет. Ну, и два хэвика тоже с ракетами могут прикрыть. Подходим. Можем спалить, кстати, сейчас уже. Не, смотрите-ка, может, они и в соседнем здании уже. Так, а чё снайпер-то делать? Снайпер-то чё делать? Да, ещё поближе, потому что, может быть, они будут выбегать из соседнего здания. Сюда вот подходим. Прислушиваемся. Открываем эту дверь. Заходим. Заходим. Да, обычные сектоиды, которые кладутся ракеты, которые могут кайтиться там одним снайпом. Но я хочу киллсы и леммингом. Открываем вторую дверь. С богом. Никого, они в соседнем здании. Понятненько. Ну, подходим тогда ко второму зданию. Они были здесь, потому что звук шёл с той стороны, вот в эту сторону. Может быть, они даже за зданием. Ходят не внутри, а снаружи, просто я их не увидел. Снайпер не при делах, как обычно. Ясно. Буду на чеку. Никого нет. Можно улетать. Ой, как я увидел-то. Что это за баги? Что это за баги? Ну, они за зданием. Я уже практически на сто процентов уверен. Либо это баг, что мы увидели, что там, но... Ну, я не понял вообще, как так. У глазок, говорит, смотрят. Там дверь сплошная. Какой глазок? Ну, понятно. О, о, о. Так, а вы не могли бы стеночку здесь снять? Оп! Открываем дверь. Три сектоида. Шреддер Рокет убьет многих. Да, я понял. Я предлагаю ход подождать. Посмотреть, кто бафает. Подвести этих поближе, чтобы они могли... На следующий ход. Залетать. Здесь уходим полностью. Здесь уходим полностью. Здесь уходим полностью. Смотрим. Баф из-за дальней машины полуукрытия. И овервотча, да? Оп! Вижу одного. Вижу, что второй пытается обойти здесь. А третий традиционно здесь стоит на овервотче. Так, этого пацана мы... А тот тоже на овере может стоять. Блин, как я не хочу снайпера подставить. Давайте уже хэвика сюда поставим. Ханкер. Ханкер. Да, давай. Ой, я думал, там овер сработал. Но он не мог сработать вообще, но я все равно боялся. Если здесь поднимется, три овервотча есть. Надеюсь, что убьют. Пошел снова баф того же. О, нет, поменялись. Меня услышали. Меня уже услышали. Ах вы гады, хитрые, а? Может, не выпендриваться? Может, сразу долбануть рокетом? Сверху-то я уже не постреляю. То есть я могу, конечно, пострелять. Так, а давай попробуем увидеть третьего на овервотче. Хрен тебе. Все, не выпендривайся. А че не выпендривайся там. Стреляю, убиваю. Не выпендривайся, говорю. Минус нули только одного из трех. Бафер слева. Ну и один внизу. Тут ханкер. А, двоих я убил. Двоих убил. Ладно, тогда пойдем налево к баферам. Я же вам верю, вы никогда не ошибаетесь. Этими пацанами надо как-то по-хитрому... Аккуратно. Смотрим здесь. Здесь стенка горит. Что крайне неприятно. Сиди в ханкере, сиди в ханкере. Слушаем, где он. Ну, мне кажется, он у той машины на овервотче сидит и боится. У него там по морали провал. Да, похоже очень по звукам. Это вот оно. Оп, выходит к углу. К углу, к углу, к углу. Я сразу с рывком. Ты ни черта не успеваешь. Сидит на овере и боится. Как тут хэвиком? Уже ничего не горит. Отлично, могу отсюда что-то увидеть в окно. Не вижу. Ну, давай. А вот и он. Ага, вижу. Стоит на овере. Сейчас надо просто с крыши спрыгивать пацанами и все. Желательно, наверное, той, кто у нас точная. Оп. Добрый вечер. Я Бон Флетчер. Никого не потеряли, не всех прокачали, к сожалению. Надо было вот не ей убивать, а тем, у кого гранаты не было. Но, ох, майоры. Три майора. Женечка, майор. Голографическая метка. Ей дали точности 9. И голографическая метка. Капец. 121 точность. Еще десяточку на последующее. Дмитрий Михайлов. 94 мораль. Точность на 3. Сканер боя ему дали зачем-то. Ну, ладно. И китаец майор. Вызов. Крит за каждого в поле зрения. Точность поднялась непонятно на сколько. Капрала получила вот этот вот саппорт. Опа. С ее точностью, может быть, и тепловые патроны взять. А, давайте тепловые. Может, и лазерные эти штучки. Шесть ученых получили. Россию спасли. Но посмотрите, какой у нас трэш. Две страны могут выйти. В конце месяца выходят три. Если не будет правильного террора... То я гуф. Что бойцы? Соколик присоединится через пять дней. И будет у нас пять человек. Плюс вот саппорт вот этот пятый. Ну и тяжа, скорее всего, третьего. Ой, ну да, там шестым возьмем. Панцерная броня еще месяц, но... Я уже отправил новичков в лабораторию. Вряд ли, я там... 21 ученый, прикольно. 18 инжей. Модуль спутниковый не успевает. Один спутник закажи, его цена не увеличится до постройки. Кстати, реально, надо сейчас на спутник. Но и мне не хватит на спутник. Мне бы сейчас... Один спутник там... Он мне обойдется в 200+. 326, забей, в общем. Но мне нужно спутник типа в течение четырех дней заказать. Вообще, дредноут до 20-го числа должен быть. То есть, он должен быть прямо сейчас. Если не будет, я сплавляю все сплавы. Действительно, беру хотя бы один спутник. Потому что... Ну а как иначе? Ты планируешь с медом работать? Сейчас вообще до меда. Тут вопрос, там, четырех-пяти дней. Гуфность или не гуфность? Ну или двух недель максимум. Какой мед? Что же за медом еще бегать? Может, в следующих троях как-то? Но нет. У тебя есть один незапущенный спутник? Да ладно! С чего это вдруг? Один на орбите, ноль есть. Не бывает спутников, если ты их не купил. Паника, паника, паника. О, малый скаут. Е. Ой, он там деньги, деньги, деньги. Он нам... Чеку, пачку, 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 пачку. Короче. Маленький-маленький НЛУ. Три пака. Три пака и один внутри. Масса элериума. Сплавы, компьютеры. Блоки питания, источники энергии. И все это, все это... Прямо сейчас. И мы на спутник точно наберем. На один страховочный наберем. Он тоже может не помочь. Но весь вопрос в игре в вероятности. Либо ты попадешь, либо ты не попадешь. Либо ты кританешь, либо ты не кританешь. Спулишь, не спулишь. Купишь, не купишь. Как-то так. Итак. О чем я? А я без сокола, да? Да, я все еще без сокола. Пять дней как было, так и есть. Сокол с прозвищем Бобер. Ну, естественно, у нас идут... Идут эти четверо. Выберем там шестого. Неужели, блин, снайпера брать? Не, можно какого-нибудь крепкого среднячка на штурмаша взять. 57-60, например. Вот. Ну, типа лейминг. Потому что снайпера мне третьего не нужно. Особенно с точностью, блин, 70. Медкомплект оставляем. Тяжем оставляем. Саппорту оставляем. Ну, у этого граната тоже остается. Да, главное сейчас ранение на шару не получить, поэтому арморчик как бы нужен. Арморчики аккуратненько-аккуратненько паки. Вперед трех неопытных, а этих... Вообще надо чисто миссию пройти, безусловно, потому что буквально через пару дней будет дредноут. Если любое ранение ты получишь, то до свидания. Да, террора, говорят, не будет. И ссылку дают на инфу. Демотивируешь ты, зачем ты это делаешь? Ну, кто тебя просил? Ну... Я же все равно не откажусь. Да все правильно. Маленький скаут. Три пака. Ох, уже жизни так... У Занга, посмотрите. Так, у меня же еще два скана есть. Не забываем, у Дмитрия Михайлова есть сканы. Что по... Ага, отлично, угол. Угол сразу же. Угол сразу же. Впереди снайпер простреливает все. И, в общем-то, я, наверное, не буду двигаться влево. Буду ползком идти прямо. Понятно, что здесь нет нормальных укрытий некоторое время. Не, давай со смещением все-таки. Вон там к деревьям пойдем. Раз. Уже увидели. Сингменем. Ну что, заряжаем роки туда у них. В одного попадем только. Ну, это этим попадем. Этим, глядишь, и двух заденем. Да, трех даже. Да, не будем выпендриваться. У меня укрытий нормальных нет. Минус три. Спулин, пак, судя по музыке. Буду глядеть в оба. Ну, подходите, гады. Хэддингер now. Сектоиды. Леммингом, леммингом. Миша, леммингом, леммингом. Нужно давать киллсы. Ну, поехал. Видим мед. Дмитрий Михайловым подойду, чтобы скан потом кинуть на следующий ход. Подальше. В общем-то, всеми подхожу. Раз мы никого не увидели, не спулили. Почему бы не подойти? Сектоидов только слышим. Ну, щупальцы, скорее всего, будут. У меня, видимо, сейчас постоянно будет эта музыка. Воодушевительная, потому что, как бы, вроде был пак спулин, но вроде и не было. Вижу тарелку, да, ужин? Да, вход в тарелку. Ой, слушайте, я помню эту карту. Капец. Надо сюда забираться будет. Да, ужин. Я думаю, самое время закинуть скан. Влево Дмитрия Михайловым. Хотя никто там не шумел. Ну, что ты как... Как маленький, ну... Что ты переживаешь-то, ё-моё? Так, тарелка. Может, и в тарелке. Давайте закинем, ладно, скан. Тут всё равно мало места осталось слева. Я просто в тарелку бы пошёл тогда. А, там никого. Ну, может быть, но... Я помню, я в эту тарелку вход и отсюда есть, и вот сверху. И, наверное, лучше... Раз уж у меня тут снайпер стоит, хорошо. Перевести его чуть-чуть. Заходить отсюда. Ну... Да, в тарелке. Сейчас выставим хэвика вот сюда вот, под фул и под рокет, гипотетически. Но желательно вообще без рокетов проходить, потому что... Ну, больше сплавов будет, компьютеров и прочего. Денег будет больше. Поэтому отталкиваемся от того, что лемминги идут вперёд и убивают. О, выходят. Сектоиды справа от тарелки. Занки Женечка стреляют. Ещё Родригес. Хэвик убивает. Но все стреляли по одному, естественно, поэтому убили только одного. Так, один вижен, и второй не очень. Понятно, что Женька одного снимет, но... Что-то опять лемминги... Ой, куда я бы не скликнул? Аж реально подойти чуть-чуть, второго увидеть. Но не этим только. Ну, типа под общий вид снайпером снять второго лучше. А второго даже отсюда не видно. 75. Давай сканер. Туда кинем второе. Да я хочу киллсей леммингу дать. Понеслась. Он под фулл кавером, правда, сидит. Сейчас посмотрим, сможет ли Женька по нему достать. И с какой вероятностью. Да, может. Вероятность 100%. Отлично. Тогда мы можем спокойно стрелять по ближнему. Это раз. 75. Зря ты так. Этим леммингом... Я не хочу гренку, потому что могу спулить. Аутсайдер. Ну, не ругайся. Так, дальнего убивает Женька. И меточку еще ставят точно. Три хита, три! Ну, есть две ракеты, поэтому нормально все. Не, одна ракета есть. Ладно, к сожалению, придется. К чертовой бабушке! Согласен. Это второй пак. Будет третий. И внутри. Но леммингов, блин, я что-то хреново качаю. Давай их поближе, перезарядимся, подготовимся. Снайп-то как? Снайп отлично. Бой готов! Не Аркадь. Да я не Аркадь, а сума. Повеселимся! Не стой! Я с ним командир. В каком месте я Аркадь? Ты боишься сектоида? Ну, он мог, конечно, мне флангануть вот это вот. Это пак. Ну, я лучше аутсайдер сначала с пулем. Один хэвик налево. Может, даже два. Эти слишком далеко. Да и одного хватит. Мог бы The Rocket Miss в этом Аркаде. Там еще один вроде выстрел был у хэвиком. Ну, да. С пули прямо сейчас. Не хочу. Надо. Оп! Пацэ! Ну же, давай! Вас понял! Нормально. Мы видим, что они спрашивают. И что и Вифиландо? Могут слева вылететь. Видите, шума нет, значит, кальмары. Ну что, пулем? Пулем, пулем, пулем. Пулем ли? Пулем, но не сейчас. Там у снайпера угол обзора хреновый. Нормальный угол. Ну, поставь лучше сюда его. О! А вот и сикеры. Это даже хорошо. В режим скрытности. Скана, правда, у меня нет. Но им особо тут деваться-то некуда. Будем смотреть по рокетам, по гранатам. Так, это первый здесь. И второй здесь. Значит, шедер рокет сюда. К хэвиком. И леммингами пробуем добить. По два хита у них останется. Одного. Ну ты чё мажешь-то, ёпарасоте, ну? Так, кто у нас там? Ты у нас, да, главный? Кинь гранату. Может, второго заденешь. Погоди, давай ты увидишь сначала, где... Так, а второго чё-то я не вижу. Сейчас, секунду. Нет, нет, нет. Второй отстал, что ли? Так, я лучше отступлю, чтобы не было этого фланга от следующего. Убиваем одного. Уберём сейчас розовенького ещё. И овервотчами вынужденно ловим. Смотрим. Они же ещё, сволочи, стрелять могут. Так, не вижу, да? О, здесь что ли? Не, не здесь. Так, не к снайперу ли он полетел? Нет, не видно. Хэ, хэ, хэ. С богом. Давай, проявляйся, проявляйся. Оп! Пачки! Бывает. Убил хэвик с крита. Скорее всего, Дима Михайлов, учитывая то, что он может критовать на овервотче. И не мажет. Так, остался последний. Подводим леммингов. Хэйди, бой. Айди, командир. Ясно. Буду на чеку. Дразни, видов. Ясно. Буду на чеку. Смена магазина. Не-е-е. Бой. Надо было перезарядиться. Ну что, пулем? Причем пулем вот этой вот дамой. Опасно. Он может вообще черт знает куда убежать. Ну ладно. Рано или поздно он вернется. О, ко мне бежит. Это идеально просто. Типа флангует. Красавчик. Ну я лучше с саппортом своим обойду его. И вот так вот. С лазерной винтовочки. Бах. И все. Возвращаемся домой. Это скорее всего Гуфтрай. Если не дадут террора. Или каким-то образом мы не снизим панику. Да, Родригес сапнулся в саппорта. Сейчас попробуем спутник один купить. И хоть как-то протянуть. Спутник 320. Трупы лесом. Борт компьютеры. Блоки питания. Обломки. Уже есть. На спутник. Я понимаю, что инфляция. Но в любом случае я следующую пачку спутников закупаю. Должен закупать в этом месяце. 326. Сначала дредноут. Дредноута в любом случае будет. Вопрос будет он до. Главное выполнение. Главное выполнение. Хотя нет, не принципиально. Потому что у меня больше одного спутника не по месте. Из-за плохого количества инжей. Главное выполнение совета в Лемминг. По крайней мере выучишь скрипты. Да, это понятно. Насколько я понимаю, стоимость не увеличится, если я в течение следующего периода закажу спутники. Так работает инфляция. Поэтому сейчас 4 дня жди нет. Возможно. Зачем, если стоимость не увеличится? Увеличивается сразу, вроде бы. Понятно. Ладно, пробую. Тогда подождать 3 дня. Подождите, у нас в мае же 31 день, а не 30, правильно? Да, сообщение совета через 16. Надо ориентироваться на обратный отчет. То есть 6 дней... Ну, не 6 дней, конечно. Сейчас дредноут, скорее всего, будет. 17? 17? Десант, да. Благодаря транспондерам дредноута пришельцев стало уязвимым. Самое время нанести удар. Высадите десант прямо на борт дредноута. Это редчайшая возможность захватить корабль. Пришельцев целым невредимым нельзя упускать. Ученые, инженеры снижение паники не даст. Но если до конца месяца будет террор, или какая-то миссия советов, что вряд ли, то есть гипотические шансы. В любом случае я полечу, чтобы вспомнить, чтобы... Чтобы в следующий раз было попроще. Но с нами не будет сокола. И я думаю, надо будет брать дополнительный медикит. И, возможно, менять броньку на... Гранаты, хэвиком. Жду от вас хороших новостей. Соколик, соколик. И у тебя нету штурма. Да, штурму вроде убили. Штурму убили. Можно полететь 30-го числа? О, кстати, а зачем мне выполнять эти миссии сейчас? Я же могу ее скипать как... Я же все равно... Мне деньги... Меня деньги не спасут. У меня модули спутниковые не успевают достраиваться. Да, давайте лучше сокола подожду и все. Заодно мы, может быть, и увидим, что миссии не будет до конца. На снижение паники. Да, давайте просто последовательность уберем и все. Так, да, поехали. Так. Сообщение совета 11 дней. Пора покупать спутник. Стоимость не поменялась на следующий. Пока. У меня еще есть 10 дней, пока она не поменяется. Сейчас будет миссия на панику. Ну или, я надеюсь, террор. А, нет, может и не будет уже миссии на панику. Две же было там месяц. Так, ладно, надеемся на террор в нужном месте. Сокол вернулся. Нет, нету миссии. Нету миссии. Соколик вернулся. Тоже классный. Он отдыхал месяц, он многое пропустил, но у него все равно точность 108. Спутник два дня ставится. Ну, паник это сразу гасится. Что делать? Да ничего, ждать просто. Террор, 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 террор! Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Все, это ГГ. Три страны выходят. Можно запустить спутник в одну страну, но мне не хватает. Все из-за количества инженеров. Небольшого, блин. В следующий раз не надо строить лабы, надо страховаться мастерской. И брать на второй миссии любое количество инжей. Я запущу спутник в Индию. Ну, так, потому что могу. И сообщение совета. Такой трай был хороший. Сделал выводы. Какие выводы? Может, с допросами попробуем? Короче, лабу не надо. Мастерскую ставим. Что мир и несотрудничество с пришельцами принесут процветание всему человечеству. Это решение было принято единогласно. Наш путь чист. Не, давайте лучше я еще разок сделаю. Немножко будут некоторые изменения в плане... В плане... В плане... Поехали заново. Блин, такой трай, а. Короче, лабу ставить не надо. Надо поставить мастерскую. В первую... Просто, если бы мне дали... Там не давали по два или по три инжа, То было бы все хорошо. И надо на скриптовой миссии полетать леммингами действительно. Азия. Азия, поехали. Ждем нормальную команду. Отправляемся в Индию. 65, 80, 55, 60, нет. Сейчас будет у нас перерыв, блин. Ну, смотрите, я бы мог... Я бы мог слетать на дредноут. Кстати, надо было слетать. Ну, я думаю, что его быстрее дадут. Короче, если бы мне дали возможность построить модуль спутниковой обороны, Который делался 28 дней раньше, Деньги у меня были, инженеров не хватало, двух. Все было бы хорошо. Я бы слетал на дредноут. Надеюсь, я бы его одолел. Даже без сокола. Ну, потому что если там реально дюжина thing-менов, Один мутон, парасектоидов и один крисолит, То как бы это... Ну, то есть это можно убить. Ракетами паки просто thing-менов убиваешь и все. Я бы получил деньги и запустил не один спутник сейчас, А четыре, например, да? С двух модулей спутниковой обороны. Даже пять мог бы запустить. Но в этом не было потребностями. Получил бы много денег. Короче, какие выводы? Во-первых, там был хороший совет от товарища. Я действительно попробую после скоупа, после скоупа, Сделать нано-броню. И, соответственно, выйти в панцирку. У меня не будет нормального оружия, лазерного, Но у меня и так дредноут, у нормального оружия нет. Потому что есть только винтовочки и пистолетики. Ни тяжелый лазер, ни снайперский ты взять не можешь. У прокачанных снайперов, в принципе, урон даже с базовой пушки, Благодаря криту и благодаря разным левелам, высокий. У хэвиков урон стабильно наносится, главным образом, ракетами. Поэтому ради там пятого, шестого солдата исследовать лазерку, Это сомнительно. К тому же самому моменту, я после скоупов и нано-брони, Возможно, в зависимости от количества ученых, Смогу сделать панцирку. А это плюс три хита. Это вот как раз резонное замечание от одного из пользователей. А еще был один совет. Первое маленькое НЛО, самое первое. Ее можно скипнуть, и тогда прилетит среднее. В среднем больше бабла. Его, конечно, сложнее сбить, Но можно попробовать получить побольше денег в самом начале и больше опыта. Поэтому каждый раз у нас будет... Вообще, игра практически никогда не повторяется. То даже если у тебя одни и те же роли у людей... Каждый раз, как в первый раз. Поезд, так вообще, проща тоже. Вроде 30 раз проходил. Скрипты, скрипты, но блин. Ты среднее не сразу сбил в этом трое. Я помню, я два раза его скипнул. Там как-то везет, и согласен. Но только не вази, вази. Будем отталкиваться от нашего состава, от экспы и прочим. Ребят, давайте. 65 хрень, 55 убога. Демази говорит, я пропустил поезд. Мы его прошли с одной потерей лемминга-штурмовика. И запас был еще в 2-3 хода. Но аркадка была, нервы на пределе. Но сокола не было вторым снайпером. Он бы там значительно облегчил игру. 100%. Потому что там одна Женя там убивала. Дай боже. Австралия отправила уже несколько... С двумя, говорят. Ай, там двумх потерял сорин. 80, 65, 60, 60. Потраивающий, наверное, минут 5. Попыток 10, чтобы стабильно было выше среднего. И поедем. Фибоначчи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Третий месяц, кроме школы офицеров никаких технологий. Какой смысл ждать 50 дней для лучевого или панцирей? Даже исследуя всякую чушь по 5-8 дней можно получить заказы от государств. Надо или через ксенобиологию идти или через мехов. Риск велик, а как еще? Всем ханкер, вырезаны цензурой. Я вообще ничего не понял, кроме последней фразы. Играть с такими пацанами? Вроде 80 есть, 60 заменим, 70-65. Да, давайте с ними. Не топовые совсем пацаны, но... Так, давай лучше я сохраню, запомню какой-то сейв и еще немножко попробую нарулить. Да, там один точно под замену, второй тоже под замену, не хочется. Один топич, один чуть выше среднего. Следующая операция пройдет в е... 70, 65, 65, 75. Вот эти вот товарищи местами донные. Тут воля 25 вообще. 53. Забей на скоб и играю в мёд через мэк или инвизных штурмов гораздо стабильнее. Какие инвизные штурмы? Вы что? Как ты собираешься инвиз получить к этому, к дредноуту? Я не проиграл в прошлой игре по... По... Ну, по бойцам, по тактике. То есть, мне тупо не хватило, я совершил ошибку, мастерскую не построил. Построил лабы только. Ну, то есть, можно было, кстати, и то, и другое, но я подумал, что нормально, там, типа, запас есть. Зачем сейчас пытаться собирать какой-то мёд, какие-то исследования, кого-то захватывать, если можно сделать то же самое чуть получше и не зафейлить со спутниками? Это то же самое, что вот Варкрафт вас там убивает, и вы думаете, блин, не, надо расу менять. А на самом деле там ошибки по игре. Не надо менять 55, да вы что? 2 по 55. Уже четвёртый раз это слышу. Но ты видишь, что каждый из разов мы проходим всё дальше и дальше. Спасибо, кстати, за поддержку моральную. Бесит. Почему не полетел на дредноут? Потому что думал, что он до конца месяца ещё будет, а так мы сможем проверить, есть ли террор или нет. Для опыта стоило. Отправляемся в Индии. Давай Европа на имба. What? Понятно. Штурм-1, ответьте центру. 75. Блин, да какие вы... Там 60, 55. Мышка поставь. Я реально не пойму. Даже с учётом того, что я получал там ранения на Аркаде Дмитрием Михайловым и Соколом, всё равно мы достаточно спокойно дошли до ключевой миссии. Штурм-1, ответьте центру. 55, 55, калеким, калеким. Я тебе пишу, как сам проходил, не фантазируй. Да я не говорю, что ты фантазируешь. Я говорю про то, что у меня есть определённый опыт именно в прохождении по этой схеме, и я вижу, что она реальна. Я могу подопускать те ошибки, которые... Ну, короче, здесь значительно стабильнее начало. То есть я знаю, что за чем будет. И в плане исследований, и в плане команды. Нафига мне сейчас принципиальную концепцию менять? Не в этом была проблема. 70, 65, 75, 55. Играет спутников, они дают инкам. ГГМ, Джен, сегодня у слона, кажется, рассказывал, что у Майкера сложнее. Но ты явно не разбираешься в игре. Через спутники это правильный совет играть. Но есть такая галочка инфляции. Каждый новый спутник обходится дороже предыдущего. Это значит, что каждый новый спутник стоит в два раза дороже. Ты покупаешь спутник за 400 в начале, а следующий стоит 800. И в принципе ты не можешь покупать спутников. Ну вот в крайнем случае штучку купить. И то это практически крест поставить на дальнейшем приобретении. После дредноута, получив 2 плюс косаря денег, ты приобретаешь сразу 6, 7, 8 спутников. Следующая операция пройдет в Абонии. А на 8 и на 9 они уже будут стоить там 2000-4 тысячи долларов. Поэтому... Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки... Да ё-моё, коллеги, ребята, ну что же делать, ну? Да я деморализован немножко после... Точнее не деморализован, я расстроен после потери. Я даже команду не потерял, понимаете? Я просто запорол такой трай классный. Столько было киллсов героя Дмитрия Михайлов. Ничего, мы их сейчас восстановим. Отправило уже несколько запросов. Установим, мы будем воевать. Главная команда более-менее толковая... 80, 60, 55, да что за коллеги? Я вот... Зачем 55? Зачем 55? Мне не нужно 55. 55. И он снайпер еще такой. Оп. Так, сейчас, секундочку. Австралия отправила уже... 75, отлично. 60, хреново. 75, отлично. 55. А, незачем ты мне нужен-то, сволочь. Ты мне все портишь, этот... 55, блин. Какого хрена это... Такой... Такой тролль. Просто... Это, знаете, как... Как сержант проходит... Вдоль роты солдат. Ну, на построении... Стоят такие бойцы. Четыре человека. Такие широкоплечие, лысые. С такими подбородками серьезными. Он так одобрительно на них смотрит. Зоркий глаз. И потом четвертый такой... Скрюченный, косой. Но ржет. И ничего не сделать. Летим в Китай. Там сейчас... Ладно. Что мы... В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Ладно, может остальные 80? Да, но... Два по 55. Бывает. Но слишком часто. Так бы 80-ки давали, да? По две штуки в паке. Это все Азия? Думаете, китайцы такие косы? Понятно. Следующая операция пройдет... Да нет, рандом. Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки огонь. Как у вас дела, что нового? Видя, кстати, если ты слушаешь, ты же там приложение для айфона. Какая-то уже бетка открывается, да? Важны не характеристики бойцов и его кармы? Понятно. Не обусть старт, проходи с тем, что дали. Говорит Ледакова. Память заказали. Выбрали. 55. Нет перспектив. Там с парой бойцов 55-60. То есть ты запарываешь первые две миссии. То есть ты меняешь этих людей. Не факт, что ты дома еще встретишь толковых. Там, конечно, выборка больше, но вероятность все равно есть, что там не будет выше там 70, например. Ну или 65. И потом ты думаешь, блин, ну какого черта я... Я из-за твоих великолепных травм к экзамену не могу подготовиться. Ну это зря очень. Ты что? 80! 70! 70! 70! Да! Все выше среднего! И один топич! Топич! Ну все, работаем, работаем, пацаны! Работаем! Ой, хорошо. Ни одного калеки! Ни одного калеки! Среднее значение, как я уже говорил. Нет, сохранить на следующий трай не надо. Потому что там сохраняется не только старт, но и все ивенты дальше. Так, начинаем. Снова блокнотик. Записываем фамилии пацанов и девчонок. Азулай. 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 И настроение улучшается. 53.80! Вообще топича, Зулай. И по морали... Дубазана. Дубазана. 40.70. Торрес. Торрес. 70. Но воля у него 29. И... Макинтош. Макинтош. Тоже семидесяточка. Всем по килсу. Восьмидесятник. Рон не поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей зашло. Михаил, добрый вечер. Добрый. Да сколько сегодня стрит? А то поработать надо. И почему на PayPal такая дикая комиссия? На PayPal дикая комиссия, потому что у самого PayPal там 10 рублей плюс 4%. Такие они молодцы. Мы пробуем сейчас перейти на другое. Ну, чтобы типа фиксированный для микроплатежей процент. Но там процедура тоже не быстрая. Лучше, конечно, через банковские карты, вебмани вообще 0,8%. Или Яндекс.Деньги. Там поменьше, конечно же. Меньше всего на вебмани. В вебманях вообще. 0,8%. Сектоиды шумят. Обходим. Я слышу сектоиды в помещении. Обходим с уголка. Надеюсь. Ну, не пуля вроде, пак следующий. Давайте Азулай закинем максимум киллсов. Если будет у нас, конечно, выбор. То есть всем по штучке, а Азулай... С горянки там пусть добивает. Тут тоже на полхода. Там такая дверь еще багнутая есть. Хочу зайти все-таки туда. Потому что так выше вероятность флангануть их. Там кто-то есть. Определенно. Главное, здесь еще спулить можно. Но не спулили хорошо. Ну, овервотча. Этот стоит у окна. Они подходят. Эти подходят сюда. Но на этот угол не становимся. Раз. Блин. Все равно заметил. Капец. Этот багнутый угол так бесит вообще. Ну, там стенка. Там нет вижена. Он все равно видит. Закрытые двери. Все закрыто. Хрена с два. Спулил пак в таком месте, что надо забивать на этот пак. Надо к этому бежать. Ну да, ну да. Слева еще. Там третий пак. Капец. Сейчас если он еще выбежит. Справа один пак. Ну и третий внутри. Оп. Овервотч. Дубоза на стреляет. Дубоза на подводишь. Но он не должен вообще стрелять. Да ладно. Да фул кавер. Пошла заливка. Собака. Инопланетная. Где там бафы? Не видно бафов. Ладно, я подхожу к этому. Раз. Дубозана. Торрес. Торрес. 70% мажем. Согласен. 75% Макинтош. Хорошо, Макинтош ставим плюс. Там двое. Плюс у меня уже минорное ранение есть. А это обидно. Сейчас будет выбегать бафанный, скорее всего. Я не вижу, где анимация. Тут точно подходим под фул кавер. Черта не вижу. Не вижу. Ходить на овере, его ловить, пытаться. Как раз он выходит и все его видят. Давай, давай, выходим. Справа еще бечит. Но это пак мы. А он может выскочить, конечно, в любой момент. Но у меня сейчас другая с заботом. Ну и где он там? Никого, е-мое. Я пробую, конечно. Справа. Ой, ой, он сзади. Он сейчас входить будет. Ребята, внимательно. Два овервотча всего. Три овервотча. Есть. Кажется, не грубил. Торрес, судя по всему, его снял. Поставлю под вопросиком. То есть здесь получается бафер. Но я, скорее всего, с пули еще один пак, если сюда зайду. Но с другой стороны я могу прям зайти. И прям зайти могу. Ну, то есть, вы понимаете. И там полуукрытие везде. Может, одного поставить вот так вот для начала. Да, спунил. Ну, там пак из двух. И под них левые вроде стоят неплохо. И эти вообще в две гранаты выбиваются. А этот под полуукрытием. Его можно флангануть. Но эти не успевают, пацаны. Что делать, ханкерить, что ли? Да, вот если бы эти были поближе, они еще не должны испалиться сейчас, чтобы в следующий ход фланганули. Да, здесь просто пытаемся продержаться. В ханкере. Хрен его знает. Наверное, надо обойти им даже. Отойти, чтобы он меня не видел. Смотрим дальний, сейчас будут бафать. У нас только два трупа на самом... Ой, ближний его бафает. Неужели сейчас реально пойдет? Или поэтому просто постреляют? Ну, того-то я постараюсь снять. Этот уходит направо, обходит. И встает в овер. Этот отходит назад. Стреляет? Нет, не стреляет. Все, у этого овера нет. Хорошо, то есть надо парочку убивать здесь вот. Овервотч сработает, сработает. Что делать? Ну, можно здесь кинуть гренку. И попробовать добить, сняв укрытие. Азулай, нужен киллз? Очень. В две гренки тогда убьем. Раз. Там нет овервотча, он бегал два раза. Но все равно мне нужно его убивать. Двое должны справа справиться. Давай, 80. Азулай ставим плюс. 80-ка, умница. Здесь забегаем сзади. В принципе, две гренки есть. И если там вероятность будет не очень хорошая, то... Да там хорошая вероятность должна быть. 70. Хотя у этот раненый... У него будет хреново вероятность 63. Тут 76. Кому киллсы нужны? Макинтоши тоже точно не нужны. Вот это вон дубоза не нужна. Ладно, тратим тогда две гренки, пожалуй. Потому что вероятность 60 с копьем — это хрень. Две гренки. Ну, останется один пак, который придется мне без гренки. Но зато дубоза не даем киллс. Осталось только убедиться, что у Тороса был киллс. Ну, то есть, что это он добил. Это делается убийством еще одного. Опа-пак! И далее передохнуть. Сразу фланг. Блин, у меня тут мало. Гренка, конечно, есть. Я могу зарядить. Но нас тут мало. Не могли они мне дать еще время, а? Я их не увижу из-за этого мусорного контейнера. Так. Очень опасно. Очень опасно. Закрываются двое. И укрытие у третьего. А, нет, трое закрываются. Значит, надо гренку кидать. Вопрос откуда? Здесь полуукрытие. Отсюда может не хватить угла. Да, отсюда угол острый. Меня, скорее всего, мочканут. Ну, надо, короче, кидать гренку. Пытаться этим убить кого-то тоже. Отступая. Куда ты можешь отступить? Практически никуда. Ну, вот сюда вот, наверное, отступим. Чушь. Тебе будет один простреливать. Так, а я точно здесь никого... А, я могу вот так вот выйти. Рискованно, конечно, но... Я тогда спасу от гарантированного глупо правого. И вот отсюда, чисто в теории, могу увидеть. Слушайте, я могу отсюда видеть. Могу в один ход все сделать. Если попаду, конечно. Но надо. Поехали. Раз. И погодим. Не видит никого. Не смогу в один ход. Это два. И он еще раненый, блин. Гренку, скорее всего, проще отсюда кидать. Надо пытаться Гренкой задеть всех, убрать укрытие. Да-да, я отсюда кину Гренку. Как надо, насколько я понимаю. Почти. И... Блин, не достану по дальнему углу, уже не тот. Да, не тот угол. Ладно, все равно мне дальнего никак не убить. Дамаджу этих двоих. Одним убиваю одного, вторым убиваю второго. Остается третий. Черт знает, что с ним делать. Захожу против третьего здесь за фулл кавер. Ну и поближе подхожу заодно, чтобы... Пистолетик, естественно. 60. Капец, это бак с укрытием. Как ты меня бесишь. Уже ж было такое. Вы понимаете, да? Разрушили укрытие, они стоят в укрытии. Все. 50 на 50 до базана. Молодец. Повышение. Но это 60% из пистолета пробует добить. И то не факт, что он... Хорош! Остается последней, но тут как бы я... Мои полномочия все. Окончены. Он может... Я надеюсь, что он свалит, но он не валит. Сейчас будет фланговать. Не попади. Жив. Жив. Так. Кто там у нас? Торрес. А, Торрес уже получил. Все получили киллсы. Я оставлю этот рай, несмотря на ранения. Это же не самый топич. Это Азулай. Этот топич самый, блин. Азулай. Твою ж налево. Он еще снайпером сейчас будет. Вообще класс будет. Пока не поздно можно сделать ре. Да не. Ре для слабаков. Пока живем. Торрес получение. Да, у Торреса был киллс в прошлый раз. В лаборатории все готово. Ждем вашего сигнала. Поехали дальше. Смотрим, кто снайп. Надеемся, что не Азулай. А кто-то из оставшихся троих. В лабораторию. Нет, не он. Он штурмовик. Вообще отлично. Штурмовик с меткостью 80. Ой, Азулай, Азулай. А, снайпер 77, да. Сап 72. И тяж. Как раз мне на замену Азулай. 85 меткость, штурмовик. Повезло, повезло. Так, лемминги, лемминги. Давайте. Блин, и тут 55 все. Уже два. О, 47, 75. 47, 75. Дайте еще парочку таких. Ай, лучше 80. 51, 70. Вроде это все. 39, 70 еще. 70-очки есть. 75 беру в надежде на снайпан. Еще одного. Я начну через скопы. Все-таки фрагменты оружия. Первую миссию попробую взять. Ученых. Копаю. Поехали. Вторая миссия. Дайте 5-6 ученых. 6 ученых! Так, не расслабляйся, Вась. Так, берешь Ховкинсом. Какая там сложность? Чрезвычайная или не очень? 6 это максимум вообще ученых. Чрезвычайная. Или 6 МЖ? Нет, 6 ученых. Вначале лучше одних ученых взять. Потом я мастерскую сделаю, и все будет хорошо. Лучше я лабы делать не буду. Так, давайте изменим хотя бы характеристики. 47-75 и так правильно. Торрес 32-77. Имена пока не даем, потому что первая миссия самая рисковая. Не хочу и сглазить не хочу, и время терять не хочу. 47-72. Тяж с неплохой меткостью. И САП 48-72. Тоже неплохой. Главное, чтобы качались еще дальше. Здорово. Будем ли брать медикит? Нет, не будем брать медикит. Гренки полезней. С приоритетом. Значит, Ховкинсу 1 киллс, Снайперу все киллсы. На следующем месте тяж. Ховкинс, Торрес. Поехали. 3-3-3, да? Или 3-3-2-2? Ну, кажется, 3-3-3-3. Нас ждет 12 сектоидов. О, карта одна из моих нелюбимых. Начало отличное, а потом будет дом. Вот это вот. Так. Ага. Так, здесь врываемся, соберем мед и с гранатками все убиваем. Если там кто-то есть в помещении. Либо в помещении, либо справа. Ну. Непонятно. Ладно. Снайп заходит первым, потому что ему вообще пофиг. Да, пак из трех сектоидов. Но эту миссию я много травил первый, поэтому помню. Не разошлись, все под одной гранатой. Теперь, внимание, вопрос. Леммингу давать 3 киллса не хочется. После Гренки мы снайпером одного можем снять. Кто будет кидать Гренку? Гренку будет кидать саппорт, потому что ему киллсы как раз менее всего нужны. Сап подходит, аккуратно выкидывает Гренку, чтобы стенку не собрать. Это раз. Сейчас Лемминга киллс. Точнее, снайпер киллс сначала. Потом, наверное, надо Хэвика на страховку просто оставить с Гренкой его. Леммингом тоже разок выстрелим. А мне не хватит все равно. То есть я все равно рискую. Ладно, проверим сейчас. Так, вот он Хокинс, которому нужны киллсы. Так, снайпер по кому? Ну, с максимумом просто 80, 77, давай 80, Торос, качайся. 80. Да 80! Ну, ёпар, СТ! Это был, наверное, снайпером, просто Гренку. Да, неправ я. Я был неправ, сори, пацаны. Всё, отдаю Леммингу к чёрту. Надо было снайпа, реально. Чего я мелочусь? Надо было просто снайпом кидать Гренку и всё. Снайпом прокачиваться очень сложно. Хокинс получает повышение, закрываем этот вопрос. Сейчас у снайпа ни гранаты нет, ни черта вообще у него нет. Такую глупость сделал. Вот прям по курсам. Заходим, проверим пак справа, но вроде шума там не было и был центральный пак. Ракетчик здесь очень сильно должен помочь, особенно в конце. Главное, не торопись, Михаил. Главное, не торопись. А, у снайпера есть Гренка. Чё я туплю? Ошибаться начинаю. Надо щеку сделать. О! Очень близко, ребят. Стоп, 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 стоп. Кажется, что близко. Так, ну я возьму Мелт на всякий случай. Чего? Вдруг пригодится. Учитывая то, что справа не шумели, а слева шумели, я лучше четырьмя сюда подойду. Ну, как бы вдруг они здесь. Они могут быть здесь. Они были уже здесь несколько раз. Ну, правда, давно их не было, но... Открываем. Не вижу. Открываем. И с правой части. Да, тот пустым. Проверим справа. Могут быть. Слева шумит. Ну, в доме. Но в доме, представьте, три пака в доме. Это трындец. Потому что гранаты, рокеты заедут очень хорошо, но... Все равно опасно. Снайперу надо под гренку. Как можно больше киллсов. Ошибся я. Смотрим. Никого. Ну, все, блин, тогда. Тогда придется... Ну, могут быть где-то еще на улице. Конечно же. Конечно же. И это вполне возможно. И лучше, чтобы они были распределены. Но далее в здании я, скорее всего, буду Хэвиком подходить с фланга, чтобы после пула где-нибудь из центра кем-нибудь Хэвик смог открыть дверь и шмальнуть рокетом так, чтобы все сиктоиды запомнили. И при этом рядышком с ним надо иметь снайпера и человека с гренкой. То есть, получается, саппорт у нас... Ах, надо было Хэвиком гренку тратить. Ошибка тоже. Там такая плотность дикой. Там 9 человек будет. Представляете, 9 человек внутри будет. Учитывая сложность миссии. Как-то вообще не комильфо. Так, давай-ка снайперам все-таки сюда. Ошибка нельзя. Надо снайпера ближе. У меня уже граната. Он по-другому не стреляет вообще сейчас. Без общего вида. Особенно на такой карте маленькой. Так, ладно. Что ты можешь? Открывай дверь. Проверяем, если на площади кто-нибудь... Пока не видно. Там двери вроде закрыты. Это закрытая дверь. Давай проверим дальше. Да, закрыты двери. Прячем раз. Снайперы подводим. Там от рокета очень многое будет зависеть. В той ситуации перестреливаться с 9 людьми это будет трэш тот еще. Но придется. Поэтому снайпер хэвик 100% обходит. Сап скорее всего с ними. Потому что он дымом может халпануть. А вот Хокингс лейминг наш он как раз и будет пулить. Ориентировочно будет пулить. С одной стороны когда мы эту дверь откроем вот эту большую мы спулем практически всех. Но нам наверное даже и выгодно всех спулить. Чтобы было больше возможности для того же самого рокета. Когда вот первая миссия там гренки ими сложнее накрыть а рокетом да причем рокет накрывает ультимативно понимаете плюс еще кстати можно сделать можно ход терпеливо подождать вот этой вот группы которые в засаде находятся чтобы определились баферы и накрыть сразу же парами у них там места мало должно быть на всех на 9 человек да-дам так хокингс пошел кинь сканер какой сканер вторая миссия алё тут даже цели нет спасибо за совет так тут у меня помню по багу дверь открывалась там зависала главное чтобы лишнего в глазок блин не увидел ну что снайп подходит так а ты как ты вот так вот сейчас будет такая грязь вообще кстати почти 10 человек хотя может быть там паки по двойке но вроде чрезвычайные в таком случае не бывает последний подход пулем слева этих не палим смотрим кто как там распределиться поехали пацаны ой все капец два пака по три третьего не вижу ой не разбегаемся там справа пять человек ой ой нет разбежались неплохо так шесть человек четверых я рокетом накрываю но если я открою дверь возможно я спулю пак еще и здесь а тебе его так и так пулить Вась можно этим отступить но они могут выйти сюда даже скорее всего кто-то выйдет за эту дверь не надо открывать открываем дверь пацаны ой сейчас третий пак четвертый пак будет да и тоже три человека девять человек это капец там еще за стенкой один или два давай раз два три четыре пять шесть семь двое здесь еще почему я знал я знал я знал так и хотел но все равно проблем дофига прям овер дофига ладно этот товарищ у нас может флангануть одного будет правда за полуукрытием а он может его флангануть отсюда подойдет откроет дверь это будет не фланг может сюда подойти так какой выбор по ракету давайте гипотетически мы закрываем вот здесь двоих да если закрываем здесь двоих то получается раз два три четыре пять пять человек вырубаем уже неплохо но мы точно не знаем как там если мы перемещаем ракету раз два три назад твою ж дивизию так так закрываем двоих о раз два три четыре пять а верхнем никак ну чуть-чуть не никак но пять это хорошо причем гарантированно пять пять мы шестого заденем нет шестой не сдевается пять 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 да это похоже самый нормальный вариант лучше не будет давай пять минус осталось четыре допустим одного флангуем убиваем с критом окей допустим это уже сама по себе аркада здесь можно кинуть гренку снайпером и добить а тут даже без гренки можно одного убить фланга так а я могу минимизировать риски вообще чтобы вот как я этого могу убить чтобы не алло непонятно тут можно вообще дым кинуть отдай гарантомет снайпу а слушай ты же правого тоже убиваешь ну 75 правда так хокинсу киллсы не нужны да ты сейчас еще будешь убирать кому нужны киллсы слушай сюда две гранаты а какие две гранаты нет разницы не было если бы я там попал с пистоля подцепил бы гренку грант всего одна осталась у снайперов я могу кинуть гранату я могу снять тут 9 9 хитов у трех человек но я убью только одного остальные будут хулиганить шанс снайпа посмотри в смысле снайп тут вообще не должен стрелять ему выгоднее гранаты кидать 63 37 50 забей вообще тут несколько вопросов первое оббегать или фланговать этого упыря если да то как но не сюда точно то есть если оббегать то сюда но тогда у нас не будет фланга у нас будет просто угол если конечно так встану то будет фланг за углом только один откуда информация давайте клеточки посмотрим а вот не знаешь почему я вот сюда вот не могу например пройти вот сюда вот слушайте если я убил действительно подождите там были все паки по 3 человека здесь точно один есть ты убил 5 и вщедишь 3 а да опа реально ну а толку то скорее всего леммингом надо привлекать сюда внимание пытаться этого убить я не знаю какие там будут шансы к сожалению но оббегать надо либо либо я стреляю этим поэтому убиваю нет тогда я с фланга теряю следующий ход от сектоида я могу вообще свалить реально просто вот беру сюда валю кидаю на всех дым и переживаю кто хокинкс пошел на крышу может второго просто увидеть если он второго увидит и угрозы от этого нет смотрим видит вроде второго есть 95 55 там фулл кавер ну по крайней мере 95 он стреляет да с критом а выбора то нет давай раз хорош этого мы можем снять гренка плюс либо просто забежать за него но это хрень потому что забегая за него мы получаем жбан поэтому либо я кидаю ухожу за фулл кавер сюда кидаю дым я подставляю верхнего своего частично скорее всего близко этот гад а близко я могу его с гренкой убить гренкой выстрел снайпа гренка выстрел снайпа какие какие плюсы точнее не выстрел снайпа а выстрел саппорта совсем не факт что получится тут колонна стоит может сюда просто пробежать не факт что ты колонну снимешь понимаешь Вась скорее всего самое правильное это отступить и задымить всех троих угол конечно острый но фулл укрытие поставить там снайпа на овервотч например чтобы он да он не сможет ничего гранаты стены снеси должен быть фланг без передвижения а вот не факт что должен быть понимаешь тут колонны еще раз повторю есть вещи которые не уничтожаются так просто стеночка снимется здесь во первых у нас еще ящики стоят которые между прочим фулл кавер у меня в принципе вижена может не быть хотя скорее всего будет потому что он на пол но это так настолько рандомно плюс еще не факт что я попаду а он тогда точно будет идти короче я отхожу делаю дым и молимся что ближний сектоид не наломает дров и верхнего лемминга мне не убьют поехали а в следующий ход у хейвика гранаты все хорошо вообще здесь да надо было гренка проверить попадет укрытие или нет фулл кавер 57 по этому полуукрытие но может быть имеет смысл реально сделать овервотч хотя с критом я могу снять и так они вообще по панике могут сейчас просесть он знать будет овервотч мне или нет блин не на овервотч со снайперки я не попаду по ближнему да надо стрелять снайпом надеяться на 57 убивать дальнего поехали блин ну с богом пацаны с богом беги ничего не делай баф о нет не баф он промазал по верхнему держись 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 ушел вообще ушел не не двойной это не сможет стреляет скотина нет так только не нижний только не нижний не 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 пол хода а ты не видишь ты не видишь еще не победа но уже очень близко очень очень близко во первых тот кто на крыше может как просто заяц прыгнуть за спину секту не нет не так только вот так он может спрыгнуть это практически гарантированный гуф раз эти отстрелялись две гренки гренкой бы я верхнего и снайпером добил а этим я флангануть этого не могу не еще не все ребят еще не все шансы у них неплохие есть так кто кого убивает в общем кто по кому стреляет начнем сто процентов но это без фланга 55 без фланга тоже гренка у снайпера есть раз гренка овервотч да овервотч я понимаю я скорее всего прыгну просто сверху овервотч не сработает вот сюда вот сап флангует уличного кстати вполне возможно о да точно правильная идея это раз макинтош ну 82 но вероятность очень хороша конечно блин это уже проблема так гренку я до левого до начинает спрыгивать но спрыгивать так неудобно вы бы знали это все с рывком скорее всего вот так вот чтобы ко мне или даже вот так вот гарантированно убить конечно рядом нет сверху он его не увидит эти двое смогут обойти не смогут ну значит поехали ребят прыжок фланг 98% 100% крит главная русская рулетка чтобы сработала е красавчик осталось двое кто опасный дым еще ход продержится опаснее конечно человек который сверху хотя вот не факт не факт я думаю надо его в две грены убивать а может вообще отойти ты тогда грены не кинешь ты можешь отойти вот так вот и кинуть гренку сюда тогда дальний тебя точно не обойдет а снайпер так же может хрен из два он может только сюда но мы вообще докидываем ну доки нет ну хэвиком оттуда мы точно докинем то есть снайперу тоже отсюда надо валить для хэвика отлично это место на мой взгляд поехали блин я хэвиком же того мог убить что я сделал я же хэвиком фланг тому забегал блин что ты торопишься это вась капец сейчас ты рискуешь снайпером ой торосом блин я хэвиком реально того бегал убивал ну правда меня левые скорее всего бы тогда без укрытия не 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 правильно все проверяем гренку наверх видим что докидываем понимаем что снайпером мы тоже гренку докинем осталось только выбрать можно снайпером даже не гренкой да какой не гренкой пошла граната надо было хэвиком вообще далеко уходить чтобы по нему даже не стреляли хотя тут все равно так или иначе будут стрелять по фулл каверу главное снайпа увести снайп уходит сюда наверное какие у него вариант только так что по точности по верхнему 55 92 сэкономим гранату на 92 да мне повезет вот и Аркадий Михаев он меня сейчас так главное чтобы этот ничего не делал блин сейчас он снайпа будет убивать ну нет два хита не убил два хита не убил два хита он не убил и это значит что мы выигрываем жалко снайпера он отдыхать будет так а можно ли снайперу этот килл сдать конечно конечно можно вообще нет ну маловероятно макинтош его флангует с пистолетом раз снайпер его тоже флангует а вообще гренку можно просто кинуть зачем там раненым испытывать судьбу правильно но как мы разобрались 9 человек одно ранение молодцы задание выполнено сложная была миссия сложная сложнее значительно чем многие первые но снайпер получил ранение на единичку это дни 10 тарелка он пропускает 14 дней тяжа получили второго очень хорошо второй тяж это прям то что нужно медали дали но мне нужно и 6 ученых что строим лабораторию как как вы думаете строим лабу пацаны отметьте успехи наших солдат вручением медалей за особый застой получите раздать медали можно в казармах командиру экском просьба прибыть в оперативный штаб повторяю командиру в оперативный штаб выдаем первый ой там пушки на заднем плане прикольно не видел ни разу лаба без базара да 11 ученых на четвертом дне первого месяца дно сейчас принципиальный вопрос мы скипаем мелкую чтобы получить среднюю надо проверить хотя бы раз да давайте проверим сейчас мы скипнем мелкую для того чтобы получить среднюю и полетим туда с одним леймингом копать не надо а этот скип не работает с азией понятно ну тем лучшим эвакуация о снайперы дадут снижение паники бабло и снайпера сержанта сразу же представитель совета сопровождение такого на территории чиновник будет убит попадет пришельцам хватит паника должны вывести чиновника из обстрела это там где я дробашом его убил да ну там финмены надо лететь но снайпера сержанта такого ну да хотя у него там меткость 55 может быть короче снайпера у нас нет мы выбираем из толковых леймингов берем кхумало кхумало и скорее всего надо будет миссия знакомая говорите там по одной штуке два рокета есть на страховку поэтому вроде как неплохо но я думаю надо брать пару медикитов для того чтобы отравление скидывать байт на снайпер да какой снайпер снайпер ранение получил только что сказали 14 дней он будет отдыхать ну как как вы смотрите да как как можно я не если бы я таким невнимательным был бы блин это же ну как ребята повнимательнее вы что нет снайпер отдыхает получил ранение на 2 единицы 1 единица армор 1 единица по телу все отдыхает снайпер ах советчики а епарас как не глянешь в чат сразу сразу там эксперт тебе байт на снайпера отлично прокачаешь в этой миссии снайпера ези понятно так так две аптечки да две ли дорогая нынче аптечки дело не в цене денег дадут скопов то все равно нет я не помню миссию просто давайте один медикит может быть может быть в этом есть какая-то закономерность которую мы пока не видим я уверен что вы справитесь да снайпер кстати будет хреновый он в любом случае будет не выше 75-80 а в условиях того что он сержант это там третье четвертое звание третье кажется это будет беда ладно сапу берем медикит леймингу берем гранату два хэвика ну хэвики более-менее точные 76 72 в принципе принимать на овероочах можно ракетами добивать в случае если не получится тоже можно но я не помню я не играл в эту миссию пару лет сейчас кажется это там где ты на крыше забираешься на левую и идешь аккуратно по пол шагать к тебе падают тэнгмены вниз падают на правое здание падают и ты его должен довести до конца ладно поехали а это та миссия не я ее помню ха это миссия да сто раз проходил два года назад но я не помню где они появляются кажется первый тэнгмен здесь вип находится тут значительная часть врагов будет внизу и слева блин я не помню реально скрипты да когда еще возвращаешься они будут падать дико и этот фулкавер фулкавер раз фулкавер два три четыре окей ничего главное чтобы хэвиков было был рейндж под ракетом причем они должны быть как можно дальше сами по сравнению с остальными чтобы они могли докидывать эти рокеты хэвиков мы разносим по двум разным направлениям сейчас будем вспоминять главное не торопиться награда очень хорошая да и плюс опыт давайте аккуратненько кажется первый пулится пак а не а не скриптовый я помню их там двое стоит кажись и они разбегаются и только назад скрипты пойдут а так у нас будет два человека вот здесь вот два человека здесь ориентировочно и двое тут плюс кажется сектоиды еще какие-то как-то так то есть мне нужно пулить вообще сапом с медикитом чтобы он в ханкере сидел его не травили хорошо сделаем хорошо не торопимся а надо в другом сектоиды да хорошо 3 пак ну сектоиды из 3 паков окей подходим пулем ориентировочно хрен аз два подойди сюда тогда как я его не вижу то он вроде там должен быть надо справа потянуть хэвиков да и этого тоже в общем то раз два вас так так рокетом в принципе я закрываю этого товарищу да уже закрываем поэтому я наверное сделаю вот так пойду вот так вот поставлю хэвика сюда завалила да завалила вот он лучше бы постражались сейчас генерал еще будет меня звать каждый ход отчаянно ладно подхожу фулкавр и никого блин ладно следующий ход пулем саппортом ориентировочно сюда там полуукрытие правда там полуукрытие ну с богом да один thing man легкий плазмер полуукрытие сел так первое что делаем проверяем рокет рокет накрывает хорошо второе что мы делаем это проверяем точность 50% это чушь мы можем закинуть у него гренку 50% так хэвиком этим я подходить не буду пока на случай если второй хэвик промажут то есть я могу что вообще могу гренками закидать могу же уже нет машина взорвется только в принципе можем тогда прокачать лемминга то есть подойти хэвиком скажем взорвать машину гренкой так мы сэкономим ракету и получим ловелап ну не ловелап а этот ну да давай так сделаем так нет еще неправильная последовательность я же могу хэвиком этим гренку кинуть поэтому я могу этим хэвиком пострелять 50 этим пострелять 52 и если они не попадут я в две гранаты его убиваю правильно правильно у хэвика этого из гренка есть все отлично тогда стреляем попал два хита снял может быть даже гранату одну сэкономим макинтош стреляет 52 давай попади еще хорош сэкономили две гранаты Женька как дела видишь какие двери поставили видела так бы всегда не попадали на 50% я горе бы не знал так следующий в низине где-то находится его лучше кстати гранатами закидывать ну что для рокета там не будет вижен мне кажется там внизу не 1 а 2 давай потихоньку с перезарядочкой подходим да рокет конечно лучше на другую сторону к сектоидам кинуть действительно спасти его можно практически не пулю сектои ну то есть ты спулишь сектоидов но он может уйти вот даже в этот ход но это не нужно лучше их убить ладно аккуратненько подходим просто пацанами можно можно бить всех сектоидов потом забрать випа там можно видимо как угодно в общем понеслась новая задача ладно давай сюда хэвик так хэвик так где-то здесь я не помню где они как правило вот сюда вот после спула передвигаются да да дам я могу даже отсюда уже увидеть так а хэвики тогда докидывают гренки в принципе уже неплохо докидывают это не хэвики это лемминг подходит раз хэвик подходит тоже два под гренком погоди погоди один ход еще сейчас сапа попробую подвести там главная сложность в том что когда ты его пулич ты его после этого не видишь и двумя гранатами его можно очень стабильно закинуть если знать куда он бежит ой три два три сектоида класс это под рокет но рокета вижена не будет скорее всего ну то есть линии не будет хотя близком одного заберем двух заберем у третьего вижен убьем будем думаю надо но не погоди 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 дальше не стоит высовываться я бы мог типа попробовать флангануть докинули я гренки так что не спулю паки не факт подойду сюда могу уже спулить сюда подойду точно спулю в две гранаты убивается но гранаты не докидываются в общем то если я подойду вот так вот не факт что докину на уровень рокета попробуем поднимать да надо попытаться нет уровень рокета не дает ничем мы сносим у второго укрытия двух убиваем гарантированно а дальний ракетир может быть у него у него еще должно быть хуже с обзором да так то есть убиваем одного ой двух то есть в принципе уже неплохо я думаю можно попробовать рискнуть и подойти на кидок гранаты двух клеток тебе хватит чтобы закрыть двух клеток тебе хватит как раз рискуем раз не спулили отлично накрываем троих накрываем троих это лемминг это лемминг тогда нужно подвести например этого хэвика вот сюда или сюда сюда скорее он гренкой не достанет а у тебя гренка есть хэвик есть но тебе лучше не стоит так подойди сначала ты может этим докинем гренку нет этим не докидываем плохо вопрос только в дальнем хэвике получается конечно может подойти сюда но это пол отсюда гранату он тоже не докинет блин как быть двоих что ли бивать может штурмовиком просто пострелять когда у него укрытие не будет да это идеально все отлично значит кидаем хэвиком гранату как получается раз а там машина горит а без разницы тогда лемминг убивает все равно получает один киллс а машина может уже взрывалась может она просто горит фулл кавер у того не сняли но для этой вроде там не фулл кавер да 82 уже сейчас лемминг у нас убивает двоих задевает третьего сап пытается достать третьего мог сейчас пулить пак главное сейчас 82 попасть чтобы не было проблем давай умничка ой как хорошо и со страховочкой еще ракета была оставлена на страховочку но там говорят еще пак и надо хэвиков после того как убьем эти паки подвести куда-то вот сюда вот и кидать рокеты к машине горит левый да да мне кажется что нужно уже брать лемминга сапа не трогать тут может быть пак надо проверить как я могу поставить хэвиков безопасно во первых этого поближе этих проводим такую небольшую ротацию хэвика поближе у него угол пас требует я понимаю что пак есть один за этим там даже два бывает насколько я помню но я помню что здесь на дне еще кто-то был я хочу это проверить так я его не увижу между прочим так увижу давай никого похожим тогда мы хэвиков подводим под эти полуукрытия у меня есть два рокета от последних верхних критис путиш два пока мелких ну да похоже на правду так 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 ну здесь скорее всего пулем видим видели а окей ну не спулили а ну-ка давай-ка плясать выходи а я уже не хочу подводить второго хэвика потому что они меня не видели а могу я туда роки достать по одному только не хочу тратить так ну что овервотч или подвести хэвиков спулить кинуть дым увести лемминга и на следующий ход все сделать по красоте поханкерить немножечко если не двигаться просто овервотч ну хотя двое могут пострелять надо было саппорта подвести да может быть сейчас овервотч мы удастся кого-то выцепить не нифига подобного они там стоят просто стоят их вообще никто не видит пока мест так а если я вот нет нельзя да поехали короче пулем не пулем ну что нормально так тебя наверное тогда тоже сюда и три овервотч хороших не торопимся я первый раз в эту миссию играю уже спустя два года поэтому сейчас мы туда рокет кинем я думаю один уже точно убьем двоих накиньте рокет говорит ледокол ледокол я по второму не доставал с той позиции я только сейчас подвел хэвика который гарантированно достанет по второму ты такой нубас вообще ну куда ты торопишься молодой неопытный так слева паки пока не видны но рейндж хороший можем и достать ничего наверное будем сейчас второй пулить леммингом как только возьмешь випа начнут падать дыхляки это понятно вопрос в каких местах и на каких клетках это я-то помню там вообще по грамотному можно проставлять их так что все ок тебе еще потом обратно идти не трать рокет да сингмены конечно попасть не будут так ну чисто в теории я могу их я их снизу спулю точным может забить на сектоидов а я их отсюда даже могу не спули дальних ну кажется я их спулю перевернутая желтая машина и красная что там падают по мере движения это понятно красные машины перевернутые а вот здесь вот да нет ну я помню один вот здесь вот вообще в конце падает кто-то падает вот здесь вот кажется все равно их надо будет убивать окей давайте тогда попробуем понять как убить сектоидов есть укрытие нормально не есть нормальные укрытия подходим так перемещаем сюда сапа перемещаем сюда хэвиком я попробую подымить если там их двое то это не такая большая проблема возможно стоило разделиться 2-2 и попробовать обойти бафера да задрал ты уже так подходим не не подходим а как ты спуститься ты не можешь а тебе сюда ой беда понял откуда пулится пак теперь так разбежались полуукрытие фулл кавер этого надо вообще уводить подальше сейчас пойдет дым обязательно потому что сейчас будет перестрелка бессмысленная беспощадная 2 овервоча на хэвика с вероятностью 50 плюс на попадание и в общем с богом пошел баф стрелять будет один вероятность попадания 35% сидит ждет блин я сижу в дыму блин а дым зря они на овер сядут уже понятно блин что они на овере сидят я подвожу посмотрю где стоит один кто кого бафает бафает правый того что слева ой ё-моё ещё не поздно кинуть рокет да рокетом то мы убьём потом начнётся жара я там фильммены будут падать на овервочи если я промахнусь то сейчас на самом деле я ранение получаю с вероятностью больше 50% короче я лучше рокет потрачу пацаны действительно чтобы жалко следующие фильммены кажется падают по подвоям сейчас один здесь где-то так надо частично уже пацанов отводить особенно тех у кого есть гранаты они должны быть где-то ну типа в середине да чтоб могли гренками сначала один потом второй так ну я троих возвращаю сразу же у меня только одна граната кажись хотя у этого лемминга может быть нет всех перезарядим так vip зовет я убил одного который бафал в консоли было что два килл сам но это только одна а гранаты есть один из дыхляков может вниз упасть так не нравится мне как хэвикс граната стоит я его подведу еще где-то ближе к центру чтобы он в любом в любой возможности смог маневр провести бойцов заранее проведи финмен падать как генерал проходит понятно подведя обратно хотя бы еще одного понятно блин вот не зная скриптов это миссия проходить такая аркада вообще ладно мы его берем очень вовремя я пока держусь на мои бойцы им повезло меньше надо отсюда уходить пока не появились эти уродцы не знаю какой вы вид войск но такое снаряжение я вижу впервые пора доставить объект на рейнджер я не хочу включать ютуб и смотреть где падают это совсем получается неинтересно так випа я подведу сюда чтобы в случае если вниз падают его не увидели тут овервотч естественно везде овервотч ну что где так один здесь не в укрытии хорошо гранаты я достану второй где а по нему все стреляют 3 овервотч есть 1-6 попал дуба зана получил повышение какой стилалайв что ты несешь ребят я предлагаю просто двигаться так чтобы один по центру было всегда с греной а все остальные всегда были с овервотчем как мне сердце так бьется так овервотч 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 скорее всего сейчас ничего не будет ой ой там отравить его могут капец сейчас яд у меня есть медпакет но тут уж ничем не помог так перезарядка ханкердаун нивелирует яд да запаска с этиалисом дала пред сразу же так ладно мне кажется надо подводить поближе потому что дальше кажется вот здесь вот кто-то падает уже надо хэвика с гранатой в первую очередь подводить ближе что он как раз может закинуть и распределить более-менее равномерно ну кажется вот здесь вот один падает за фулл кавером но випа я не двигаю вообще пока нафиг нужно да видите если випа не трогаешь то как бы все ок мы подводим випа потихонечку здесь вот так вот один вот здесь вот падает точно ну могут не давай лучше рывок кажется там как раз вот ай какой рывок сейчас же могут уже прийти так а ты за угол сможешь сможешь сейчас бы не упали не упали хорошо но сейчас нормально стоим кажется еще двое пойдет один влево другой вправо это вот как раз да 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 этого я флангую и до него гренку кидаем а это дальше да но этого тоже флангую 4 овервоч ребята мочат 4 мимо 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 гранаты его можем убить далее ты видишь этого 64 ты видишь этого 70 кхумало кажется не так а хэвик вообще как 82 хэвик будет стрелять окей ну вроде все хорошо то есть ты стреляешь 70 по любасу раз хорош повышение ты кидаешь грен нет 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 69 попробую просто пострелять хэвиком для начала 82 крит 82 опа а это уже серьезно гренка мне не поможет я могу попробовать вот так вот его увидеть и вторым флангануть вижу 65 капец кидать гранату или стрелять кидать гранату или стрелять крита нет кидать гранату черт он будет стрелять фланговать убивать да овер уже ну я же вдоль пробежал какой овер гренку той кину но толку нет вначале стрельни сапом и то верно попади прошу тебя попади попал на 1 это гг но сейчас имеет смысл просто стрелять или тупо бежать даже к нему проверять овервот 65% потому что следующим ходом если я не попаду он убьет а он и так убьет короче стреляй просто давай ну 69 ну блин все понеслась сейчас будут смерти фланги легкий плазмер это забей там не выживают люди не паникуем пацаны нам дадут снайпера вот сучок убиваем его да как охрененные криты из хэви вэпена 4 крит блин 65 ну попадите люди да 77 ну yes спасибо отравление правда ну о твою ж дивизию хэви потеряли на один хит отравление пофиг и сдаем главное чтобы сейчас снайпера дали не 60 ну я буду эту миссию конечно проходить в следующий раз будет попроще школа офицеров сразу школа офицеров для сержантов сейчас мы на первом же месте школу построим ой все так во первых у нас капрал хэвик бита 11 человек приспособленец 74 меткость толковая новый стал штурмовиком мораль хорошая точность хорошая толку нет медали дали и снайпер с меткостью 60 давай хорошего снайпа ну хорошего сержант аная кришна невидимка прозвище меткость 91 с общим видом приспособленец с критом о боже о боже у меня даже скоуп не исследован то есть даже первое исследование не прошло вот это подгон тут я еще полмесяца буду с сектой дыме воевать а мне дают снайпера с общим видом и школа офицеров говорят строй пожалуйста Михаил просим тебя строй школу офицеров продавай там все что есть и строй школу даже тарелки первое небо а нет была первая тарелка а не было первой тарелки это миссия третья по счету школа офицеров здравствуйте так этот рай только не запари тебе дают топового снайпера на третьей миссии еще одного снайпера можешь выращивать отличную точность 77 у тебя есть один тяж одного правда гуфнули тебе нужны лемминги нет пока не нужны сейчас летим на на тарельку может все таки посмотреть толковых леммингов еще 55-55 толковый лемминг ну вот этот есть 39-70 последний вот его возьмем лемминги как можно было выбирать между 100% гофа декабря слонга и 50% овервоч от него она первая же потому что после овервоча не факт что его бы убил бы как вот не убил тот же самый хэвик а не убил бы ты получил бы и овервоч и следующий ход его выстрел я не знаю медали раздать медали конечно же медаль защитника назначаем способность не паникует никогда если ранит или убьет конечно не паникует кто а что у нас там по снайперу с морали у него я думаю 41 давайте лучше ему дадим а то слишком сейчас переименую это просто я сейчас весь этот состав буду любить холить и лелеять сейчас мы всех раскрасим всем дадим имена всем там все сделаем как надо это у нас будет Женька ты кем хочешь быть хэвиком или снайпером все хотят снайпером действительно так ну Женька опять же через постель пробила себе снайпа шляпу хочешь поносить вот такой вот похоже 41 41 91 91 скоп будет за соточку будет 41 91 не запари не фанда тяжелая пехота мужик это Дмитрий Михайлов конечно же Дима Михайлов Герои Дмитрий Михайлов не может быть негром потому что он из Новосиба там их не так много бомбом кого мы оставим сапа или штурма сапа надо сохранять состав это у нас будет Тей девушек на гудгейме не так много причем она не апнулась еще правда Тей всегда мажет и умирает саппорт да саппорт у нас будет розовенький птичку дать надо ей а не фанда может быть негром не фанда здесь негр так Дмитрий Михайлов не фанда Тей и один леминг осад у нас пойдет проверяться в следующей миссии но ключевое конечно то что во первых дали топ ученых 6 штук дали снайпера толкового есть хэвик воспитанный не правда один умер школа офицеров через 16 дней и мы отряд увеличим все что нужно сейчас сделать это каждую блин миссию проходить как последний раз просто чтобы никого не терять сейчас будет бонус по экспе мы к поезду придем с такими чуваками а к дредноуту вообще должны прийти просто во всем белом так медали выдали да да главное за паникой следить то есть надо модуль спутниковый обязательно как минимум второй на следующем месяце построить энергостанцию здесь мастерскую скорее всего запилим до перестраховки и все будет ок полетели на маленькую наложку снайпер с общим видом мне сейчас так страховать будет то есть я килсы стараться буду стараться не давать но она как хэвик будет должна страховать вообще шикарным образом попадание второе сбили полетели ты дмитрий михайлов и нефанда готовы берем перспективного лемминга хотя скорее всего буду снайпер ну хотя школа офицеров тут все равно нужен народ ты конечно же с этим этот конечно же да остальным больше делать нечего как брать то что есть два маленьких пака и вперед значит осаду киллз кого качаем то женьку невыгодно просто сейчас качать она и так ок и ключевые кило и он смысле способности у нее есть наверное димку михайлову надо для второго рокета качать в первую очередь поэтому осад димка а потом тей там там же с каждым лейвелом больше и больше нужно мочить товарищей я понимаю что рискованно лучше брать нового лемминга вместо снайпера в смысле зачем у нас школа офицеров будет через две недели и как думает качай снайпад для грейда в школе резонно кстати чтобы сразу было да снайпад докачать ты абсолютно прав сейчас все киллы нефанди будем давать кроме первого который окей ладно ох помню эту миссию разрушенный да поставил школу строится даже показывал 16 дней так может быть сразу здесь атаку давай здесь помню прошлый раз пулил и звук вроде отсюда тоже сверху сейчас пойдем мэлт справа карта очень маленькая осторожно да 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 тут line of sight для снайпера нет нормального чтобы пока не поздно сюда перевести они там тогда тоже будет угол такой посредственный поехали full cover ничего но здесь тоже были пакем я помню подведем я бы и снайпа подвел если бы не подводи тогда подрочь просто не будет но вероятно что улыбка злая улыбка дьявол просто просто дьявол ну хэвик отсюда хорошо стреляет снайпер вроде тоже все видит осталось только понять где же находится пак все полу укрытие блин там уже тарелка класс понял да вспомнил наконец-то надо слева обходить потому что в тарелке мы с пулем снайпер хорошо стоит пока что но мне насораживает что я не слушаю ничего кроме того что в тарелке кто-то есть а я не хочу туда практика показывает что они оттуда выбегают рано или поздно сейчас проверю слева вдруг не не проверен этот хват два сектоида сейчас могут выйти из главного хода они там нарезает нарезает пак нарезает круги здесь никого наверх конечно можно забраться да в тарелке в тарелке инфо соточка снайпер пожалуй я подведу ну по крайней мере сюда чтобы эта штука не закрывала такой большой сектор а может быть там и два пака где они блин черт надо второго влево переводить да в тарелке все там скорее всего два пака и аутсайдер сразу будет это плохие новости там тырень еще в тарелке она вся там коцаная ладно я веду сюда лемминга на поддержку с гранатой хэвик вроде рокетом закрывает снайпер вроде тоже видит вроде двигаюсь к указанным координатам опасно опасно поставить сюда и простая вроде наложки но побежишь туда и 5 человек сразу да можно накрыть ракеты а можно и не накрыть главное сидят с гадой и не высовываются проверяю сверху два пака внутри с гадой с гадой занять такую позицию чтобы хэвик хэвик тоже с наверно сверху будет вот так вот хорошо стоять а снайперу реально сложно здесь все простреливать поставлю наверх он вроде и дальнюю тогда видят и ближе выходить его слева выходит overwatch 1 осад ты михайлов мимо 3 хита добивает хэвик что там снайпер видит его нет с общим видом снайпер не видит так осаду осаду нужен kills какая вероятность 77 уже неплохо в принципе две гранаты убьем я почему нет хэвик накинет гранатом не не докинет бежать вперед опасно надо стрелять 79 раз я знал что как бы вряд ли без скрита убил и осад пытается 287 давай те kills нужен болин русская рулетка в теории я могу подойти снайпером и типа пострелять с пистолем ой я спалил пак так это вот точно надо убивать как гренкой может центральному пока он не использовался центральный это и ракет туда не пустишь никак пустишь но не надо может рокет на левого тогда чтобы не агрить потому что рэпак там увидеть еще блин он там стоит я вижу силуэт ракеты линии ракеты ракеты линии ракеты ракеты линии ракетами 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 да блин ракета к сожалению потому что когда в общем вы поняли все главное чтоб тотчас не использовался это будет жопа вроде он не использовался хорошо крутой бобрит поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей от крутого галерия при майке здравствуй что может быть лучше вечернего интересного стрима от тебя под прохладительные напитки восклицательный знак равно в общем спасибо за трансляции удачи тебе восклицательный знак равно спасибо большое за саппорт и за слова добрые значит смотрите я могу в общем-то используя снайперы с общим видом хотя не факт что в следующий раз его мы спалим я думаю надо подходить во первых пак сиктоидов еще есть и он может быть внутри поэтому я бы перезарядился бы и по овервочу о вот а вот и второй пак а представить я сейчас бы так три овервотча ты михайлов не фанда хэвик снимает не все еще снайпер надеюсь добьет хорош только не уходим блин я вроде не не вижу его если я буду подходить то могу блин спулить а подходить то надо осаду надо подходить осад подойдет и кинуть гранату а я увидел его без укрытия тогда скорее всего подхожу хэвиком и убиваю снайпером просто так надежнее скриптом молодец сейчас перезарядочка и осаду гранаты нужно дать kills этого гада внутри потом стоит думаю пока слава богу перезаряжаем решаем аккуратно подходим сейчас вообще изи мы его еще видим видите как можем даже начать с гранаты кем-нибудь так ты подходи так хотя гренку так просто не закину туда так осад осад хорошо гранаты даже на страховку есть если даже ну как бачу все ок пулем тэй здрасте он может и влево и вправо вправо лучше но даже влево если побежит главное чтоб не назад вправо отлично праздник какой-то отлично тащу это интонация так не расслабляемся это всего лишь слабенькая 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 миссия дальше будет веселей значит я захожу я во-первых могу флангануть хэвиком и гарантированно убить я могу подойти например снайпером и кинуть гренку ну так чтобы не тратить ход хэвиком и убиваем осадом главное осад то как сможет дойти а как как угодно практически да но лучше вот так кидаем гренку аккуратненько так чтобы только стенку убрать это раз ой сейчас может себя покоцать отступи назад ой это красок уже сделал короче да наш шаг вперед делает о щас я бы топового снайпера отправил бы лечиться это капец был бы просто добиваем жесть ну заработали повышение по крайней мере перспективным леммингом посмотрим что из него получится возвращаемся домой школа офицеров делается исследование скопа делается скопы доделаются возьмем скопы три повышения штурмовик во-первых ты капрал ты капрал вспышка хорошо кстати особенно под overwatch без штрафа тем более она вряд ли будет надежную позицию вспышку надо запомнить что есть вспышка можно выкидывать людей из укрытий дима конечно же берет осколочную ракетам точность на троечку поднялась осад стал штурмовиком стала штурмовиком женька убила мало дали медали илериум деньги появляются как раз под школу офицеров первое что делаем продаем илериум чтобы он не пропал из-за галочки выдаем медали за городские бои выдаем тей потому что она подходит как саб близком четыре дня до фрагментов ученые работают на сером рынке конечно можно вот эти вот штуки по продавать еще да я не хочу сейчас сделать там кинт лабу хочу просто деньги потратить на школу офицеров чтобы побыстрее до прошлой трое это лусь по макро фрагменты оружием тихо выемка грунта же е-мое так это раскол офицеров 10 дней можно постнее не надо строить лифт бомжей кстати нанять можно как распада так есть копы сейчас я попробую все-таки новый проект делать материалы пришельцев чтобы попытаться ключевым миссиям пойти уже с до сборной потому что я буду играть два тяжа два снайпера едва кого кто-то так все равно лазерного оружия ключевым миссиям я не успею сделать у основной урон хэвики носит ракетами основной урон снайперы особенно с русской с русской рулеткой наносит благодаря критам и лава лапам своим от второй белки ради штурмовика и там саппорта делать лазеры так быстро это конечно мастерскую нет мастерская сейчас слишком рано тем более не могу делать мастерскую пока мне нет первых инжей так что еще сейчас будет следующая миссия до бойцов новых на самом деле мне пока не нужно выбирая между этими двумя штурмовиками и пока нет снайпера на миссию летим с ним как-то так школа офицеров еще не бурят а тора свернулся снайпер есть так выемка грунта завершена лифт нет может я успею школа офицера построить четыре дня дайте мне один спутника дайте есть школа офицеров о здравствуйте пять человек раз бонусный экспо 2 ну а дальше нужен лейтенант железная воля конечно же зайдет нам боюсь 100 баксов сейчас тратить это капец хотя паники паники и так не будет после личного примера паники не будет да там снайпер с хорошей воли и вперед давайте обновим кстати 5575 дима михайлов по морали опнулся 75 не фанда без апгрейда т2 меткости всего вся 374 вся 374 да и воли нужно когда ты начинаешь принимать на грудь и тебя простреливают это вообще не наш сценарий торос вернулся снайпер очень перспективный возможно я его возьму вместо для невозможно точно я уберу вместо штурмовика на прокачку и буду его кормить сначала не фанду потом тороса штурмовики с точностью 85 офигеть мне нужны деньги понимаете и за 100 брать короче нет скопы да скопы нужно для снайпов парочку купить это абсолютно точно это абсолютно точно так торос будет нас соколом мы сейчас переименуем женька берет скоп меткость 91 101 торос это сокол его надо воспитывать надо аккуратно 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 3277 сок соколик оснащение тоже цель ну в результате тяж два снайпера и сап купи быстрое восстановление после ранения так нужно не лейтенант для этого нужно женьку качать женька качать по максимуму на следующем миссии тогда будет отряд и шести человек и целительный йод но на самом деле сейчас уже а я же пятером лечу вообще не вчетвером стиль штурмаша с собой беру точно запас по энергии базовые есть надо мне на мастерскую на мастерскую тоже есть энергия лучше оставить деньги сейчас на мастерскую взять миссию на инжей практически любую какую сейчас дадут должны дать мне сейчас миссию так и новое исследование это вообще комплект на на брони можно кому-то но пока вроде не нужно панцирная броня вот ради чего на два месяца с текущим количеством тебя топовый штурмаш с меткостью не помечен на вазула и вот этот до 56 вообще отличный то он докачать потом ну то есть сейчас 56 85 хорошо но миссию там не дадут инжей мне дадут час до не дает инжей дают но ученых две штуки дают фигню по баблу и дают типа саппорта сержанта хотя у меня сап есть без инжей короче надо мне следующей миссии любое количество инжей потом сразу лепить мастерскую потому что иначе я просто не успею опять накопить 10 инженеров к третьему месяцу для второго модуля спутниковые для запуска спутников время еще есть но тут вопрос лака потому что если не дай бог не дай бог опять не дадут инжей хотя одного инженера мне дадут в конце месяца я в любом случае смогу построить мастерскую мастерская построится дней за 20 у меня будет еще 40 дней 28 модуль спутниковый для того чтобы построить модуль спутниковый все правильно и еще запас на спутник короче в первый же день следующего месяца нам нужно строить мастерскую вот такая вот загогулин давайте посмотрим по ситуации куда лучше лететь австралия просто деньги германия саппорт сразу качанный возможно стоит если повезет с точечностью это вообще будет хорошо как раз у меня есть потенциально шестое вакантное место и мексика который даст 2 двух ученых австралия германия мексика мексика выйдет только мексика германия выйдет только германия австралия выйдет только австралия ну если не брать бонус за регион австралии мы выкидываем например да вообще важнее всего здесь от великобритании россии германия что общий уровень паники очень высокий и я буду на в одном шаге от гуфа поэтому наверное стоит лететь германию так чисто стратегически германии у нас что надеюсь саппорт до саппорт сложность чрезвычайной миссии но вроде здесь так надо так у нас пять человек два снайпера тяж саппорт и штурмовик только не осад а азулай такому штурмошу мы естественно даем автомат возможно даже скоп тей саппортит ок есть вспышка дымовая шашка дмитрий михайлов уже с двумя ракетами плюс овервотч который не штрафуется может ему тоже скоп дать а потому что метка 75 будет 85 он овервотч будет отстреливать дай боже деньги есть на скоп хватит 40 даже думаю два скопа надо было брать штурмовику кстати реально можно бронику дать прям да прям вы правы потому что он у меня будет вместе с хэвиком идти вперед и вероятность получения по лицу достаточно высока дмитрий михайлов все таки давай со штурмовика начнем как назвать штурмовика кто это у нас будет бсп а нет это не бсп не похож на бсп оснащение комплект надо брони 6 здоровье уже хорошо эта девочка еще нас три бабы в кого три девушки в команде алисой давайте назовем традиционным алиса честь племянницы и нашего бота на сайте так штурмовик вообще должен быть красным по идее но красный у меня другой но еще не поздно изменить делаю ярко красным штурмаша надеваем еще шлемак чтобы было брони побольше о хорошо хорошо миссия чрезвычайно один скоп я кому-то не дал а сейчас посмотрим кто там у нас я думал дмитрий михайлов скоп второй дать то есть два скопа так штурм до саппорта да и этому хотя бы одного гринка ты должна быть давайте так тому веру очень будет дофига с общим видом со всем фаршем до так а соколика тоже нужно белым сделать секунду я призадумался где-то 17 белый до и не 17 в начале где-то был общем пятый и волосы шлем тоже шляпам одеваем на него всем добрый вечер у нас сегодня закончился один трой прошли поезд прошли поезд сегодня но из-за неправильного менеджмента не хватило инженеров не построили второй модуль спутниковый уже можно было на дредноут лететь хотя не факт что я его там бы взял но я проиграл за спутников сейчас сегодня же второй трай так ты что-то мне в розовом не нравится она не похожа на саппортом есть какой-то цвет который который типа и яркий и зеленый голубенький какой-нибудь что все темно-зеленые он давайте зелененький будет сап хэвик два снайпера штурм и сап второй хэвик нужен кого мне здесь не качать ты не качать новый сап может быть круче неё места в отряде нет качать не фанду для того чтобы бонусы все кило и не фанде второй по приоритету наверное соколик для общего вида для второго да короче первый снайпер второй снайпер а потом дмитрий михайлов поехали нас ждет 12 сектоидов 4 пака по 3 сложность миссии чрезвычайная поехали ой я на этой карте насколько я помню играл только против террором а нет идеальный карта для снайпера с общим видом так ну теперь я она очень сложная если у вас нет снайпа но если у вас есть снайп вы просто унижаете должен унижать женька стоит неплохо но вот будка мешает я бы ее я бы послушал с какой стороны первый пак и вывел уже туда так штурмаж идет первым потому что молодец 1 а давай так просто послушаем лево-право-лево-право до баккарта еще может быть точно у меня баги может быть да есть такое дело блин не хочу пулить до тех пор пока не пойму в принципе я могу по центру встать и так в общем то все будет простреливать женька в большинстве случаев будка мешает так соколик на овер да все на овер главное не торопиться здесь карта маленькая узкая пока 4 12 человек на очень ограниченном пространстве помним про вспышку и проверим штурмашем здесь раз видим мед забиваем на мед подводим хэвиком соколик тоже надо подводить но не вправо там реально может быть бак главное кто-то должен решать и потихонечку у справа пак справа о выходит уже это спуленый пак блин да это бак спуленый пак очень старое еще не 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 нет фух пронесло как это бесит как и тис и треть еще руч давай 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 алиса еще кто-нибудь снайперы 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 мимо 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 господи сейчас еще будут стрелять могу даже без фланга кого-то увидеть капец нет фух выжили так это все накрывается рокетом это раз сокол ни черта не видит женька видит двоих должна убивать с критом поехала по первому раз так ты мы не качаем соколика надо качать на соколик здесь не прокачается вижу на нет хотя в теории можно отсюда вряд ли кого-то увидит ближе подходить не хочется можно сюда подойти но можно спулить пак слева 73 точность неплохо слушай если мы тогда соколика подведем все-таки сюда и увидим из пистолета сможем пострелять с видим с фланга отлично тогда блин сап неприкаянный такой давай попробуем вот так вот раз хорош и как раз сейчас соколу дадим фраг отлично 87 да сокол ну ну это рокет это рокет рокет может все таки попробуем тэй а то и не нужны киллс и димитрию михайлову нужны киллс и блин первый пак минус рокет шедер кидали ну шедер я кинул общем то овервотч слушаем еще три пака позиция у меня хреновая только женька стоит прикольно надо дойти надо немножко вперед пройти вот сюда full cover full cover вот это хреновый full cover что он уничтожается и слева еще full cover но для начала мы услышим с какой стороны следующий пак ближайший справа стало быть безопаснее все таки двигаться налево хотя штурмовиком я думаю можно подойти сюда тем более здесь сокол стоит что там сокол стоит скорее минус понимаешь понимаю так давай ка подходим не хочу просто налево идти просто потому что у меня хэвик не на не сможет рокет пускать по этим так ну что штурм пытается спулить наверное да с богом никого хорошо ставим туда сокола или саппорта сокола или саппорта лучше сокола а сокол не добежит очень плохо значит мы туда никого пока не ставим мы подходим под овервочем не торопимся три пака там мы уже практически до половины карты дошли там пойдет вообще жара в самом конце обязательно нужен рокет один так соколик подходит сюда не видит тоже никого овервоч 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 женька тут все видит все простреливает дальше опасная зона алиса пробует подойти ты рядышком тут овервоч на этом хэвика бы тоже подвести он может не достать рокетом если я спулю в следующий раз надо их с соколами местами а может и сейчас выйдут они уже блин не люблю я вот это вот место тут нет нормальных укрытий ты гарантированно кого-то пулюшь женьку подбудку подведем кстати да женька подбудкой будет хорошо потому что все равно их близко нет сейчас мы это сделаем тут возможно ротацию произвести в частности соколика сюда хэвика сюда ну потому что хэвик рокетом уже не будет доставать хорошо сюда снайпа надо подводить что соколик уже отсюда сможет пострелять там понимаете там девять человек и они на небольшом пятачке находятся надо их очень аккуратно пулить по пакова кто-то по центру кто-то справа причем учитывая то что чередуется и то и другое значит что они приблизительно на одном и том же расстоянии находятся так я вывожу сюда соколиком подвожу тей я не знаю как я здесь проходил бы лиммингами ну то есть без например снайпера того же самого с общим видом и не факт что я здесь успешно пройду так подходим по пол хода а вот они потому что если ход я назад не вернусь уже фул кавра фул кавра фул кавра красавец соколика не видит этот не видит этот общий с общим видом видит но лучше на овер ловить я предлагаю отступить задымить и поставить три овервочем но если я отступлю сюда меня могут пробить с фланга чтобы этого не произошло я должен убрать сокола сюда с ракеты разбери остановку пока в этом нет необходимости пока в ракете необходимости нет там еще кроме этих трех шесть человек вот нафига мне сейчас тратить на пак когда я в фул кавре в этом под дымом и с овервочами их встречаю зачем мне тратить рокет надо о будущем думать дальше же особенно хреново все будет сейчас двое побегут на меня а должны спалить снайпер с овервочем без штрафа должен попасть идут и пак с пули лещем а вот теперь надо рокет баффер стоит рядом с остановкой овервоч не фанда стреляет на овере но больше пока никто женечка сними пожалуйста маловероятно это нет 4 хита фархем поддержал ваш канал на сумму 100 рублей привет чай привет михаил подготовка ко второй части икс ком идет полным ходом но готов ли ты будешь за это время смотри тут создатели мода на долгую войну сказали что будут выпущены три дополнения на вторую часть в день выхода самой игры и это здорово ну и как обычно ставь пеку короче я не ну во первых я флангую снайпером это хорошая новость наверное надо добивать но посмотреть кто кого видит ракеты я не достаю к сожалению до 7676 одинаково окей соколик не стреляет хэвик стреляет скорее всего попадает в общем снайпером я пробую убить право скритом лучше скритом раз два блин вспышка тут мне особо не поможет уже надо было сначала хотя может реально вспышку сделать не у меня угол угол и так острый если он забежит сюда будет даже хуже под полу укрытием взорви машину там вроде два или три кстати хэвиком да наверное надо делать просто минус три потому что я теряю контроль над ситуацией взрываю машину раз ты прав михайлов получает повышение сейчас надо максимально убить этих возможно даже соколиком попытаться как-то увидеть а этот вообще на овервотче стоит насколько я понимаю 76 76 а у тебя есть выбор ты только одного видишь 65 давай ты стреляй блин правы опаснее так так я могу сокола поставить на овер лучше конечно этого убивать он может флангануть попал хорошо ну чё соколик на овер на овер один хит как раз давай с богом он может флангануть меня но пока будет бежать я в пистолет попаду но это не поможет поигровать плохом это фланг сок соколик умирает прокачал снайпер блин объект уничтожен козлы выхожу так я не стреляй уходит и спрятался внутрь скотина он меня дальше может флангануть я перезаряжаюсь во первых тут сваливаю нафиг тут овервотч 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 блин соколы под нужно леммингов закупать ребят новых соколов делать стою на овервотче я подожду этого упыря 6 заткнись но они так любят на овервотче стоять женечка это не могла бы чай сделать у нас тут вообще жесть или кота попроси вон миньона ты ступил соколика общий вид не поставил у него нет общего вида ой идет ну давайте ребят ну почему нет овервотча сейчас стрелять же будет сволочь не они будут так ну мы качаем не фланду тогда поехали русская рулетка но и роча у него нет в части теории могу его просто флангануть ну и меткость повыше будет я не хочу run and gun делать так алиса точная давай давай 79 алиса давай и ну он будет отстреливаться сейчас он будет отстреливаться сейчас я могу попробовать его типа с фланга здесь обойти во-первых я могу спулить кого-то еще слева Нет, маловероятно. Ладно, подойдем. Здесь проверить еще раз меткость на 74? Надо. Давай. Да хорош! Фух, остался последний пак, ребят. Сектоиды, три человека. Готовимся, перезаряжаемся. Все фраги с Женей на школу офицеров. Шум оттуда. Хоть слева обходи. Не, ну скорее всего они просто далеко, я их не увидел бы. Ракеты у меня больше нет, только граната. Сейчас будем подходить. Соколика жалко. Ну, на самом деле, Соколик был только в первом звании. То есть это... Просто у него характеристики хорошие, и жалко. Очень жалко. Нужны лемминги. На леммингов нужны деньги и удача. Да. Бочком. По пол-ходом. По четверть даже ходом. Надо проводить следующих... Следующего хэвика. Потому что у него есть гренка, и он... Он может. Женька стоит на такой позиции, что она в любом случае постреляет. Не хочется раньше времени пулить. Поэтому я оооочень аккуратненько подхожу. главное сейчас полицейскому машину обойти и скрыться за но меня с пули как только буду обходить или даже раньше чтобы не спулить попробую еще 2 клетки вы выгадать да потому что хэвик тот же самый не пробегает нормальным образом у не хватает ходов три человека снайпер с общим видом граната есть два человека еще есть что думаю пора нету это очень хорошо я даже заведу по следам даже если не спулиться ой а я понял снайпер с общим видом их не видит это настораживает скорее всего из-за будки надо снайпер другую позицию выбрать из-за 2 будки этот особо не выиграешь и на на увере ставить так значит овервочи сейчас работать должны всем с богом давайте они двинутся я могу их увидеть и пострелять они направо сдвинулись я не увидел туда темно они от успели овервоч михайлов и не фанда дмитрий убивает сразу же сам двое остается не фанда уже по трупы там контроль очка делает так дальше просто тяж подходит сюда алиса подходит сюда ты вообще здесь не нужно ты беги внутрь машины например снайпер с общим видом уже видит двоих даже ё-моё 81 скоритом давай сейчас ханкер даун две штучки а там остался один снайпер с общим повышение не фанда получил значит мы школе офицеров новые звания так ханкер даун ханкер даун вырезан цензурой ждем последнего взрыв вижу его полу укрытия передаем привет 81 от нефанды бах один хит русская рулетка это такая жесть просто жесть я подожду чего я никуда не тороплюсь это он должен куда-то торопиться сидеть на овервочи боятся что его простреливают он под full cover перешел кажись ну я вообще ему могу гренкой добить и учитывая то что дмитрий михайлову нужно качаться хоть он получил level up или женькой две ракеты у димки есть уже не давай снайпера ищем она не видит ну тогда вопрос решен грянкой добиваем но мы потеряли молодого сокола нам нужна замена срочно тем более что есть об нужно сейчас в школе офицеров купить соответствующие апгрейды 12 человек но нам сейчас дадут саппорта еще либо вместо либо вместе с этой учитывая что у них абсолютно разные обилки главное чтобы характеристики были сносны два звания нефанда 91 было точно 95 мало парализатор или вспышка парализатор фиговый ап по точности на 4 или все-таки вспышку парализатор я очень редко использую вспышка уже есть одна давайте парализатор дмитрий михайлов лейтенант гранаты или или низкий силуэт низкий силуэт скорее всего надежнее на поезде по поможет плюс он не взял ячейку под гранаты и он приспособленец то есть он будет лезть низкий силуэт соколика помним награды далее трупы далее сержант хейнрих хейнрих кстати сокола так зовут до связи командир смотрим что за сап боксер из из германии еще ну да генрих это как раз немецкая дайте точность 75 очень 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 так дым реаниматор и туманные берега ох и мораль у него классная ох вот этот саппорт конечно свинцовый дождь на туманные берега это класс будет он ох так школа офицеров целительный йод а где размер отряда 2 капитан нужен я личный пример возьму наверное ну хотя по морали вроде люди не проседают на 3d бы там будет вообще надо леммингов на покупать сейчас нужно искать снайпера так какой у нас сейчас здесь на два месяца инжей нет конец месяца дадут им же сделал мастерскую не надо лемминга покупать мне денег не будет мне сейчас нужно копить копить еще раз копить на мастерскую блин паника паника едем дальше сообщение от совета четыре страны минус одного инжа дали несколько членов совета прекратили денег нет и мастерскую не взять нас 1 апреля я опять могу спуск модуль спутников и не успеть сделать я могу я должен делать мастерскую пацаны должен делать мастерскую еще есть к чему стремиться не забывайте мы видим все уже сейчас я готов утверждать если бы пришельцы собирались захватить землю мы не смогли бы их остановить полагаю им нужно другое мне нужно сейчас либо миссии на инжей либо бабло в самое ближайшее время иначе я не успеваю 6 на джей на мастерскую 7 надо капец ну тогда воля случая сейчас мне нужна миссия на инжей чтобы было там 56 человек малый скаут денежная миссия но я не смогу мастерскую сделать капец давайте обоза обзовем 63 75 тут уже как повезет не не повезет блин это меня очень расстраивает какой там свет в этой у голубенький хорошо он яркий такой давел что твой цвет возьмем в отлично сам глянь сколько надо мастерскую 6 инжей блин вот эксперты в чатике просим инжей кто там написал про 7 инжей сейчас мы успеем ее построить после этой миссии где там где 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 просим инжей найду убью вы его тебя ждет блин донатер как неудобно ладно ну бас и главное говорит а за слова как тут же последствия есть от твоих слов то есть ты когда говоришь ты можешь воздействовать на окружающих ты вот меня фактически обманул вольно или невольно кто отвечать будет вот кто отвечать будет если мы не нашли эту ошибку чтобы было как как можно столь халатно относиться к тому что ты говоришь особенно если это касается режима блин без он не может ответить он забанен так ладно на мастерскую сейчас будет бабло хватит ли мне на модуль до хватит чего мастерская делается не помню сколько 20 дней модуль 28 ой-ой-ой-ой ладно не время не время не время там еще инжей могу дать до 10 доведем и все будет ок о чем я я хотел полететь на на тарелку Алиса, штурмовик ОК. Давайте это БСП будет, он в тот раз тоже был саппортом. БСП. Боксер. Цвет брони 19, Т, соответственно, тоже перекрашиваем. В синенький. Красавцы. Значит, есть у нас до сих пор снайпер Нефанда, который мы должны дальше до следующего звания качать, чтобы было 6 человек. И есть Дмитрий Михайлов, который... Которого не обязательно качать. Короче, только Нефанда. О, а почему я саппорту не дал аптечку? Давай цель ему дадим. 75-85. Аптечка есть у Тей. Тот дымит много. Хотя нет, тут реанимирует, кажется. Да. Надо изменить. Наоборот. У Тей забрать аптечку. Это мы дадим. Я не хочу вторую брать, потому что денег, может, на мастерскую не хватит. Скорее всего, хватит, но тем не менее. Но это НЛО, которая села. То есть там Элериума 50, сплавов много. Только там три пака будет. Три пака. Алиса Штурмовик, молодец. Может взять уже Дробаш. Да, возьмем Дробаш, потому что там могут этим кальмары быть. Энмари поддержал ваш канал на сумму 150 рублей. И медаль, кажется. Застрахуешь от Фывы. Две медали же есть. Защита укрытия Дмитрия Михайлов. Конечно же. Две медали, как пропустил. И крест боевого братства. К меткости. Выдаем Женьке. Двоечка, но в перспективе там 4, может быть 6, но вряд ли 6. Хотя может быть 6. Ну все, теперь я готов. 5 апреля. Наружен объект. Да. Тебе надо качать штурма, чтобы поймать молниеносные рефлексы. Да, они помогли бы, конечно. Но сейчас нужно качать снайпа, чтобы получить 6-го человека в команде. И раньше начать качать их. Штаб, я рейнджер. Мы на позицию ждем дальнейших приказаний. Так, здесь угол хорошо. Очень-очень-очень открытое пространство. Снайпер с общим видом хорошо будет заходить. А вот остальным будет не очень комфортно. Нужно как-то жаться. Жаться, наверное, вот этих вот елочек. Красный у нас будет на острие разведки. Не сильно перемещаемся. Да, у нас только один снайпер. Блин, вот один снайпер это фейл. Надо после мастерской сразу рекрутов и искать снайпера второго. Так, летуны, сектоиды. Мед справа забили на мед. Направление пока непонятно какое. Стоп, а здесь не разделение случайно на... А, нет, конец карты. Ну хорошо, тогда мы двигаемся просто вот в ту сторону. Используя вот эти вот фулл каверы. Ты просто поближе. Снайпа вообще можно тоже за фулл кавер поставить за этот тот же тупик. Она будет и чуть-чуть повыше, и защищена от фланга. Это более правильный момент. Штурмашом овервотч переключить на пистолет. Один хит может зарешать. Справа летуны. У меня хэвик не в... Не в кавере. Перемещаем камеру. Ну подходим все равно, какая разница. Раз. Два. Давай тобой сюда. Помним про три дыма. У БСП. Туманные берега. Там же густой дым. Или... Он дает еще двадцатку? Или просто количество такое? Давайте посмотрим. Там, кажется, два перка на дымы. Число просто увеличивается. Да, это не густой дым. Да, про силуэт помню точно. Она же еще хэвик с низким силуэтом. Который в теории может и идти правильно. Уступая место другим, кто не в фулл кавере. Блин, опять я с фойверовочем дробошам. Очень близко. Тем более они переместились. Видите уже? Сейчас могут появиться. Уже очень близко летуны. Тут нормальных укрытий нет. Я попробую штурмашом подойти сюда. Для того, чтобы скорее хэвика переместить направо. И иметь возможность штурмовиком на следующий ход подойти еще поближе. Где же вы? Сектоиды летуны. Мелод закончился. Черт с ним. Так, штурм подходит. Но здесь укрытия нет. Ну, то есть полуукрытием. Никого. Сейчас вот вообще недопустимо терять, как я сокола потерял. Потому что сейчас каждая миссия бонус по экспе. И вся эта команда мне очень нужна. Живая, здоровая, с богом. Наверх хороший вижен будет. Не вижу нифига. Сюда бы тоже снайпа перевести. Так, тут есть кавер. Я тут кавер. Подходим раз. Подходим два. Всегда есть овервочи. Просто снайпер сейчас не перекрывает те, кто будет слева. Из-за слишком большого перепада по... Хотя бы сюда. Переключи ты, наконец, дробошаны. Ой, пошли. Сектоиды. Овервоч, ребят. Есть овервоч. Алиса стреляет. Из дробовика. Ну, так бы хоть хит снял. Так, дальше ни шагу вперед. Потому что летуны где-то слева. Итак. Снайп стоит хорошо. Здесь полуукрытие, но низкий силуэт. Хэвиком подходим. Здесь сапа, 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 сапа. Наверное, вот так вот. И вот так вот. Переключаем. Давай, ты ханкер. Остальные на овервочи. Сейчас посмотрим. То есть, я мог бы сейчас, конечно, пойти вперед. Но это опасно просто потому, что... Да. Потому что есть реальный... Реальный... Ну, реальный шанс. О, и вот летуны. Спулит летунов. Овервоч. Дима Михайлов стреляет. Пока один. Не попадает. Ой, плохо. Он еще рокет влево не запустит. Надо сейчас ракету вправо в сектоидов и летуна. Тей стреляет. Давай, 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 давай. Все мажут, все мажут. Неопытные еще. Я вижу двух летунов. Туда рокет не пройдет. Один только в общем видим. А нет, тут сюда рокет пройдет. По одному, правда, только. Да, нельзя. Здесь можно дым кинуть. У снайпера общий вид по дальнему. Да, давай, почему нет. 87 плюс крит. Хорошо. Пять хитов сняли. Не добили немножко. Есть, возможно, берега. Здесь 85. Но это ерунда. На сектоидов не хочу бежать. Тут мы не видим никого. Короче, здесь нужно овер, там нужно ханкеры. Здесь нужно дымом все накрывать. Гранаты у них нет, хрен они попадут. Всех на овер ставим даже. Даже штурмаша. Потому что, ну, не попадут они. Хотя они могут сбить укрытие. Но в таком случае даже ханкер не поможет. Хорошо, овервотч. Тут овервотч. И тут овервотч. Пусть пистолетный. Сектоидов три штуки справа. Пошла заливочка и сейчас будет выбегать. Мне нужно, чтобы они подошли. Чтобы ракеты... Вообще, время работает еще на меня. Оп, овервотч. Алиса. Алиса. Пистолет. Ай, промахнулась. Еще кто-нибудь может. Тот больше не действует. Этот подходит. Но стреляет под фулл укрытие и под туман. Сука, два девчего святого! Вытащите меня отсюда! Вытащите нас отсюда! Быстро! Себя же! Минус два. Паника у остальных. Убили двух саппортов, в том числе и клевого, прокачанного. Дмитрий Михайлов паникует. К снайперу уже подошли достаточно близко. Тут надо с парализатором стрелять, иначе опасно. Хорошо, этот выключен на ход. Ребята, держитесь! Нас осталось трое из пяти. И сектоиды справа. Литун подошел. Стреляет. Угол острый. Блин. Алиса падает. Капец, они попадают. Нас осталось двоем. Такой-то рай за пород. Хэвик, если будет кидать рокет, попадет под овервоч. Снайпер должен типа этого стрелять, но вероятность вообще невероятная. Отступать некуда. Так, у нас пока еще жив Дмитрий Михайлов. Пока у нас жив снайпер хороший. Попробуем, попробуем. Какая вероятность, что он попадет? Скажите, пожалуйста. Да какая разница, как ты снайпера-то будешь спасать? Я не знаю. А, он не перезаряжен. Ясно. Так, а снайпер правого как? Блин, 67. Так, да, я из укрытия. Хорошо, я должен стрелять здесь. Пускай ракетам. Капец, три трупа. Я думаю, надо снайперам сваливать, в общем. Сваливать. И так, чтобы просто на следующий ход мочить. Он не... Да, давай так. Он теряет должен сейчас ход. На нем, видите, эффект висит, понятно. О, вот это плохо. Сектоиды с правом. И там мораль у нас будет минус. Совсем скоро. Так, мне нужно как-то свалить. Так, чтобы встать на овервотч. Могу ли я его увидеть? Чтобы снайпер пострелял. Не факт, что снайпер, в принципе, сможет по нему попасть. Снайпер может овервотчность. У него штрафа нет. Я думаю, надо вот сюда, вот и овервотчица. Эти успеют подойти. Вроде они не идут по эффектам. Близко подходить не хочу, потому что... Ну, мне угол нужен какой-то. Хотя я могу грянку докинуть с этого. Нет, лучше здесь. Вон он. Снайп как? Не видит. Капец. Вероятность невероятная. Плюс у него бонус сверху. Снайпера подставлять не хочется. Фулл кавер в ханкере. Но снайпер ничего не сделает. Подведи на полхода снайпера. Зачем? А, типа грянка и пистолет? Не факт, что я попаду из пистолета. Нет, ханкер правильный ход. И овервотч здесь. Справа подходит сектоиды. Блин, минус три. Минус три из пяти человек. И впереди еще. Ой, еще один пак. Спасибо, что сектоиды. Я вижу врага. Снайпер видит, видит. Хорошо. 87 с критом. С критом, конечно же. Все с критом. 87. Капец. Я мог бы сейчас... Короче, надо хэвиком перегруппироваться. А у него овервотч или не овервотч? Нет, у него овервотчем. Рокетом я его не убью. На снайпера его водить нельзя. Надо доставить его сюда и в ханкер. Или сюда и в ханкер. Чтобы он не облетел. Точность 56. Конечно. Блин, нет! Спунил все-таки пак. Сейчас они к снайперу пойдут. Это жесть. Это просто жесть. Они до него не должны вроде дойти, но... Это капец. Ханкер нужен. Ушел. Хорошо, этот не... Ничего. Надо шредер-рокет направо. Снайпером бить летуна. Главное, чтобы сейчас они к снайпу не подошли. И не разберлись. Два бафа идет. Может, двух баферов удастся гренкой. Рокетом. Тихо-тихо, ты не сможешь. Ты не видишь снайпера. Стреляет. Нет, нет, нет! Нет, только не второй. Не видишь, не видишь. Есть, не видит. Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Нет! Дмитрий Михайлов остался один. Обзор на рокет закрыт. Я не мог по другой кавер снайперам уйти. Там дальше вообще нежита нет. И как бы летуна некому вообще с ним... Дмитрий, воюй. Готаре, в общем. Ну, я попробую еще посражаться. Я здесь так налажал вот наверху с флангами. А с саппортом одним, с саппортом вторым. Думаю, дым не попадут. А там флангование. Капец. Укрытие не работает. Крит, укрытие не работает. Крит, и до свидания. Да уж. Они обходят меня уже с разных сторон. Перестреливаться без патронов сложно. Пробую свалить овервотч. От кого? От этого? А почему я тебя не видел, а ты меня видел? Блин, надо запомнить это место. Чё запоминать? Я стоял одним здесь. И всё. Ну и с фланга обошли этого. Такой Трай был. Такой был Трай. Такой снайпер с общим видом. Первая миссия. Школа офицеров на первом месяце. На первом месяце. Саппорт с отличной точностью. И всё на обычном мэдом. Ищем бойцов. Нашли 55. Два раза. И 60. Спасибо за чай, кстати, Женечка. Австралия отправила уже несколько запросов. 75, 60, 80, 65. Будьте осторожны. Повезёт, не повезёт. 75, 80. Оставлю, оставлю, оставлю. Оставлю. Поехали. Ради 75, 80. Оставлю. Так, не отчаиваемся, не отчаиваемся. Эта игра меня, конечно, выводит из равновесия. Но нельзя никогда расслабляться. Вообще нельзя никогда расслабляться. Так, уайт. Уайт 75. Мораль хорошая. Уайт 75. Грин 57. Топовая вообще. И точность. Грин 80. Ну и дальше два упыря. 43, 65. Это Лерой. Лерой. Дженкинс. И ещё более никчёмный товарищ. Маркус Мэйрс. Мэйрс. 60. Уволить. Поехали. Ты сможешь, мы верим. Я смогу. Попросту только во времени. И такой трайблин классный был. Ну снайпер, ну сразу сержант. Ну сразу шесть учёных на старт. Какого хн... Нельзя у нас ругаться. Ну так жалко. И всех одел. И всех обозвал. И думаю, ну сейчас. Ну всё. Ну молодцы. Пак первый. И бегом. С этой стороны тоже особо неприкольно заходить. Потому что тут всё просвечивается. Поэтому скорее всего я оставлю двоих здесь. А двух подготовлю на обход. Ну они уже могут сейчас пулиться. Если с центра выбежат, например. Давай. Мисс, это непростая на самом деле. Два. Я не хочу. Я отбегать. Я могу пак спулить. Уж лучше вдоль стеночки. Это потом сделать. Я не хочу, командир. Кстати, для школы офицеров может имеет смысл от сержанта взять. Реально. Смотрим. Никого хорошо. Подходим. Все три пака в доме. Я уже в сто раз с этим встречался. Улицы, как правило, сразу пачками. Калилю. Но... Эти пацаны пробежали нормально. Эти должны оббегать сверху, чтобы из разных дверей могли фанговать. Правда, вот эти вот места, которые разделены, они очень сильно мешают... Очень сильно мешают... Оббегать. Так, ну давай тогда троих заведем. Этот будет пулить на себя, остальные будут. Спасибо большое, Женя. Такой троих хороший был. Надо было сделать паузу легкую после потери и собраться с мыслями. Я помню, где находятся обычно баферы. Иду туда, поближе. Они обычно вот здесь вот заседают. Ой, как? Это фейл. Я с флангой, и конец моего хода. Это до свидос просто. Как там? Я вроде вперед не бежал. Сделал вообще не то. Сейчас выходит и убивает скрита. Может, не успеешь? Не успел. Хорошо. Так, не забываем про второго. А он за или перед? Он скорее всего... А не, он перед. Не, он за. Он за. Тут скорее всего у Гренка пара выстрелов. Только так мы сможем... От фланга толку нет никакого. Этот товарищ уже должен помогать. Но он может пробежать и спулить пак. Так, все видят его, да? Не, надо рисковать. А толку ты все равно не добежишь. По крайней мере слева... Ну, вот так вот подойди. Кто должен в первую очередь... Да пофиг. У нас есть Грин, который должен точно много. То есть он не кидает Гренку. Лерой 65. Давай кинь ты. Главное снять угол стенки еще. Но она что-то не снимается. Поехали. Ну, выбора нет. Тут надо перестреливаться. У меня укрытие нормальное. Только справа одно. Стеночка снята. Надеюсь, мы больше никого не спурили. Уайт. Уайт 75. Давай. 80. Грин. Да, ты давай 50% падечь еще. Сучок. Да, да, я понял. Эх, я походил. Как играть-то? Ну, вот первые миссии есть определенный рандом. Дальше, когда Рокет появляется. Когда снайпер с вероятностью выше 100, а то уже можно контролировать риски. Ну, сейчас можно было Гренку кинуть, но если я в 80 не попадаю, он... Мне еще потом это только на одного-две гранаты тратить. Мне потом еще сражаться с двумя паками и с оставшимся этим паком. Короче, проще было рискнуть и начать заново. Гренку. Ха-ха-ха, паника пошла. Вот, граната, смотри. Хорошая какая. Не, ребят неплохие. Мы с ними сейчас пройдем. Единственное, может быть, име... Нет, вправо идти вообще не очень. Я вот сейчас прорашу на... Вот сюда вот. Ну, то есть без Overwatch просто пробегу. Потому что, скорее всего, они не появляются здесь. На ранней стадии, они внутри. Экономлю немножко времени. На старте. Ориентировочно двоих мы меняем после этой миссии. Миссии совета, наверное, будем... Ну, по крайней мере, если выпадет тот же самый... Товарищ с... Ну, спасти вот этого вот випа. Не хочется мне, на самом деле, идти туда. Далеко. Я лучше первую дверью зайду. Овер, не овер, овер. Если лучше овер, они там могут выйти сейчас уже. Окна выбить уже выбивали. Миссия совета, любая проходимая, кроме разминирования. То есть, та непроходимая, да? Понятненько. Зачем же они ее сделали тогда? Могу спулить пак. Ну, я аккуратненько. Один разведка, другие входят в первую же дверь внутри. Хорошо. Погу спулить. Ой, даже здесь бывает. Кто бы знал, кто бы знал. Все над мной машиной. Так, две игранки сможешь докинуть до туда? Этот не достает. Ты достанешь, ты не достанешь. А ты? Ты не достанешь, конечно же. Вот тебе фланг. Можно внутрь забежать, наверное, самое правильное. Хотя нет. Лучше вдоль стеночки все-таки. Сколько там ходов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не увидят. Поехали. Стеночка раз. Тут полуукрытие. Надо просто к стенкам и... На гренки идти. А тебя? Не, нельзя сюда бежать. Этот угол опасен. А этот еще более опасен. Но его увидят отсюда уже. Скорее всего. Да ладно, рискуй. Всяко лучше, чем пак слева спулить. Сейчас увидим бафферы. И попробуем две гранаты вопрос решить. Главное, чтобы сейчас не обошли. Но вроде не хватает ходов. Да, не хватает. Значит, я вижу, где они. Я знаю, что там овероочи. Оп, подходим, видим. Один флангуется. Двое других с баффами. Ай, не очень хорошо. Внутри я не пробегу. На самом деле, можно типа порисковать, поперестреливаться, этого флангера убить. С вероятностью 80%. Опять. Блин. Может реально пробежать внутрь сейчас? Да, да, на овероочи. Давай так. И попробую грянку накинуть. Нет, ты не можешь, конечно же, с грянки ничего сделать. Использовать ли этот шанс или нет? Я думаю, нельзя вестись на этого упыря. Надо сделать ханкер, спровоцировать на пару выстрелов и действовать уже втроем. Ну, потому что здесь тогда пара выстрелов и хорошие риски с моей стороны. А так они могут повестись. Пошел баф. О, один внутри уже. Ну или рядом стоит. Нет, не внутри еще. Стреляет. Да ладно. Но это уже получше на самом деле. У них сохранились овервочи, но по крайней мере я тех людей, которые на овере убиваю. Кажется, на эту клетку только надо перейти. И останется, соответственно, у меня... Кого можно подставить? Лерой или... Лерой надо подставлять под эту клетку. Надеюсь, что не сработает овер. Это раз... Там еще машина загорится. А, мы троих уберем. Ну хорошо, Грин тогда уберет троих. Он 80, никому нужен. И это два. Грин, да? Грин. Грин. Три плюсика Грину. Еще машинка еще взорвется, будет хорошо. А-а-а. Уважаю, Кскон. Капец. Это я дал стране угля. А-а-а. Я хз, как так? 55 меткс, я его в любом случае не убью. Я под полуукрытием, но тут вообще без укрытия. Ну, стреляю, может, раню, испугаю и... Это забей. Беги, прошу тебя, беги. Беги. Конечно. Как такое можно было предугадать? Я не знаю. Только опыт. Центр, ответьте рейнджеру. У нас потери. Взвод... Собаки. Ладно, план тот же. Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Наверное, сейчас я просто вдоль стеночки буду идти. То есть подойду сначала к двери. Всеми четырьмя. И выгляну, не открывая двери, но из окна. Чтобы просто понять, есть ли близко пак. Если он есть, то попробуем разрулить с гренками. Если там никого нет, я уже начну обходить вдоль стены, соответственно, и заходить ближе к углу. Чтобы добраться-таки до... Слева. На этой карте, конечно, с хэвиком и со снайпом прикольно проходить тоже. То есть хэвики... Ну, снайпер, который вообще все, что вот на площади и дальше в здании видит, простреливает, потому что стекла, и потому что карта такая полукругом здания. Ну, а хэвик, учитывая высокую плотность врагов, он тут тоже заливает великолепно. Дверь не открываем, просто пробегаем, пробуем одним вдоль. Скорее всего, спулим пак. Не, не спулили, хорошо. Значит, ты сюда. Ты сюда. А ты... Сюда, ладно. Слева сектоида. Могу увидеть сейчас вот этим, например. Нет. Так, давай здесь угол проверим. Нету пака, очень хорошо. Я бы внутрь зашел вот отсюда уже сразу же. Тут же паков не бывает. Но я не встречал. Короче, я захожу тогда тремя внутрь этого небольшого цодика. Одним буду пулить. Потом. А это уже интереснее. Мне в любом случае нужно как-то подходить к тем, кого я спулю. Это можно делать разными способами. Зависит от того, где они будут, собственно. Иногда там далеко сидят баферы. Может быть, имело смысл сейчас... Вообще справа... Ладно, посмотрим сначала. Посмотрим, где кто. Интересно. Может, тогда бачком? Под две гренки товарищи сидят. Но я торопиться не буду. Ханкер. Этого ближем. И ждем. Смотрим, кто там кого бафает. В принципе, справа дверь закрыта. В теории я могу просто подойти... Да я подхожу и гренка кидаю просто. Этот выходит. Стреляет. По фулл каверу в ханкере. Ну чего. Окей. Вот меня интересует третий, который на Overwatch сидит. Подлец. Вот он как раз, да. Но кажется, они накрываются одной гранатой, поэтому все ок. Открываю здесь дверь. Главное, чтобы дальше пак не спулить. Вроде не спулил. Грянка не закидывает... Не, может даже закидывает. Смотри-ка. Не, надо, видимо, подойти вот куда-нибудь... А! Надо подойти, наверное, куда-нибудь сюда. Я туда не хочу просто идти. Да, вот так вот, наверное. Оп! Overwatch не сработал. Мы закидываем первую гранату. Блин! Или не закидываем. Черт возьми. Не с этой стороны. Но с этой я не хочу сел, потому что я там пак с пулей точно. Ладно, мы можем снять стеночку первой гранатой. Главное, максимально... Максимально возьми... Ты у себя стеночку возьмешь, Вась. Может, так лучше. Нет, тебе надо именно эту снять. Ой, господи. Ну, может, так даже и лучше. Ладно, поехали. Убираю я у себя укрытие, к сожалению. Но зато открываю доступ к... К баферу. Помним про то, что у этого Overwatch. Давай сюда лучше подойдем. Раз. Green. Тот, которому нужны киллсы. Закидывает Overwatch'ера и того, кто бафает. Раз. Ставим мы ему одну галочку. У нас остается, во-первых, этот лемминг, который может пострелять, к сожалению, только поэтому. Пока. Но может и подойти. А тот за полуукрытием. Может, гренку... Три гренки так хреново, а? Но если я слева начну подходить, там, скорее всего, с пули, пацанов. Ладно, подходи так. Что ж поделать? Оцени шанс, конечно. 58. Нет, это не те шансы, которые мы ищем. Мэйер, нужны киллсы? Вообще нет. Лерой рискует. Очень рискует. Нет, 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 нет. Пусть у Мэйера будет плюс один киллс, но зато мы точно заберем этого упыря. Мэйеру ставим два киллса. Три гранаты. И это только первый пак. Оттуда не увидишь, только слева увидишь. Ну, там советы уже опять идут. Клевый. А вот и пак, который я мог спулить раньше. Overwatch Лерой, но там 40%. А нет, у Лерой как раз 45. И еще один пак. Not bad, блин. Под гранату стоят. У меня граната только одна. Так, сможем ли мы быстро убить? Да-да, пять человек с одной гранатой, конечно, ты убьешь быстро. Мы можем гренкой раз и три киллса сделать. Останется двое, все будет ок. Да вы, Михаил, идеалист. Здесь тебя с фланга обойдут. Здесь все горит, причем укрытия нормальных нет. Тут только полуукрытием. Очень как-то не очень. Докуда достаюсь текущего укрытия? По двоим. Это не серьезно. Так, прорашить. Я вообще хочу в тыл выйти к ним. А, я не могу из-за того, что здесь все горит. Вот оно что, Михалыч. Ты не можешь по... Понятно. Погоди. Да, там фигово. Еще в тыл, конечно, надо пробовать выходить. Вот эта дверь, которую не успеют пройти. Только этот может типа прийти, но маловероятно. Если бы мне удалось сбегать туда. Столько факторов. Горящие стенки. Всего одна граната. Пять человек впереди. И необходимость еще учесть, кому какие киллсы отдавать. Вот я попал. Так, ну давайте попробуем оставить человека, который все уже всего добился. Мейерса, например. Мейер будет единственным человеком, которого будет видно. Он при этом... Да, вот ориентировочно здесь он будет. Окей. Допустим, он выходит. Слева обход, чтобы вообще не было видно, плюс ханкер какой-нибудь. и двое тоже бегут в обход. Ну как в обход? Тут не получится быстрым. Замелк, ненадежно бежать. Ладно, мы оставляем одного человека. Да? На них. Стенка не горит? Не горит. Фулл кавер, все дела. Окей. Дальше двое пытаются каким-то макаром выйти в фланг. Безопаснее, конечно, вот в эту сторону бежать. Тут все... Никого нет, но есть стекла. И учитывая то, что там часть людей точно будет на овервотчем. Но мне нужно выйти вот к этим барсукам во фланг. Частично это сделаю слева. Просто направо некуда бежать. Я не добегаю просто. Тут либо просто фулл кавер, что мне не устраивает эти 35%. Нафиг нужно. Не-не-не, я побежал, короче, вот сюда вот. Куда-нибудь сюда, в общем. Бегу, 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 бегу. Все, меня никто не видит. Ты в ханкере, ты тоже в ханкере ориентировочном. Спалюсь. Может этим прямо здесь в ханкере, чтобы Гренка достреливала. Обойти мне не могут. А да, давай, ты здесь полезнее будешь. Все равно тебя видно будет. Ну, с богом. Пять человек. Двое бафают, трое действуют. Вкусный чай. Подошел, стреляет. Главный стинг стоит. Второй. стреляет. О, нет, подходит. Стреляет. Окей, стинг стоит. А третий на овере сидит, да? О, как там баферы стоят, а? Да, вот этот сидит на овере. Я пробегаю мимо окон, попадусь на его подлое. В его ловушку. Я думаю, я думаю, надо оббегать дальше. И выходить вообще во фланг. Возможно, стоит оставить только Мейерса. Этим я в теории могу уйти сюда и присоединиться к бригаде, которая обходит. Но! Нет. Опять же, ракета. Плюс распределение выстрелов, что хорошо, учитывая, ну, то, что стенки как бы стоять должны. Короче, здесь ханкер, здесь ханкер. Блин. Вот здесь бы две гранаты, я так зарешал. А в первый же ход можно было четырех убить. Пошла снова заливка, ориентировочно теми же самыми, кто стоит сзади. Этот подходит, подходит ближе под полное укрытие и стреляет. Полуукрытие теперь у меня. Вот это уже серьезный риск. Очень серьезный. Угол не острый, но как же мне повезло. Так, и там по-прежнему есть оверм, так его розеток в оч. Обступают, обступают гады. Еще долго до выхода в тыл, целый ход. Бегу, блин. Что тобой делать? Эта скотина сидит на овере. Она тебя спалит. А вот так не спалит. Ой, хорошо. Нет, может спалить, спалит. Тут же полуукрытие. Или рывок. Рывок на 35%. Он увидит меня из-за того, что перегородки здесь нет большой. спалит. спалит. На этой клетке у меня спалит. Но мне в любом случае надо уходить. поэтому я просто пытаюсь на рывке на 35% ее проверить. А вот сейчас меня не увидел. Это повезло, конечно. Ханкер даун. Я надеюсь, что слева чуваков не услышал. Я продержусь еще один ход и выйду в тыл к двум и смогу сделать минус 4 в лучшем случае. Тогда будет шанс. Этот отошел. Бафферы остались там же. Стрельба мимо. Опа, а там что, два в игру о чем? Ну смотрите, я вот здесь во фланг захожу. По крайней мере к одному. тут фулл кавер не разрушаем. Надо пробовать. Я знаю, что могу на овер напороться. И я не добежал просто. Короче, надо надо сейчас просто а этот на овере стоит. Этим ханкер, этим оббегать раз, два, три, четыре, пятого не вижу. Этим сюда и потом внутрь на этот. Короче, здесь ханкер. Здесь можно даже отступить. Кстати, хорошая тема. Потому что там овервотч и там лучше пусть по-левому стреляют. Там укрытие не пробить никак. Они сейчас правда на него переключатся все, перегруппируются и те люди, которые атаковали становятся бафферами, но по крайней мере я сейчас двумя смогу вот через серверную поближе пробраться. Ну и плюс еще слева есть товарищ, который в теории может обойти вон того дальнего. Ну, стрельба, да хрен тебе. Тут не пробить. Спасибо пришельцам за сплавы. Хрен тебе. Там 1%. Что я вижу? Я вижу двух... Я вижу главное, где стоят бафферы. К этому бафферу теоретически я могу в два хода выйти отсюда. Ну так себе. Вообще, я сейчас обо фланг могу выйти. Но это же гад с овервотчем. С овервотчем, блин. И он меня спалит, скорее всего. А может, не спалит. Не увидит, не увидит, увидит, увидит. Две клетки. Даже три клетки он спалит меня. Капец. Так, есть еще один ход как минимум. Тут я просто пробегаю в надежде флангануть потом баффером. Но если я здесь пойду перестреливаться сейчас, этот у меня нормально стоит, я этих спалю. Поэтому чисто в теории, чисто в теории, надо забить и уходить к правому бафферу. Гранаты и выстрелы. Минус 2. Тут ханкер, конечно же. Все, внимание он к себе привлекает. Он единственный, кого видит. Да, заливает дальний. Этот подходит. Стреляет. еще двое. Подходит. Уже опасная близость. Два увервочем. Я не флангую на этот ход, увы. И ах. Мне лучше пробежать, наверное, вот сюда вот. Хотя могу спалиться. вряд ли. Спалился. А может он не заметил? А где второй баффер? Это понятно раз. А, второго-то нет. Ждать второго баффера или не ждать? Этот меня еще не обойдет. Эйнувер очень стоят. И надо ждать второго баффера. Ханкер даун. Тут мы сможем зайти незаметным. Эти меня не увидят. Не хочу палиться, особенно чуваком с гренкой. Тем более я не знаю, где еще один. Нельзя. Уже очень опасная близость, конечно. Он подходит прям очень близко. Но угол не острым. Заливка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Поменялись. Я вот не пойму как как что вот это о-о-о-ой сейчас хорошо фланг можно сделать. Смотрите тут два товарища которые баффают. Но там еще овервотч. Что по вероятности 55 неплохо. 60 Тоже неплохо А вы, ребята, можете пострелять с угла? Ох, были бы они вот здесь вот Один хотя бы Было бы круто Отсюда с угла я не постреляю А тут я на овер с... Это... А что я тороплюсь-то в конце концов? Давай разведи Разведи людей Вот одного сюда с гренкой Второй подходит Подходит сюда К тебе ж не подходит К человеку Все нормально Ты сидишь за ханкером Здесь тебя не видят Можешь тоже обойти как-то по-хитрому Непонятно только как Лучше сзади, конечно Пытаться На сзади там никого Отсюда скорее всего Там дверь есть Да и пофиг Они может через дверь Мне не заметят Ой Ой, как далеко нет Да твою ж дивизию 35 попадает Бегали-бегали 8 ходов Да, он попадает Ладно, может это лемминг Надо посмотреть Кто это 50 на 50 Что это лемминг Так, этот держится, пацан Вторая заливка будет, нет? Вторая уже есть Так, это 2 О нет Нет А времени сейчас нет Ну этот флангуется И его мы Это он бафер Эти двое Он единственный бафер То есть тут точно надо стрелять Это раз Уайт Что ж ты не Так, вроде я второго провожу Там Увижу Увижу одного С фланга Но овервотч будет Скорее всего Туда нужна гренка В общем Иначе агув Надо спасать дальнего А у дальнего-то что? Как его? Грин? Это топовый вообще Топового ранили Ну может быть штурмовиком Ну что, на 2 овервотч побежишь? Какие 2 овервотча? Там 1 овервотч Ты все равно гренка не достанешь А это мы еще посмотрим Лерой Ох, добежал Молодец Так, флангуем Но у меня интереснее граната Гранаты значительно интереснее Потому что это минус 2 Лерой Как и должен был Кстати, получает 2 киллса Спасает грина Так, ну если там не было Ну короче, я должен сейчас Выходить, пытаться Как-то Вот того, наверное, убить Но могу на овер попасть здесь Отсюда я увижу только одного Я не попаду на овер Есть Да, не так Не увидел все равно Короче Здесь мы пробуем Этого флангануть Но точность хреновая Грин 65 Ранение Овервотч или выстрел? Овервотч или выстрел? Овервотч Пусть лучше стреляет Нет, или даже за укрытие убрать Потому что угол острый очень Ну что, с богом, пацаны Их осталось двое Я за полными укрытиями Этот на овер очень хорошо Накачаю вот левого Я тоже за фулл кавером Еще третий, про которого я забыл Тоже на овервотч У нас три хода, чтобы закончить Гранат нет Флангов нет Хотя нет Фланг один есть Это овервотч Дальний дан Только так Успел увидеть Хорошо Этого я флангую раз Я не подумал о будущем Что будет, когда я не убью Не убью левого Он же меня флангует У меня вообще нет оснований Что я его убью Надежда, что 59 Чушь какая Этот на овере сидит А тут угол не угол Пофиг Я думаю, надо рашить просто Причем это не даст мне гарантированно килл сам У меня там флангуют Убивают С вероятностью 75-80 Ладно, давай так Овервотч 55 Нет 2 таких серьезных ранения Хотя Мейер это 60 Но другое Другое дело, что он просто Ай, он еще Левого не видит Тоже отличные баги в игре Я не вижу Человека Не вижу его Короче Гоу фастри Как бы мне их пулить-то по паку Может реально направо уходить Там бывает такое, что Все очень плотненько И ты сразу пак убиваешь Второй принимаешь Мне кажется, что ты устал Начинаешь мудрить очень много Ну а Альтернативы В каких-то конкретных действиях Надо предлагать То есть я Стараюсь описывать По логике Что Ну, какая последовательность И почему То есть тут же В большинстве случаев Просто цифры тупо Живет Ну, конечно, проблема была сразу Как только спулилась Два дополнительных пака После минуса первого Это была основная тема Потом я начал Обходы Мансы Которые, в общем-то Принесли определенный Определенный Профит Поехали Тут опасно Тут можно уже пулить Они в этой комнате Чуть дальше могут быть Везде Палево Не очень Я эту миссию люблю Ну, именно карту Имеется Сейчас послушаем Здесь, да? Угу Я понял Такое бывает Главный трабл Что здесь Во-первых Стенка багнутая А давай Поехали Три человека Главное Чтоб не разбежались Две гранаты Я их убью И все будет ток Двое вместе Один поудаль Ооо Ооо Два пака сразу И очень хорошо Распределились Гады А я под полу Укрытием Такой Ой-ой-ой-ой-ой Раз Два Не помню Где А, ну да Три Сразу же здесь Флангую Не флангую Все равно Фигня получится Да Ну здесь Гренка Явно Причем Кем-то дальним Чтобы брать Стенку Убрать Три хита Как-то так Спасибо И третий Пак Надеваться Практически Некуда Сюда Убежишь Тебя Фланганут Там Товарищ И это Сразу Палится Ты можешь Уйти Сюда А, Лерой Еще походил Так, что Его правый Будет убивать Следующий ход Ладно Подводи Так Обязательно Гренка Мейер Нужна Нет Мейер Не нужна Гренка Мне здесь места Не хватит Мне нужно Валить Аркадить Как-то Я надеюсь Что Уйду Ну короче Вайту Увожу Надеюсь Что меня просто Не обойдут Он хоть что-то Там сможет Сделать Даю Пару Киллсов Грин Запишу Так Условно Но осталось Еще Шесть Человек Шесть Шесть Стрельба Практически Обречена Здесь скорее Санда Ханкер Делать Вот это Пацан Больше всего Меня беспокоит Можно было Конечно Получше Здесь все Сделать Это его Могут Обойти Это будет Страшно Если обойдут Один Или даже Два Могут Обойти По ходам Пошли Баф Но зато Это будет Быстрым Дальний Бафает Кстати Его можно Попробовать По краешку Обойти Двое Ну и дальше Ты что По ханкеру Стреляешь Или что По ханкеру Неплохо Пока Все неплохо Трое уже Походили Фактически Только не выходи Сейчас Подходит еще один Но никого не видит А вон Влево уходит Не сможешь Не сможешь У тебя нет Ходов Так Разбираемся Так Дальнего Вот тот Бафает Да Чисто В теории Я могу Отсюда Его даже Двумя Пострелять Но это Будет Полу Укрытием Либо Попытаться Пробежать Но там Будет Там Будет Жесть Слушайте Тут под Гренку Три Человека Даже Четыре Человека Под Гренку Да Только Гренка То Гренка То У этого А здесь Стенка Горит Ох Ник Бобру Это Ох Ник Бобру Хотя Он В общем То И отсюда До Стрельнет Значит Это Не Обойдет Фул Кавер Отсюда Но я Отсюда Могу Не попасть Потому что Стенка Пока Не догорела И не факт Что Она Не догорит Вместе Вот С Этой Хренью Поэтому Оставь Его В покое Этот На овере Стоит Его Бы Флангануть Но Он В общем То Гренкой Отсюда И убивается Да Ну Нет Надо Пулить Как-то Овер Вотч Которых От Одного До Двух И убивать Того Это Мы можем Сделать Гринни Если Обойдем Туда Рискованно Очень Выбор Есть Нету Поехали Ай Опа Гринни Обошла Естественно Ее задача Сначала Вот этого Дальнего Убить 80% Давай Умница Еще Два Плюсика Гринни 4 Килса Много На себя Берешь Далее Ем Мы можем Убить Сразу Четырех Еще Одной Гранатой Блин Это Мне не устраивает Один Леминг Будет Не качан Ладно Забей Вайт Должен Кинуть Гренку Его Наверное Даже К этой Стене Лучше Подвести Потому что Пофиг Что Она Сгорит А Нет Подожди Сколько Я спунил Двух Убил Двух Убил Осталось Пять Человек Я вижу Четырех Где Подвух Нет Их Не Девять Их Восемь Все Что Ты Видишь Они Есть Как Раз Они Есть Так Возникает Первый Вопрос О Я Могу Распределить Келсы Смотрите Я Реально Могу Распределить Келсы Во Во-первых Смотрите Я в любом Случа Подхожу Сюда Потому что Только отсюда Я гарантированно Кину сюда Гренку Этим товарищам Я подходить Не хочу Пока Потому что Этот и этот Могут стоять На овервотч Мне могло повезти Что я пробежал Сюда Но Отсюда Я не докидываю До последнего Кто бафает И это плохо Но Я отсюда Скидываю У него укрытие И в теории Последним Товарищем Который Да Так Правильно Итак Я распределю Фраги Кому Нужно Вайту Скорее Всего Да Значит Мэйер Не нужен Никому 60 Точностью Он кидает Первую Гренку Раз Дальше Подходит Кидает Топич Уайт Убивает Двоих И ранит Дальнего Не получится Ранить Дальнего Ты только Двоих Убьешь А мне Важнее Ранить Дальнего Чем Хотя Я не знаю Про Overwatch Опасно Опасно Нет Лучше Так А тот Может Критануть Вайт Получает Два Хита Но Это Жесть Конечно Потому Что Сейчас Стенка Упадет И у У меня У меня Будет Бобо Я Подхожу Лероем Лероя Пытаются С фланга Убить Бафером И Это Нифига Не Фланг Как вы Нет Фланг Просто Лероя 66 Попади И не русская рулетка Прошу тебя Лероя 65 Давай Хорош Умничка И только Мэйрс Не получил Килл С которой Шестидесятник Удивительно Сухим Я вышел Из воды Я удивлен Ты Забыл Слева За машиной Чушь Он Бафался И убил Грин Первым Его И Снайпер Тяжи Не получил И Не Не Самый Топовый У нас Ну Хотя Снайпер 75 79 Хорошо Тяжи Нет Герой Да Саппорт Очень Точный 84 И Мораль Очень Хорошая Да Можно Этот Трай Конечно Жен Надо 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 Смотрим Левых Бойцов 75 43 Это Пока Раз 59 70 Алексей Попов С Украины 59 Или 49 59 70 Крутой А Еще Есть 37 70 Отлично Тяжи Нет Это Очень Плохо Сейчас Без Тяжа Второй Миссии Будет Очень Сложно Проходить Ладно Чего Будем Пробовать Копаем И Поехали Ученые В первую Очередь 288 Очень Много Бабла Всего Три Ученых И Четыре Инженера Ученых Конечно Хорошо На старте Взять Но Денег Много Ну А Че Мне Эти Деньги На Сам Деле Без Школы Проще По С Этому Деньги Итак Снайпер Сап Штурмовик Лерой Штурмовик Неточный Поэт А мы его В принципе Удаляем Мы берем Вообще Двух Леммингов Топовых 49 75 Миссия Крайне Сложная Будет Вторая Во первых Лемминги Во вторых Так Попова Берем Четыре Гранаты С Богом Энжей Дает Чуть Больше Среднего Садимся И Для Исследования Лучше Конечно Ой Какая Карта Но На проходимой Как раз Даже С ливингами Если Лишнего Не спулит Слева Забраться На крышу Может И прокатит Поехали Я даже Снайпера Уберу Чтоб он Грешным делом Там Внутри Никого Не заметил Ну вы Наверное Помните Эту миссию Много Раз Проходили Последние Несколько Траев Были Весьма Удачны Два Лемминга Должны Получить По Килсу Остальное Все Должны Отдавать Снайперу Пак Часто Бывает С левым углом И нужно Бачком Дойти До здания Забраться Тремя Наверх А дальше Пули Одним Хорошо Не очень Вроде звука Слева нет Справа Звук Вообще Ну там Да Могут быть Спокойно Трипака Слышали Давай тогда Побыстрее Проходить Сюда Мы точно Получим Кем-то Из Лемминга В тяжи Если выживем Конечно же И будет Еще один Надо уходить Отсюда Короче По-быстрому Как бы мы Не спулили Подходим Этим Полностью На рывке Не так Так Один из главных Плюсов этой карты Особенно крыши Заключается в том Что вокруг Очень мало Фулл каверов То есть их там Реально по пальцам Пересчитать И если тебе Удастся Так давай-ка В один ход Здесь В смысле В два хода Чтобы можно было Тут может быть Пак Очень часто Поэтому лучше Аккуратненько Но вроде не шумят Я лучше снайпером С пулем Потому что От него Все равно толку нет А никого Отлично Тогда потихонечку Проходим До угла И на крышу Причем угол Берем вот так Чтобы в окно Не посмотреть Слева вроде шума Ну это из дома Или из крыши Хорошо Раз Два Три Четыре Почти достигли Намеченной цели А ну помню Что здесь 12 человек У них ухры-мухры Тут четыре пака По три Чрезвычайно Это будет В любом случае Не просто Специально не до конца Чтобы Если после первого хода Идет пул То я смогу Вернуться чуть дальше Чем точка Откуда пришел Теперь вопрос Кем пулить Нам нужно Все вкидывать В снайпера И дать По киллсу Леммингам Леммингам И что получается Гринни Саппорт будет страдать Но наш Сверхточный Он не может сидеть А должна Ну заодно И поперестреливается Ай Как не вовремя Так сейчас попробуем Просто прыгнуть На крышу Подальше Да я успеваю Главное Чтоб на крыше Никого не было Это будет фейл Ох хорошо Все на крыше Все без исключения Хотя Нет Тут Полного укрытия нет Все на крыше Точно Они не успеют Подойти ко мне Не успеют Меня никак увидеть Слева подъема Нет Только вот с той стороны Но пак Спулин Сейчас посмотрим Кто там Как бафает Ориентировочно Я просто по крыше Попробую к баферу Подойти Обойти Главное сейчас лишнего не взять Пошел баф Не вижу пока Подходит этот А тот вообще далеко стоит Кто бафает Капец Да Уж И он может Подниматься На этот ход Он не поднимется В любом случае На следующий Надо быть готовым Плюс там Там же Три человека Один на овере Сидит Да К дальнему надо Проходить А этот уже Здесь за углом В теории Он может Успеть подняться Как же мне быть Там Я не уверен Что успею Надо Надо посмотреть Где он Оп Вижу Только по Эффекту вижу Где он Ну Видимо Придется Две гренки Тратить Что в общем-то Не страшно Но Снайпера будем Качать Тогда Двумя гренками Главное Вот эту Вот еще Дурочку Отвести Потому что По ней Может снизу Стрелять То есть Гренки Просто навесом Срабатывают Так а зачем Ты снайперам Первым Бась При всем Уважении К Василиям Просто я Не это самое Ну туплю Так Саппорту Килсы не нужны Он кидает Гренку Раз Второй Гренкой Снайпер Убивает Два Их два И у нас Остается Некий Товарищ На овервочи Местоположение Которого Нам остается Пока Неизвестным Снайпера под общий вид И состокачаем Все Теперь На всякий случай Сюда под кавер Овервоч Если он будет подниматься Отсюда уходим Чтобы он не пострелял По нас По нам Ну я ж ты гад Щебечет Направление Слева Может подняться Я в теории Могу спрыгнуть За фулл кавер За какой фулл кавер Ты можешь спрыгнуть Да подходи просто К подъему И по Когда добежишь До Места Где он находится Ну С Просто С Определенной долей вероятности Надо будет Это Это определить Ты просто спрыгнешь Ему во фланг И все Одна у вери Сидит Подлец Где непонятно По клеткам Можно посмотреть На клетке Что-то не палится Двери закрыты Все тихо Как еще Верлоч Слева Нифига себе Ты как Двери вроде закрыты Хотя это может быть Просто пак Внутри Вот и все А не тот сектоид Которого мы ищем Это где он Спрыгивать Так не хочется Хотя я могу Спрыгнуть Вот сюда Но подняться Не смогу Тогда давай Спрыгнем вот сюда Вот Ну вот За этот угол Так По крайней мере Я смогу Ханкер сделать Давай попробуем Десантируемся Его нет Но то что у меня Один товарищ Снизу Это уже хорошо Я двигаюсь Ориентировочно По звукам Блин Это другой пак Ну как мне быть А этим что ли бежать Тут овервоч Может быть А вот он Нет Сейчас стрелять будет 35 Держись Щебечет Говорят дрогнули А он сидит Окей Мне нужно качать леммингов Поэтому я предлагаю Спрыгнуть к нему Вот так вот Главное Чтоб слева Не спалил Оп Десант Попов Получает Киллс Раз Кто остался Хонк Вот этот вот Так Попов Раз получил Киллс Он больше Он будет Выполнять роль Разведчика Поэтому здесь Грин поднимается Снова наверх Следующий Киллс Мы новому леммингу А потом Типа будем Снайпером Пытаться Но снайпером С пистолетом Киллсы делать Это Так себе Сомнительное Занятие Я не буду Здесь в дверь Ити Потому что Неудобно Потом будет Ханкерить И выманивать Лучше я пойду Аккуратно вдоль Подходим К крыше Раз Подходим К крыше Два Подходим Три Овервочем Конечно же Сейчас за угол Еще три пака Три 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 пака Попов смотрят Оп Еще один пак Так Раз Два полуукрытия Ну не торопимся Тут Ханкерим Раз Здесь Подходим Потихонечку К Я с пулю Надо наверное Подождать Когда они Ну хотя Баффер не будет Вообще Никогда Выходить Это плохо Я с пулю Второй пак Скорее всего Как только Хотя если Вот к этому Уступу Подойдут То может быть И нормально будет Так Тот кто за машиной За полуукрытием Баффает Того кто за этим Этот стреляет Стенка держится У меня есть Гренка Я могу Гранатой По крайней мере Машину зажечь И Тут вторая Граната А вот Нормально Кстати Попов Получил Киллс А тебе А и Хонгу Как раз Два киллса Сейчас дадим Окей Тогда я просто Кидаю Гренку в машину Раз Овервотч От этого Не сработает Естественно И сверху Кидаешь Сверху Кидаю Еще одну Гранату Тоже машину Желательно Этого Еще задамеджить Чтобы Если Баг сработает Что после Взрыва Не алло Сработал Хорошо Трех Мы записываем Хонгу Леммингу Повышение Сразу Получает И теперь В идеале Надо Все отдать Снайперу Ну как Ты отдашь Опа Пак Вышел На улицу Слева Хотя Я не видел Что двери Открылись Никто Не вышел Я Пожалуй Пройду Вот так Раз Дверь Закрыта Да Как Какое Опасное Так Двое Понятно Вернуться Я уже Не смогу Мне Придется Сидеть За этим Грузовиком Чертовым Перезаряжаюсь С Богом Сейчас Слушаем Кто бафает Скорее всего Дальний Справа Да Там Плюс Еще есть Четвертый Пак Ооо Этот Уже Подошел Ёшки Матрешки Как Мне Его Взять Спрыгивать Надо Будет Оп Какой-то Неопределившийся Сектоид Здесь Я лучше Вот так Вот Спрыгну Тоже Чтобы Повысить Шансы А Не Лучше Дым На них Двое Кинуть Так Ну Ты Не Спрыгнешь Дым Не Получится Погоди Ты можешь Добьешь Его 88 Крит Все Дела Давай Молодец Слева Ой Кажется Здесь Еще Кто-то Есть Меньше С тыла Кажется Обойдут Подходим Кем Лучше Снайпером Да Ой Он уже там Это все Я его тут вряд ли Прострелю Но надо пытаться Всеми пытаться Его прострелить 55 меткость Капец Что-то я не продумал Этот момент Надо было Обойти его Там и Не попадаем Я его фланговал Снайпер с пистолета Но это чушь Конечно Один хит Саппорт Очень точный Пробую снять 64 Давай Спасай его Русская рулетка Это КГ О Он может не попасть Еее Хорошо Что он не стал фланговать Ищи Четвертый пак Я понял тебя Так С крыши Срочно убивая Убираем Этого Скорее всего А нет Не все так просто Так Четыре Но А их там пять Да Четыре пять Этот раненый Взять сложно Дверь ты видишь Что закрыта В общем то Можно спрыгнуть И мочкануть Например Вот этого Вот Если мы мочканем Этого Какие шансы Этот сможет Этот не сможет Снайпер сможет То мы сравнительно Спокойно Убиваем Вот этого Не боясь Что нас справа Фланганут При этом При всем Этот меня не будет Видеть Этот не будет Видеть Единственный Минус В том Что Есть некие Неопределенные Оставшиеся Нет Это правильно Это правильно Потому что Сейчас Сейчас Такой ситуации Убегать Это Два килла Отдать И не факт Что ситуация Будет лучше Ну что Я леммингом Побежал Раз Фланг Отлично И снайпер Не понадобился Ты Фланг Пошла жара Да Повышение Попову Так Но меня Никто из них Не видит Кроме Тех Кто наверху Поэтому Верхних Отводим Ждем Их Телодвижений Их Раз Два И третий Который Баф С богом Смотрим Где Находится Дальний Вон тот Вот Бафает Углового Тот Не должен Вообще Успеть Добежать До меня Авервот Что ли Да ладно Не Не успел Видите Короче Я могу Чисто Теоретически Чисто Теоретически Подойти Сюда Оценить Если там Второй Третий Только Второй Вероятность Пятьдесят Этим Я помочь Не могу Тем более Что там Я могу Дверь открыть На самом деле Но это Может быть Даже Минус Может Вернуть Его Наверх А Далеко Слишком Этот Не добежит До меня С фланга А здесь Просто На овере Может стоять Я дверь Открою Только Подставлюсь Этими Двумя Я Скорее всего Не возьму Того Кто Сидит Более Того Я Подставлюсь Под Правого Хотя Вряд Ли Подставлюсь Ладно Хорошо Если Мы Открываем Эту Штуку Пофиг Там Овер Допустим Но Мы Зато Знаем Что Этот Товарищ Не Не Сбреет Верхних Наших Верхние Должны Этого Сбрить Понимаешь У них Будет Положительная Вероятность Но Это Все Равно Не верняк Ну Увидишь И Может Присоеднишься Этим Еще Или Забежишь Вот Так Короче Открывай Дверь Смотри Не Видишь Никого Капец Но С одной Страны Это Хорошо Типа С другой Не Очень Я Попробую Отсюда Оценить Вероятность Она Невероятная Потому Что Я Его Тупо Не Вижу Это Провал А Стрелять По дальнему Короче Надо Ход Еще Терпеть Непонятно Что этому Делать Наверное Тоже Ханкерить Что Попытка Убежать Она Хотя Там Овервоча Нет Но Вот Здесь Овервоч Может Сработать Но В любом Случа Ты Там Полезнее Чем Здесь Да Да Беги Все Хорошо Здесь Мы По крайней мере Постреляем Тут Ханкер Конечно А вот Он Вот Он Третий Подходит О Дальний Заливает Это Очень Хорошо Потому Что Мои Двое Даже Трое Один Слева Смогут По ним Пострелять Я Вижу Этого Барсука Короче Надо Наверное Просто Брать И подходить Одним Сюда Вторым Сюда И сверху Просто По крыше Убивать Единственный Минус Я подставлюсь Под этого Гада А я так Под него Подставляюсь Не совсем А вот Не совсем Совсем Так Давай Для начала Мы попробуем А вот С крыши Пацаны Они более уязвимы Чем те Которые Которые Да А если Я с крыши Спрыгну Вот так Вот То он Тебе Увервочнет Я не знаю Если у него Боеготовность Или нет Я стоял В ханкере Тут Полуукрытие Точность Хорошая Да ладно Надо Раз Стреляем По левому 55 Ё-моё Мимо Раз Я понимаю Что у меня Фланг Мне уже Бежать некуда Это 2 50 Ну чё Это всё Максимально Острый угол И пытаемся Отстрелить Дальнего Баффера 95 Но русская Рулетка Вот в чём Дело Снайпер Там может Добить Но не факт Что я попаду Ещё 95 Давай Всё Пацаны Это русская Рулетка Да Отойди Это КГ Ну там что-то Флангует Тот Скорее всего Попадает Да ладно Баф Что ли Мозг Этот далеко ушёл У него нет Overwatch Аркадий 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 Ну угол Чтоб поострее был Мне не нравится Подожди Может снайпером Всё-таки Крит Крит о нём Со спины Да давай Извините 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 Не туда Сюда Пожалуйста Минус два Ну я сверху К этому Подхожу И ему Крит Я могу конечно Его не убить При этом Профессион Но есть страховка Ещё справа Блин Чётенько Мисси отыграл Задание Выполнено Очень чётенько Ни одного Ранения Всем дал киллы Которые нужно Максимально Прокачал Снайпера Но мне Конечно Повезло Что тут Ну мне для начала Не повезло Что я не попал То есть Не повезло Что Винтовка Один хит Русская рулетка Возвращаемся Смотрим Кого дали Ну тяж Точно один А второй Надеюсь Снайпер Тяж И штурм Тяж 72 63 Штурмовик 75 Точность 77 Точность Медали Да Можно Мастерскую Делать Это хорошо Конечно Но с исследованиями Проблемы Снайпер Не докачался До общего вида Но будет Сейчас У него 6 Хиллсов Ему На 10 Кажется Дадут Да Я до сих пор Не понимаю Чего добиваются Пришельцы Ой Они нас изучают Нам кажется Что они похищают Людей Без разбора Без разбора Паника Паника И маленькая Налышечка Обнаружен Анапланетный Объект Сейчас нужно продолжать Наверное Поиски Среди леммингов 70 точность Тяжа И снайпа Второго Дать По килсу Им Лететь С тяжем Снайпом Своим И двумя леммингами Соответственно Попадание Попадание Нет Не попадание Ну Не позорь меня Хорошо Аплодисменты Да Тяжелая Сегодня трансляция Конечно Очень тяжелая Саппорта Конечно Хотелось бы взять Но Нет 37 70 Неужели там Больше никого Нет 60 65 60 65 55 Ну для тяжа В общем-то Пофиг Возьмем Например 65 34 39 39 65 Или там еще один Кажется был С морали Повыше 65 35 Такой же 39 Окей Окей Но судя по всему Мы Эту миссию Уже завтра Будем проходить Да Турк И В ББ Грены 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 Тяж есть на страховку 1-1 И трикил со снайпером А бой сдадут Следующая операция пройдет в Японии Пришельцы пошли на посадку Такие сегодня два трая были запороты Вообще Шикарные Во втором так перлом Да, пожалуй Пожалуй на этом все Простите пожалуйста Что под конец я раскис Но Я слишком сильно переживаю В общем Переживал за эти сегодняшние два трая Получили экспу Вспомнили некоторые миссии совета Вспомнили про особенности инженеров Мастерских модулей спутников И сами спутники Прошли поезд В конце концов Это тоже клево И Увидимся Я надеюсь что завтра Нам нужно добить Хотя времени уже практически не осталось До второго XCOM до пятницы Учитывая то как можно с легкостью потерять команду В прошлом трое это продемонстрировал наглядно Вероятность ошибки всегда присутствует Оплата за эту ошибку зачастую Слишком высока Русская рулеточка еще добавляет Ух В общем Посмотрим Не сдаемся Увидимся завтра Пока Еще кстати спасибо Энэксперту За то что там И крутому бубрику И всем кто поддерживал Потому что они там 13, 14, 15 тысяч накинули И это просто Бобру на плотину Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!